Джеймс Свалоу Где ангел не решится сделать шаг Падение ангела Каждому лучу во тьме Война Ад Вилам Текумсах Ширмун Восстановление писания эры предшествующей ночи М7 Кто желает избегать демонов, не должен верить в ангелов. Приписывается летописцу Игнацию Каркази, М-31 Мельхиор Войну на Мельхиоре вели боги и ангелы. Война расколола небеса и землю, сожгла горы и обратила океаны в пар. Но ее исход был решен в одном месте на белых соляных равнинах Серебряной пустыни, где миллионы рекрутов и верующих строили башни восхваления и часовнице переживания. Нефилимы собрались дать последний бой. Долгие месяцы войны они отступали, оставляя поле боя независимо от того, победили или проиграли. Словно города, равнины и каньоны становились оскверненными после кровопролития. Нефилимы отворачивались и уходили. И со временем выяснилось, куда они направляются. После уничтожения яйцеобразного космического корабля «Ксеносы» утратили господство в космосе. Широкие движущиеся колонны были видны с орбиты невооруженным глазом. Подобно темным клубам дыма, поднимающимся от горящих городов, толпы людей отчетливо выделялись на фоне ландшафта. Войну богов и ангелов можно было закончить с этой выгодной позиции. Требовалось только время и терпение, чтобы загнать врага в последнюю твердыню, а затем бомбами стереть с лица земли. Но не такого рода велась битва. Да и воины, сражающиеся в ней, не отличались терпением и умением выжидать. Необходимо было отомстить за нанесенное оскорбление, преподать урок и продемонстрировать всей галактике, что нефилимы понесут кару. И кроме того, были люди. Не все пели гимны, не у всех по лицам текли слезы, счастья при виде гигантов, шагающих среди них. Не каждый отдавал все, что имел. От имущества до первенцев. По одному слову, нефилимов. Многих среди этой массы лишили выбора. Их заковали и превратили в рабов. Они заслужили свободу. Положить их жизни на алтарь войны было бы слишком жестоко. Кто-то утверждал, что всех верующих без исключения следует считать рабами. Это спорная точка зрения. Но того, что для освобождения людей Мельхиора следовало уничтожить всех нефилимов, не оспаривал никто. Нефилимы, окутанные волнами солнечного жара, собрались с огромной свитой на сверкающем белом гипсе серебряной пустыне. Здесь, среди расколотых скал и уступов, они пели свои странные, завывающие песни и трудились над медными каркасами строений, ожидая прихода врага. Рыцари в доспехах цвета бледной луны построились огромной фалангой из керамитовой брони, щитов и болтеров. В ней насчитывалось 8 тысяч воинов. Их ботинки перемололи верхний слой соляной почвы в пыль, которая окружилась в воздухе, подобно пеплу. Окутанные дымкой Астартес, казалось, плыли по белой пустыне, границам огромного лагеря Нефилимов. Стоял непрерывный грохот. На фалангах войска двигались боевые машины, танки, парящие скиммеры на невидимых столбах антигравитации, низкие приземистые устройства, которые напоминали бронированных трилобитов, боевые машины, ощетинившиеся стволами орудий. Над дымкой вздымались сотни боевых штандартов и знамен, которые вместе со знаками отличия и эмблемами отделений на плечах воинов несли различные варианты одного и того же символа, полумесяца под черной волчьей мордой. Самый высокий штандарт, который колыхался во главе строя, обладал уникальной эмблемой, изображением ока, открытого, дерзкого и бдительного, как у хищника. Символ был позаимствован из таранской античности. Знамя нес чемпион из чемпионов, великолепный, в искусно сработанном доспехе. Знаменосец маршировал по правую руку от полубога, магистра войны. Хорус Луперкаль, примарх лунных волков и повелитель 16-го легиона Астартес, остановился и поднял руку в тяжелые перчатки, указав на линии баррикад и земляных валов по границе воинства Нефилимов. Рядь прокатилась по рядам его армии, когда воины тоже остановились, ожидая приказа примарха. Свирепое солнце Мельхиора бросило непроницаемую тень к его ногам. «Ты видишь их, капитан?» тихо спросил Хорус, не оборачиваясь к подчиненному. Капитан Гастурсеянус, претар четвертой роты лунных волков, мрачно кивнул. Во время одного из боев капитан попал, подвиск импульс Нефилима и повредил кости черепа. Осколки прочно соединили, но процесс исцеления дал побочный эффект, постоянную слабую головную боль. Из-за нее Сейнус стал раздражителен. Гиганты выступили из лагеря. Множество мужчин и женщин спешили убраться с пути Нефилимов. Капитан четвертой слышал свистящие, прерывистые звуки мелодичных голосов и крики обитателей лагеря. Над пустыней гремели тяжелые шаги. Хорус запрокинул голову, глядя ввысь в почти безоблачное небо. На какое-то мгновение показалось, что командующий не обращает внимания на приближающегося врага. Сейнус оглянулся на лейтенантов и несколькими быстрыми боевыми жестами отдал приказы частям тяжелой поддержки и дредноутам, которые расположились на флангах боевых порядков лунных волков. Лазерные пушки, тяжелые болтеры, модели Драка и ракетные пусковые установки с магазинным питанием пришли в боеготовность. Капитан услышал, как за спиной заряжаются восемь тысяч болтеров. «Вот они!» – произнес он. Когда первые из ксеносов-гигантов поднялись и переступили через внутренние, рассчитанные на человеческие размеры, стены бастиона, нефилимы шли неторопливо и осторожно, напоминая Сейнусу морских существ, которых он видел в аквариуме. Они словно плыли в воздухе, но их медлительность была обманчива. Капитан своими глазами видел, насколько быстро могли двигаться эти ксеносы, уклоняясь от удара. Сейнус был готов отдать приказ тотчас, но Хорус почувствовал его намерение и покачал головой. «Последний шанс!» – сказал он. «Мы зашли так далеко, но все еще можем спасти много жизней». И прежде чем Сейнус ответил, его повелитель вышел из строя воинов и направился к ближайшему из колоссальных ксеносов. Тот был серым. Сейнус ознакомился с данными наблюдений за ксеносами при помощи гипнопереноса и знал, что о командной структуре нефилимов офицерам разведки имперской армии известно немногое. Цвет их раздутых тел, вероятно, означал персональное звание и должность. Синие были рядовыми. Зеленые, похоже, являлись аналогом апотекариев или же сержантов отделений. Серых аналитики называли их капитанами за неимением более подходящего термина. Попытки перевода визгливой речи ксеносов оказались безрезультатны. Верхние регистры звуков находились в таких звуковых диапазонах, которые даже генетически улучшенный слух космодесантников не воспринимал. Вместе с необычными световыми узорами, которые вспыхивали фотофорами на коже, это делало расшифровку их языка безнадежной затеей. Однако у нефилимов не было трудностей с переводом. Они прибыли на Мельхиор, говоря на имперском готике, как на родном. И сказанное ими послужило причиной того, что целая звездная система отреклась от власти далекой Терры и императора человечества. Серый увидел Хоруса и направился к нему. Световые блики на его эпидермисе отправили безмолвную команду строю зеленых и синих. Они остановились, и вокруг их толстых, похожих на колонны ног, Сейенос увидел людей. Они толпились возле ксеносов, словно жмущиеся к матерям дети. Неофиты были вооружены оружием, захваченным у сил планетарной обороны Мельхиора. Их лица едва различались. За толстыми, полупрозрачными масками все неофиты казались на одно лицо. Разведка доносила, что маски эти сделаны из эпидермальных слоев кожи нефилимов. Было замечено, как зеленые отрезали куски собственной кожи для этого ритуала. Существовали теории о том, как ношение плоти чужих привязывало новообращенных к сеносам хозяевам. Сейенос лично наблюдал вскрытие трупа нефилима и видел обилие гибких внутренностей и студенистых органов. Тела чужих, отдаленно напоминавшие человеческие, были гладкими, словно вырезанными из театита, с подобиями рук и ног. Вытянутые головы вырастали прямо из плеч, шеи отсутствовали, а множество обонятельных щелей и зрительных отверстий испещряли поверхность черепа. Из-за этого нефилимы выглядели как существа из дутого стекла. В ясный день их полупрозрачная кожа светилась. Хорус остановился, и серый слегка наклонился, чтобы посмотреть на него. Каждый ксенос был в два раза выше самого рослого легионера. «Я в последний раз предлагаю», заявил Хорус существу. «Освободите рабов и оставьте планету. Сделайте это немедленно, во имя императора». Фотофоры нефилима сверкнули, и он, копируя людей, развел толстые трехпалые руки. Подобный жест демонстрировал открытость. Воздух перед чужаком задрожал, когда появилась невидимая пелена энергии. Раздались странные, свистящие и гудящие звуки. Ксеносы таким образом разговаривали, создавая внешнюю эфирную барабанную перепонку. Они управляли молекулами воздуха, пока еще неизвестными средствами. Как уже выяснили, по своей природе этот способ был не психическим, но технологическим. Внутри органических тел ксеносов находилось какое-то устройство. «Почему вы сражаетесь с нами?» спросил он. «В этом нет необходимости. Мы хотим мира». Хорус положил руку на рукоять меча. «Это ложь! Вы пришли сюда незваными и взяли себе имя из древней мифологии Терры, Калибана и Барака. Нефилим» пропел ксенос высоким и необычным тоном, проговаривая каждый слог слова. «Падший Серафим». Серый сделал тяжелый шаг к примарху. И рука Сейнуса рефлекторно сжалась на рукояти штурмболтера. «Поклоняйтесь нам! Прославляйте нас! Обретите мир!» «Обретите мир!» Толпившиеся у ног ксеносов люди повторили слова, словно молитву. Хорус в упор разглядывал чужака. «Вы – паразиты!» бросил он. Ветер разнес его слова по равнине, рассекая воцарившуюся тишину. «Мы знаем, за счет чего вы существуете. Вы питаетесь жизненной силой. Наши псайкеры видели это. Вы нуждаетесь в поклонении, в почитании, словно боги». «Это произнесло существо гудящим голосом. Своего рода мир. И при помощи технологии вы управляете разумом и подавляете дух. Человеческий разум. Человеческий дух». Хорус покачал головой. «Это не может продолжаться. Вы не можете остановить нас!» Серый указал на бесчисленные медные башни и странные антенны позади них. Тысячи нефилимов двигались вперед неторопливыми, размашистыми шагами. «Мы сражались с вами и знаем, на что вы способны. И вы можете победить, только если убьете тех, кого призваны защищать». Он указал на группы неофитов. Чужой снова махнул рукой. Под кожей струились шлейфы белого света. «Присоединитесь к нам. Мы покажем вам. Вы поймете, как прекрасно быть в общине. Быть одновременно богом и смертным». На мгновение Сеянусу показалось, что по лицу Хоруса промелькнула тень. Затем все пропало. «Мы свергли всех богов», сказал примар. «А вы всего лишь бледные тени тех ложных сущностей». Серый свистнул на своем языке, и легион нефилимов двинулся вперед. Каждый светился ярко-желтым цветом. «Мы уничтожим вас», сказала существо. «Нас больше». Хорус грустно кивнул и извлек меч. «Тяжелый, промасленный клинок из стали Адамантия». «Вы попытаетесь», сказал он. «Но сегодня вы встретились с сыновьями императора и его воинами. Мы, лунные волки. Этот легион станет наковальней, на которой вы будете разбиты». Высоко в небесах раздался низкий гул, похожий на далекий раскат грома. Когда звуковой удар из верхних слоев атмосферы достиг пустыни, Сейнус посмотрел вверх. Его острое зрение различило сотни белых инверсионных следов, тянущихся залами слезами и ярко-красными ястребами, которые неслись на сверхзвуковой скорости к серебряным пескам. «Мы на ковальне», повторил Хорус, указывая мечом. «А теперь узрите молот». Небеса закричали. Залп в виде керамитовых капсул, извергнутый пусковыми установками дюжины линкоров и боевых барж на низкой орбите, пронзил верхние слои атмосферы Мельхиора и обрушился на Серебряную пустыню, подобно пылающему метеоритному дождю. Капсулы сопровождали железные ястребы. Грозовые птицы и десантно-штурмовые корабли по спирали спускались к колоссальному лагерю нефилимов. Они были красными, как кровь и ярость, и несли воинов 9-го легиона Астартес. Скорость атаки была ключом к победе. Многочисленные силы лунных волков успешно втянули в бой ксеносов-захватчиков и их фанатичных приверженцев. Оборона на флангах истончилась и ослабла. Но нефилимы соображали быстро, и когда поняли, что их обманули, попытались перегруппироваться и укрепиться. Кровавые ангелы не позволят этому случиться. Нефилимы будут разбиты и уничтожены. Их сплоченность рухнет после могучего удара, от которого их отделяли считанные мгновения. Первый пронзительный импульс акустической атаки пронесся мимо спускающегося штурмового отряда. Энергия вибрирующих воздушных потоков вызывала спонтанные вспышки. Внизу в пустыне самые быстрые из ксеносов вытянули толстые руки вверх, словно нащупывая высокие облака, и использовали резонанс стекловидных скелетов в качестве волноотводов для звуковых атак. Попавшие под удар акустических лучей десантные капсулы сходили с курса, отклоняясь по спирали от посадочных зон в белой соляной пустыне. Другим не повезло больше. Они раскалывались и сталкивались друг с другом. Ведущая грозовая птица, такая же багровая, как и остальные, но с изображением золотых крыльев на фюзеляже, ринулась сквозь акустический обстрел, увлекая стаю в пылающей пике. Тяжелые лазеры и ракетные контейнеры на носу и под крыльями открыли ответный огонь по нефилимам, вырывая черные кратеры в спрессованном песке. Корабли приближались с каждой секундой, но были все еще слишком высоко для точного прицеливания. Вместо этого расчеты стрелков грозовых птиц вели подавляющий огонь, вынуждая врага отступить и освободить территорию для посадки. Когда точка невозврата была пройдена, красно-золотой самолет вошел в крутую нисходящую спираль. В нижней части корпуса открылись и отошли назад по гидравлическим поршневым направляющим металлические створки, позволив ревущему ветру ворваться в открытый отсек. Другие машины в строю сделали то же самое, люки распахнулись, открыв десантные отсеки. На краю люка грозовой птицы встала фигура, облаченная в доспех цвета солнца. Примарх, второй полубог, ангел. Он устремился в бледное небо, принимая силу гравитации, как возлюбленную, позволяя ей разогнать себя до предельной скорости. Незакрытое шлемом благородное лицо было исполнено решимости. Грива волос трепетала на ветру. Он закричал, бросая вызов врагам. За спиной полохнула белая вспышка. Это широко распахнулись огромные белоснежные крылья, ловя поток воздуха и без усилий укращая его. Золотые украшения, слезы из красного нефрита и рубинов, шелковый таборт и платиновая кольчуга звенели о доспех из керамиты и пластали, который был столь изысканно украшен и великолепен, что больше напоминал экспонат какой-то роскошной галереи. Ловя воздушный поток, примарх извлек изумительный меч красного цвета с изогнутым, зазубренным лезвием. Этот клинок приходился братам мечу Хоруса, стоящего далеко внизу. Рядом с сангвинием летели столь же решительные и свирепые воины. Легионеры-штурмовики дюжины рот неслись вниз с рычанием реактивных струй из прыжковых ранцев, болтерами в руках и суровым возмездием в глазах. Их возглавляла сангвинарная гвардия в золотых доспехах с белыми крыльями в подражании повелителю. Ее полет, как и полет штурмовых отделений, поддерживали струи оранжевого пламени из пылающих фузионных двигателей, а крылья блестели металлом и белой эмалью. Удар от приземления примарха был мощнее залпа поборника. Как только его подошвы опустились на песчаную поверхность, по белому песку пошли идеальные круги. Несущиеся в атаку синие нефилимы были сбиты с ног и пытались подняться, только для того, чтобы быть срезанными огнем богато украшенных болтеров, спускающиеся сангвинарной гвардией и залпами штурмовых отделений. Ангел Сангвини вышел из кратера, который сам создал, и встретился с первым врагом. Вопящий зеленый нефилим набросился на него, испуская разрушительные звуковые импульсы, которые могли дробить кости и колоть камень. Ксенос возвышался над примархом, а его полупрозрачная кожа переливалась яркой мерцающей цветоречью. По коже пробежала потрескивающая модуляция. Внешний кожный покров превратился в оболочку тусклой стеклянной брони. Острие меча примарха поднялось яркой дугой сверкающего металла и встретилось с телом нефилима. Клинок вонзился в стеклянную кожу и без усилий расколол ее. Осколки зазвенели, как крошечные колокольчики, отскакивая от боевого доспеха примарха. Оружие вошло глубже. Мономолекулярное лезвие рассекло студенистые внутренности и раскрошило кремниевые кости, вскрывая чужого. Рассеченное надвое зеленокожее существо с предсмертным воем рухнуло в пыль. Сангвини стряхнул с меча серебристую, похожую на жидкий металл кровь, и кивнул своей почетной страже. Он словно отражался в зеркалах. Личины шлемов его воинов копировали черты благородного лица примарха. «Первая кровь, Аскаэлон», сказал он, обращаясь к командиру гвардии. «Подходящая, милор», ответил воин, возбужденный предвкушением битвы. Сангвини кивнул. «Мои сыновья знают, что делать. Бить сильно и быстро». Аскаэлон отдал честь и снял шлем, обнажив господину жесткое лицо. «Ваша воля!» Пока он говорил, к рокоту посадки оставшихся грозовых птиц присоединились оглушительные удары десантных капсул. Земля под ними тряслась, керамитовые слезы врезались в песок и раскрывались подобно смертоносным цветкам. Из каждой капсулы появилась группа воинов в боевом построении вместе с библиариями, хранителями в черных доспехах и боевыми апотекариями. Аскаэлон видел, что все смотрят на Сангвиния, ожидая приказов. Как и все они, командир гвардии был горд находиться здесь, рядом с прародителем и примархом. «Ни один ксенос не уцелеет», пообещал он. Сангвиний поднял меч в ответном приветствии. «Другие!» Ангел не произнес нужных слов, но Аскаэлон понял, кого он имел в виду. «Рабов!» «Освободите, сколько сможете!» «Они будут сражаться вместе с нами, узнав, что их не бросили тут!» «А рекруты!» Аскаэлон указал на неровные стрелковые цепи людей в масках, которые осторожно подбирались к легионерам в красных доспехах. Если они окажут сопротивление, лицо великого ангела омрачила мимолетная печаль. Тогда они тоже будут освобождены. Сангвини поднял клинок, и в ответ рев его сунов поднялся в небеса. Когорта неуклюжих синих достигла невысокого гребня, и для красных ангелов битва разгорелась в полную силу. Изначально творцом плана сражения был Хорус. В стратегиуме своего флагмана «Дух Мщения» у широкого галалитического дисплея повелитель лунных волков встретился с братом и представил ему план сокрушения нефилимов. Ставка делалась на шок и страх, безжалостную демонстрацию боевой мощи, как неоднократно действовал Луперкаль в ходе войн Великого Крестового Похода. Стоя среди множества воинов в красных и белых доспехах, Хорус желал, чтобы кровавые ангелы наступали плечом к плечу со своими кузенами. Устрашив ксеносов, многотысячная армия безостановочно будет двигаться к вратам их последнего бастиона, а затем через эти врата, стены, без паузной переговоры и сомнения. Подобно океану, из которого вышли эти существа, сказал Хорус. «Мы захлестнем чужих, утащим вниз и утопим». Исключительная помпезность замысла была величайшим достоинством, но сангвиния было нелегко убедить в этом. Возле Гололита два брата спорили о вероятных трудностях. Стороннему наблюдателю этот спор могучих, генетически улучшенных воинов, о предстоящем грандиозном противостоянии мог показаться бесстрастным, словно на его глазах всего лишь разыгрывалась партия в Ригицит. Но как же это не соответствовало истине? Кровавый ангел смотрел на панели Гололита и видел бесконечные значки, отображающие скопления гражданских, обманчивый пустынный ландшафт, насыщенный замаскированными узкими проходами и огневыми мешками. По его мнению, Хорус уже сделал тактический анализ предстоящего сражения и пришел к прискорбному, но необходимому выводу. Он принял сложное решение, а затем двинулся дальше. Не из-за бессердечности, а из-за целесообразности. Сангвини не мог поступить с той же легкостью. Лобовая атака грубой силой больше подходила их несдержанным родичам, Русу и Леонгрону. Ни Сангвини и ни Хорус не были столь же бесхитростно зациклены на результате в ущерб всему остальному. Однако сложно было не поддаться холодной ярости, спровоцированной нефилимами. Ксеноцегиганты, насмехаясь над великой мечтой человечества о благоденствии и единстве, оставляли за собой сотни разрушенных миров, прежде чем остановились на Мельхиоре. Саган, Хребет Декора, Орфео Минорис, Бетта Ригель 2. Эти планеты были полностью очищены от человеческой жизни. Население согнано в громадные часовни сопереживания, а затем медленно поглощено. Истинный ужас содеянного был в том, что нефилимы превратили тех, на кого они охотились, в своих солдат, заманивая податливых, одиноких, несчастных своим идеалом достижимой божественности. Верующих они подчевали сказками о вечной жизни, равнодушным рассказывали о бесконечном страдании. В деле пропаганды нефилимы оказались очень хороши. Возможно, ксеносы действительно верили, будто то, что они делают, каким-то образом приблизит их, к нематериальной форме существования, к загробной жизни на вечных небесах. Это не имело значения. При помощи технологий они имплантировали частицы себя в рабов для дальнейшего объединения. Они вырезали собственную плоть и делали маски, чтобы отметить своих приверженцев. Нефилимы контролировали разумы благодаря силе воли или же слабым характерам своих избранников. Они были оскорблением для светской галактики императора. Поскольку не только посягнули на чистоту человеческого совершенства, но и коварно похитили тех, кто по глупости поклялся им в верности. Согласно докладам скаутов, кровавых ангелов и лунных волков, ксеносы питались жизнями своих почитателей. Пустые часовни были завалены доверху штабелями высохших тел, состарившихся за считанные часы, пока из них выкачивали жизненную силу. Наконец, примархам открылась подлинная сущность врага, и она вызвала у них отвращение. Нефилимы питались преклонением, поэтому сангвини лишит мерзких ксеносов пропитания и сокрушит их высокомерие. Захватчики полагали, что сыновья императора не смогут уничтожить их, не прибегнув к убийству людей, которых нефилимы забрали в качестве пищи и были правы. Но то, что ксеносы считали слабостью, ангел обратил в силу. Они были так уверены в неприступности своих позиций, что встретили Хоруса, собрав воедино все свои силы и вызвав на бой лунных волков. И когда ослепленные уверенностью в победе ксеносы отвернулись, не разглядев несокрушимой решимости воинов, которым решили противостоять, истинные ангелы спустились в пламени на Мельхиор и стали воплощением гнева императора. Примарх обрушился словно ураган, врываясь самую гущу нефилимов, а затем поднимаясь в воздух стремительными проворными движениями. Мечом и короткими клинками, встроенными в наручи, он убивал противников одного за другим, перекрикивая тех, кто пытался оглушить его звуковыми волнами. Его сопровождали командиры личной стражи, Аскаэлон и Зуриил, которые поливали вражеский строй огнем из встроенных в наручи болтеров ангелус. При каждом попадании боеголовки массореактивных осколочных снарядов разлетались на сотни магнозаряженных моноволоком, вонзающихся в кожу нефилимов и дальше разрывались внутри их тел. Озера синеватой мерцающей внутренней жидкости наполнили поле боя, медленно поглощаемые серебристым песком. За гвардией следовали капитаны, возглавляющие штурмовые роты. Ралдарон, чистокровный из первой, твердой рукой вел огонь из болтера. Его элитные ветераны носили эбеновые амулеты, как дань традиции охотничьим племенам Ваала, родного мира кровавых ангелов. К первому капитану присоединились части щитоносцев девятой роты фурио, воины шестнадцатой галлана с излюбленными алебардами и легионеры Амита из пятой, вооруженные болтерами и свежевальными ножами. Огонь тяжелого оружия сосредоточился на медных башнях и стенах часовенцепереживания, лишая нефилимов системы убежищ и вынуждая атаковать в лоб. На юге, где Хорус провел свою ложную атаку, ход битвы изменился. Лунные волки сначала окопались, препятствуя любой попытке хсеносов продвинуться или отступить, а потом перешли в наступление. Растянувшись широкой дугой, линия солдат Хоруса принудила разноцветных гигантов к отступлению, тесняя их на клинки и болтеры кровавых ангелов. Жестокой неотвратимостью ловушка, разработанная сынами императора на борту духомщения захлопнулась как капкан. С каждой минутой космодесантники оставляли чужакам все меньше и меньше пространства для маневра. Многие из новообращенных нефилимов начали сдаваться, крича от боли, когда с их лица сдирали сросшуюся массу. Те же, кто зашел слишком далеко на пути поклонения, отдали жизни за своих хозяев в тщетной попытке замедлить продвижение космодесантников. У сангвиния не было жалости к этим глупцам. Они позволили соблазнить себя сладкими речами, позволили себе руководствоваться страхами, а не надеждой. И в еще большей степени примарх разгневался на самих нефилимов. Легионеры в багровых доспехах и их золотой полководец обратили ярость против гигантов. Обманчивая музыка странных песен чужаков превратилась в атональную гамму панических визгов, прерываемых агрессивным рычанием. Пронзая клубы дыма от горящих внутренних укреплений лагеря, над головой пронеслись эскадроны лендспидеров Хоруса и накрыли фалангу синекожих залпами гравитационных пушек и мультомел. Боевой клич Галлана привлек внимание примарха и он взглянул на капитана. На лице воина было столько свирепости и решимости, что Сангвини испытал прилив гордости от того, что сражается рядом со своими сынами. Рожденные Навали и Терри легионеры, объединенные много лет назад самим ангелом под алым знаменем, были его острейшими клинками и умами. В битве они не имели себе равных и на мгновение примарх позволил себе испытать чистое, дикое удовольствие от сражения. Они несомненно победят. Враг, чья мерзость была бесспорна, пребывал в замешательстве. Шла праведная битва. Победа империума в которой также неизбежна, как и восход солнца Мельхиора. Сангвини и Хорус одержат победу в этот день, а утраченный мир снова будет возвращен. Это будет сделано боевыми братьями и братьями по крови, примархами и легионерами. Ангел ощутил вкус победы на своих губах, сладкий и темный, как доброе вино. И там, на сияющих песках Мельхиора, нефилимы будут истреблены. После битвы освобожденных рабов изолировали от оставшихся в живых неофитов из опасения, что инстинкт толпы и жажды мести выльются в убийство. Хорус взялся за это дело, недвусмысленно дав понять претендентам на лидерство среди освобожденных, что все ренегаты будут преданы суду. Но это будет имперский суд, справедливый, истинный и опирающийся на букву закона. Тем временем под надзором солдат из бригад имперской армии, которые прибыли для поддержки легионов, пленники неофиты были отправлены на изнурительные работы. Часть из них относили мертвых нефилимов к огромным погребальным кострам в пустыне и сжигали тела чужих, которым поклонялись. Другим приходилось разрушать медные молитвенные башни, которые они заставили построить своих товарищей несколькими днями ранее. Сангвений стоял на вершине невысокого холма из гладкого камня и смотрел, как солнце клонится к далекому горизонту. Его крылья были сложены, а кровь ксеносов, забрызгавшая его во время битвы, смыта с доспеха. Он кивнул. Мельхиор был спасен, победа одержана. Его мысли уже неслись к следующей битве, к следующему миру, нуждающемуся в просвещении. На губах появилась улыбка, когда ангел почувствовал приближение брата. Но он не повернулся к Хорусу. «Меня очень волнует один вопрос», сказал Сангвений с преувеличенной серьезностью. «О-о-о!» Повелитель лунных волков остановился рядом с ним. «Звучит тревожно». Ни один из них не обратил внимания, но прямо под ними в неглубокой лощине множество обычных людей, солдаты пленных и даже легионеры Астартес застыли, обратив лица вверх. Он представлял собой внушительное зрелище, а двое генетически созданных сверхлюдей и подавно станут событием, которое многие из них запомнят на всю жизнь, по многим причинам. «Чем я могу помочь, брат?» продолжил Хорус, изображая серьезность. Ангел взглянул на него. «Если бы Серый выполнил твою просьбу, если бы он освободил рабов, скажи мне, ты бы на самом деле отпустил Ксеносов?» Хорус кивнул, словно ответ был очевиден. «Я человек слова, я бы позволил им покинуть поверхность планеты, выйти на орбиту». Он задрал голову, «Но когда они встретили бы там твои корабли, ну?» Хорус слегка пожал плечами, огромные наплечники боевого доспеха усилили эффект движения. «Ты ведь никогда не был таким же обходительным, как я». Улыбка превратилась в смешок. Сангвиний насмешливо поклонился. «Это точно, я должен довольствоваться тем, чтобы быть просто лучшим воином». «Не вынуждай меня ощупывать твои крылья», парировал Хорус. «Даже не думай», воскликнул Сангвиний. «Без них я буду всего лишь красавчиком вроде тебя». «Это было бы ужасно», согласился примарх лунных волков. Шутки кончились, и беседа двух братьев перетекла в совещание генералов-союзников. «Какие корабли ты решил оставить для приведения к согласию?» Хорус потер подбородок. «Думаю, меч Аргуса и Багровый призрак». «Отряды армии с этих кораблей разместятся здесь и удостоверятся, что культ нефилимов мертв и погребен. Если все пойдет хорошо, они присоединятся к моему экспедиционному флоту через несколько месяцев». Крылатый примарх взглянул на небо. «Боюсь, мы видим их не в последний раз. Хан сейчас разыскивает их родной мир. Он закончит то, что мы сегодня начали здесь». «Я на это надеюсь, технология, которой пользовались ксеносы, легкость, с которой они проникли в разумы гражданских, это тревожит. Мы не можем позволить распространяться этой заразе». Сангвини оглянулся на брата. «Итак, куда ты теперь?» «В сектор Улла-Нор». Дюжина систем замолчала. От новой Метамы до самого Аналкари, подозревая очередное вторжение ксеносов. «Орки?» «Возможно, я могу воспользоваться твоей помощью, брат». Сангвини снова улыбнулся. «Сомневаюсь в этом, и я не смог бы оказать ее, даже если бы захотел. Мои астропаты уже не первый день встревожены. Передавая сообщение от наших скаутов Персее Нуль, мне доложили, что там крайне необходимо согласие. Великий план отца, он не часто представляет нам шанс сражаться вместе», заметил Хорус. Его брату послышалась нотка сожаления в словах. «Сколько славы мы разделили в этот день? Недостаточно». «Согласен». На поле битвы примархам доводилось рубиться рядом, когда орда серых кожих нефилимов бросилась на них, испуская из стеклянных шипов на руках и ногах акустические импульсы. Братья встали спиной к спине. Этот момент стал поворотным в сражении и гарантировал им победу. «Признаю, был бы рад возможности снова сражаться рядом с тобой», продолжил Сангвини. «И не только, мне не хватает наших бесед». Хорус еще больше нахмурился. «Однажды мы покончим со всем этим», он указал на пески пустыней и следы битвы. «Тогда сможем наговориться в сласть и играть при гицит сколько душе угодно». По крайней мере, до следующего крестового похода. Что-то в тоне брата заставило Сангвиния призадуматься. В нем был скрыт некий смысл, который он мог почувствовать, но не понять. Нечто такое, что возможно, даже сам Хорус не вполне осознавал. Шанс на понимание окончательно был утрачен, когда фигура в багровом доспехе быстро поднялась по склону низкого холма. «Милорды, простите, что прерываю». Ралдерон поклонился и метнул Хоруса на остороженный взгляд, прежде чем повернуться к своему примарху. «Требуется присутствие ангела в другом месте». «Есть проблемы, первый капитан?» спросил Хорус, офицера кровавых ангелов. Худое серьезное лицо Ралдерона под роскошной гривой светлых волос было непроницаемо. «Дело легиона, милорд», сказал он. «Требуется личное внимание моего повелителя». Сангвини устремил на своего капитана тревожный взгляд. Ралдерон был одним из наиболее доверенных людей и командиром элитной ветеранской роты, заслужившим множество почестей за десятилетия войны во имя императора. Он являлся советником примарха и носил новый почетный титул магистр ордена, выполняя роль схожую с той, которую играли воины Марни-Валя в легионе лунных волков. Первый капитан не слыл импульсивным человеком, так что столь беспардонное вмешательство в беседу примарха само по себе становилось причиной для беспокойства. Говори, Рал. Последовала короткая пауза, такая крошечная, что лишь тот, кто знал капитана Ралдерона так же хорошо, как его повелитель, уловил бы ее. Но она была достаточной, чтобы указать на наличие проблемы. Один из наших братьев был потерян, повелитель. Сангвини почувствовал, как его лицо застывает, превращаясь в маску, словно в вены проник холод. Брат, прошу извинить меня. Ангел не услышал ответа Хоруса. Он уже уходил, следуя за Ралдероном сквозь пелену дыма, клубившегося над потемневшей пустыней. Они молчали, и когда шли, и когда ехали в лендспидере, который Ралдерон взял для передвижения по району боевых действий. Сангвини ушел в себя и приготовился к худшему, пока первый капитан пилотировал машину над восточным флангом поля битвы. Они мчались на предельно низкой высоте, ныряя в неглубокие впадины, огибая руины башен восхваления и обвалившиеся стены. Когда гравитационные двигатели сбросили обороты у места назначения, примарх увидел, что ситуация выглядит именно так, как ему хотелось. Великолепный организатор Ралдерон проследил за тем, чтобы обширный район был оцеплен. Легионеры в кордоне диаметром в несколько сотен метров стояли спиной к охраняемому объекту. Ни один не поднял головы, когда над ними пролетел спидер и сел во внутреннем дворе разбомбленной часовни сопереживания. Там мрачные слова Ралдерона, кивнувшего в сторону развалин, раздались сквозь тихий гул работающих на холостом ходу двигателей. Я изолировал его, как только понял, что с ним. Пока они шли к обвалившемуся зданию, Сангвений почувствовал, как холод в крови распространяется по рукам. Стены наклонились вправо, а потолок рухнул, из-за чего овальная церковь почти погрузилась в песок. Вторая, меньшая группа легионеров стояла возле входа. Эти воины были из числа почетной стражи Ралдерона. Они тоже стояли спиной к охраняемой зоне и не отреагировали на присутствие своего примарха. Его имя Аллатрос, сказал Ралдерон, отличный послужной список из 111-й роты капитана Тагаса. Что знает Тагас, спросил Сангвини, что брат Аллатрос мертв, милорд. Из темного проема появилась фигура в золотом доспехе и отдала честь. Строгое выражение лица Аскаэлона было красноречивее любых слов. Убит ксеносами, испарился при взрыве, благородная смерть. Сангвинарный гвардеец умышленно встал перед своим командиром, бросив сердитый взгляд на Ралдерона. Тебе не следовало приводить повелителя сюда. Это решать не тебе, командир гвардии. Аскаэлон слегка побледнел из-за силы в твердом спокойном тоне Сангвини. А теперь отойди. Аскаэлон подчинился, но не промолчал. С этим должны разобраться мы, господин. Тихо. Тихо, повторил примарк. Его тон вдруг стал сухим. Нет, мой сын, ни один кровавый ангел никогда не умрет в тишине. Воздух в разрушенном храме хсеносов был пропитан резким металлическим запахом свежей крови. Сангвини облизал губы, не сумев удержать инстинктивной реакции. Его аммофагическая мембрана различила все группы человеческой крови, определяя их так же легко, как винодел распознает возраст вина и состав букета. Здесь пролилась и кровь хсеносов. Среди прочих присутствовал едкий запах нефилимов. Примарк обнаружил, что золотые ботинки его доспеха всколыхнули небольшое озеро темной жидкости, которое образовалось в темном нефе часовни. Здесь было очень много мертвых, рассаженных вдоль стен помещения, словно зрители на театральной постановке. Среди руин валялись обломки артефактов, нейротехнологии нефилимов, приемники синапсов, эмпатические матрицы и тому подобное. Но здесь не было признаков насилия, следов битвы, которая кипела весь этот день. Нет, это зрелище напоминало не войну, но резню. Примарх увидел Аллатроса, как только вошел в храм. На фоне холодных трупов его горячее тело отчетливо представало улучшенному зрению Примарха. Космодесантник припал на одно колено в центре лужи, словно в клятве верности, аккуратными спокойными движениями черпал темную жидкость с пола и подносил губам. И пил молча, неторопливо. Посмотри на меня, приказал сангвиний. Его охватила необычная печаль, а сердце в груди сжалось, когда Аллатрос медленно подчинился. Доспех кровавого ангела был серьезно поврежден. Фибросвязки разорваны, керамид треснул. Кажется, нагрудник был вскрыт по всей длине, а под ним обнажилась тяжелая рана. Примарх узнал последствия удара визга импульса нефилимов и присмотревшись увидел следы высохшей крови, тянувшиеся из ноздрей, ушей и уголков покрасневших глаз. Такой удар вскипятил бы мозг обычного человека и даже у легионера повредил бы тело и разорвал нейронные проводящие пути. Аллатрос был бледен и несомненно испытывал боль, но похоже абстрагировался от нее. Воин получил удар в упор из оружия чужих и уцелел. Редкий не правил себя, не уцелел, не совсем. В этот самый момент где-то на поле битвы капитан Тагас и сослуживцы Аллатроса по определению смирились с его смертью. Губы, подбородок, видимая часть шеи, все было в крови, которую Аллатрос настойчиво пил, глоток за глотком. Аллатрос посмотрел на примарха жесткими звериными глазами. Сангвини увидел в них жажду, ту самую жажду, которую увидел раньше в других глазах и при других обстоятельствах. Поначалу редко, но теперь с неумолимой регулярностью. Аллатрос испустил глубокий, ракочущий рык и медленно поднялся на ноги. Его пальцы скрючились, как когти, и он оскалился. Во тьме блеснули клыки. В другие времена сказали бы, что его душу похитил какой-то адский призрак, что его кровь отравлена, что он одержим. Но такие мысли были фантазиями. Искажение этого доброго воина пришло откуда-то изнутри, не от мифической потусторонней внешней силы. Сангвини знал, что уже слишком поздно, но он не мог совершить следующий шаг, не попытавшись. Примарх протянул руку. Сын мой, начал он, отступи, если можешь, отступи от бездны и вернись к нам, я спасу тебя. Аллатрос моргнул, словно слова были незнакомы ему, и их смысл было трудно понять. Это моя вина, сказал примарх, я виноват, но я исправлю ее, если ты поможешь мне. Он сделал шаг вперед, ты поможешь мне, Аллатрос. С глубокой отцовской печалью Сангвини понял, что его слова бессмысленны. На лице кровавого ангела отразилось дикое желание, импульс, родившийся в самых глубинах звериной сути воина. В конце концов, то немногое, что осталось от брата Аллатроса из 111-й роты просто исчезло. С яростью берсерка легионер в два прыжка пересек часовню. Примарх медлил, он мог бы извлечь оружие, не имело значения какое, силовой меч, глефу или пистолет инферно, и лишить жизни боевого брата, прежде чем тот окажется на расстоянии вытянутой руки, но что-то останавливало его. Может быть, это была надежда на то, что Аллатрос станет тем, кто разорвет замкнутый круг и не сделает то же, что и другие до него. Или чувство вины остановило руку ангела, своего рода наказание, возложенное на самого себя. Увидеть этот ужас вблизи, познать предсмертный миг своего сына. Вопреки здравому смыслу, без шансов на выживание, Аллатрос напал на своего генетического отца. Он что-то невнятно пробормотал на диалекте технокочевников нижнего плоскогорья Ваала. Он хотел только одного, вонзить зубы в живую плоть и удовлетворить жажду крови. Он действительно был потерян. Сангвини не подпускал близко Аллатроса. Безумные удары воина безвредно звенели о доспех примарха. Пламя ярости легионера не затухало, напротив, с каждой секунды разгоралось все ярче. Смесь кровавых ароматов в его дыхании наполнила чувство примарха, и Сангвини понял. Он знал, откуда взялась эта кровавая ярость, эта красная жажда. Он чувствовал ее, скрученную ядовитую нить внутри собственной генетической спирали. Темное наследие, которое он передал этому потомку. Рецессивная метка смерти. «Мне жаль, сын мой», сказал он Аллатросу за мгновение до того, как сломать легионеру шею. Рычание Аллатроса оборвалось гортанным свистом, а в его глазах мелькнул краткий миг покоя. Тело легионера рухнуло в лужу крови, боль отпустила кровавого ангела. Ему была дарована последняя милость. Но теперь мрак Псеносовской церкви, казалось, сгустился еще сильнее, обраченный грузом только что содеянного. Второй раз за этот день Сангвини ощутил присутствие брата. Он резко повернулся и пристально посмотрел в полумрак. И тогда громадная тень «Хорус, что ты наделал?» Свет упал на лицо его брата и на нем было отчетливо видно потрясение. «Что ты наделал?» Звук собственного голоса, казалось, вывел Луперкаля из оцепенения и он бросился к убитому воину. «Ты убил его!» Сангвини встал перед трупом, словно защищая его, и остановил Хоруса. «Ты следил за мной?» Он выдавил гнев и удивление, стыд и сожаление и сотню других эмоций. Шпионил! Хорусу понадобилось все его огромное самообладание, чтобы остаться на месте. Сметение на его лице исчезло. Он пытался понять, кто свидетелем чему стал и не смог. Примарх казнил одного из собственных сыновей. Даже думать о таком было страшно. «Ты не должен здесь находиться!» безжизненным тоном произнес Сангвини. «Это не для глаз посторонних!» «Похоже на то!» мрачно кивнул Хорус. «Но я не посторонний, я твой брат!» Он поднял голову и с вызовом встретил взгляд ангела. «И я не понимаю, почему ты совершил столь отвратительный поступок!» Сангвини не стал спрашивать, как Хорус прошел мимо стражи Ралдорона, не подняв тревоги. В конце концов, он был примархом, а сыновья императора всегда были искусны. Взгляд Хоруса смягчился. «Теперь в нем не было гнева, только сочувствие. Я не должен был приходить сюда, но твоя реакция на слова первого капитана «Брат!» То, что я увидел в твоих глазах в тот момент обеспокоило меня. Он обошел ангела и опустился на колени у тела Аллатроса. И теперь я вижу, что был прав». Хорус хладнокровно осмотрел мертвого легионера и постучал пальцем по его виску. Ложь застряла в горле ангела. Да, он хотел солгать. «Ужасная трагедия. Это работа грязных ксеносов. Я был вынужден совершить прискорбный поступок». Нет, ложь рассыпалась прежде, чем обрела форму слов. Солгать своему брату было не проще, чем заорканить солнце Мельхиора и стянуть его с неба. Хорус и Сангвини знали друг друга настолько хорошо, что ложь представляла невероятно сложную задачу. Он не мог пойти на это. Нет, Хорус, это моя вина, ответственность лежит на мне. Наступила долгая пауза, и ангел видел ход мыслей своего брата по выражению его лица. Вопросы, которые тот задавал себе, ответы, которые хотел найти. Наконец Хорус встал и положил руку на плечо брата. На твердых чертах лица Луперкаля отразилась тревога. Если ты хочешь, я сейчас же уйду и больше никогда не заговорю об этом. Твой легион это твоя забота сангвини, и я никогда не позволю себе усомниться в этом. Он сделал паузу, но я твой брат и твой друг, и мне тяжело видеть печаль в твоих глазах. Я знаю, у тебя сострадальческая душа. Ты бы никогда не совершил такое, если бы имел выбор. Но твоя ноша тяжела, и я помогу нести ее, если только ты позволишь. Кровавый ангел прищурился. Ты о многом просишь. Как всегда, согласился Хорус, расскажи мне, объясни. Он почти умолял. Клянусь честью своего легиона, ни одно произнесенное здесь слово не покинет этих стен. Я буду держать это втайне от всех. Сангвини встретил его взгляд. Даже от нашего отца? Хорус минуту ничего не говорил, затем наконец кивнул. С большой осторожностью Сангвини поднял тело погибшего воина и отнес его к каменному пьедесталу. На платформе раньше покоилась кристаллическая статуя Нефилима, но сейчас все, что осталось от нее, кучка обломков, хрустящих под ногами. Примарх расположил тело мертвого легионера для церемонии прощания, вернув достоинство украденное безумием. Наконец Сангвини повернулся к Хорусу. Нас создали идеальными, начал он, инструменты войны, величайшие мастера битвы. Он медленно развел руки, и крылья белым костром вспыхнули за его спиной. Думаешь, отец преуспел в своем замысле? Совершенство это не состояние, ответил Хорус, это стремление. Все, что имеет значение, путь, а не цель. Это тебе фениксиец сказал, его брат кивнул. Фулгрим бывает заносчив, но в этом он прав. Сангвини положил руку на неподвижную грудь Аллатроса. Мы так много даем своим сыновьям, наш облик, нашу волю, нашу силу духа. Они лучше из людей, но также в себе они несут наши изъяны. И они должны их нести, сказал Хорус. И мы должны. Быть человеком значит быть несовершенным. Не имеет значения, кто мы такие или откуда пришли, мы по-прежнему люди. У нас те же предки, что и у людей, которых мы защищаем. Несомненно, если бы мы утратили эту связь, если бы мы были лишены человеческого начала, у сыновей императора и легиона Састартос было бы больше общего с этими ксеносами. Сангвини указал он покачал головой. Но при всем том, кем мы являемся, мы не можем сбежать от того, что внутри. Ангел надавил пальцами на грудь. Я завещал своим сыновьям нечто темное, брат. Говори прямо, потребовал Хорус. Я не рус, который осудит тебя, и не Дорн, который не станет слушать. Нам с тобой нет необходимости притворяться. Я думаю, это скрытый изъян в генетической моем собственном биотипе. Я разглядел в себе проблески этого дефекта, брат. Темная суть, характерная черта, скрытая и ждущая пробуждение. Взгляд Хоруса упал на мертвого воина. Это ярость, которую я видел в нем. Она кричит о крови и не находит утоления. Лунный волк отвернулся, размышляя. Сколько раз? Аллатрос один из нескольких, насчет которых я уверен. Могли быть другие, которые погибли в битве, и этого никто не заметил. Горстка за 200 лет в легионе численностью в 120 тысяч. Хорус сложил вместе руки. Как ты можешь быть уверен? Я уверен, серьезно ответил ангел. И случаи учащаются. Боюсь, со временем болезнь захватит каждого моего сына. В своей медитации я видел подобные вероятности. Его брат ждал, пока он продолжит. архиестественными способностями их отца. А для Сангвиния часть этого наследия была определенного рода зрения. Туманное, неопределенное чувство предвидения. Всегда одно и то же, продолжил ангел. Воин в пылу битвы поддается гневу, который растет и растет, пока не лишает его разума. Человеческое начало исчезает, и остается только дикая сущность. Он убивает и убивает, все больше и больше жаждет крови. Рассказывая, примарк побледнел. А в конце происходит самое худшее, он полностью теряет самого себя. Пока смерть не становится избавлением, Хорус снова кивнул. Брат, я понимаю тебя, давно ты это знаешь. Удивительно, но Сангвини почувствовал облегчение, словно доверившись Хорусу, он действительно снял тяжесть с души. Я скрываю это от нашего отца и братьев несколько лет. Ищу решение, некоторые сыновей объединились со мной в поиске способа уничтожения этого изъяна. Сангвини стиснул зубы. Моего изъяна. Брат, начал Хорус, подбирая слова. Сангвини покачал головой. Молчи, ты думаешь, я виню себя за нечто, что не могу контролировать, но это не так. Это мое наследие, и я должен найти ему объяснение. Примарх. Он запнулся, его голос переполняли эмоции. Примарх отец своего легиона, сказал Хорус, закончив за него мысль. Я не буду возражать или пытаться убедить тебя в обратном. Он снова сделал паузу. Кто еще знает об этом? Хорус бросил взгляд на вход в часовню сопереживания. Аскаэлон, капитан Ралдерон, мой главный апотекарий Навали, и еще несколько. Хорус тихо спросил, почему во имя Терры ты не попросил помощи? Сангвини встретился с ним взглядом. Скажи мне, Хорус, чего ты боишься больше всего? Вопрос застал второго примарха врасплох, и какое-то мгновение лунный волк собирался проигнорировать его, но затем выражение его лица изменилось, и прозвучал жесткий и правдивый ответ. Потерпеть неудачу, подвести свой легион, свой империум, своего императора. Нечто подобное разделяет каждый из его сыновей, даже если у многих никогда не хватит мужества признать это. Сангвини отошел, вокруг него вытянулись тени. Я не мог поговорить об этом ни с кем из других. Ты так же, как и я, знаешь, что это принизило бы мой легион. Некоторые из наших братьев увидели бы в этом слабость и постарались бы обратить ее против меня. Он поморщился. Альфарий, Ларгард, они не будут великодушными. Но почему ты скрываешь это от отца? Если кто из живых существ знает разгадку, то это он. Сангвини повернулся к Хорусу. Его ангельские черты окаменели. Ты знаешь причину, прорычал он в ответ. Я не хочу отвечать, если кровавые ангелы исчезнут из истории Империума. Не хочу, чтобы о моем легионе напоминал только третий пустой постамент под крышей гегемона. Глаза Хоруса расширились. Интересы Императора выходят далеко за пределы потребностей отдельных сыновей. Ты знаешь, что это так? Он нахмурился. Мы все знаем об этом. Снова наступила тишина, нарушаемая только глухим воем ветра среди разрушенных стен и далеким грохотом металла, когда уничтожали очередную башню восхваления. Затем с мрачной решимостью Хорус протянул руку ангелу. Я клянусь тебе, что никому не скажу об этом. Я буду хранить молчание так долго, сколько ты пожелаешь. Сангвини ответил тем же. Их наруч лязгнули, когда братья сжали ладонями запястья друг друга по старому обычаю, существовавшему еще до объединения. Хорус, я тебе доверяю как никому, сказал он. Не представляешь, как мне важна твоя поддержка. Можешь на меня Эролдарон едва скрыл потрясение, когда не один, но двое примархов вышли из разрушенного здания. Не говоря ни слова собравшимся воинам, Сангвини и Хорус прошлись по серебряным пескам, повернули в противоположные стороны и направились к рядам своих легионов. Рядом с первым капитаном стоял неподвижный, словно статуя Аскаэлон. Эролдарон не сомневался, что командир Сангвинарной гвардии в ярости. Появление Хоруса могло значить только одно, он знал. Почувствовав взгляд Аскаэлон тяжело посмотрел на него. Твои воины бесполезны. Выбирай выражение, телохранитель, ответил сквозь стиснутые зубы капитан. Он указал на кольцо своих солдат. Твой заместитель бродит поблизости, и он тоже не заметил примарха. Зуриил получит выговор за эту ошибку, можешь не сомневаться. Ралдарон Аскаэлон был суровым командиром и ни перед чем не отступал. Между воинами первой роты и сангвинарной гвардией часто возникали трения. Гибкий стиль Ралдарона шел вразрез с отчужденным суровым поведением Аскаэлона, и оба воина предельно отражали эту разницу. У меня есть дела, сказал командир гвардии, зашагав прочь от Руим. Надеюсь, конец операции я могу оставить на тебя, не опасаясь новых ошибок. Прежде чем Ралдарон смог ответить, полетный ранец Аскаэлона выплюнул пламя, и его рельефные крылья раскрылись. Во вспышке золотистого света воин исчез. Первый капитан еще больше нахмурился и распустил своих воинов резким взмахом. На одного из них он сердито взглянул. Где Апотекарий? Я вызвал специалиста час назад. Здесь лорд произнес голос позади. Ралдарон обернулся и увидел легионера, вышедшего из дыма и направившегося к нему по усеянной обломками площади. На багровом доспехе с белой окантовкой санкционированного медика легиона висел набор нортециумов, емкости с медикаментами и другие инструменты мясника. Его левая перчатка была сильно модифицирована версией стандартного доспеха Марк 2 крестовый поход. Выступавший ствол редуктора придавал ей громадный вид. Апотекарий носил эмблему прим-хеликс, а над окуляром шлема значок черепа, указывающий на самое младшее звание, Апотекая Минорис. За ним неторопливо шел рабочий сервитор, раскачивающийся на неровной местности. Капитан предпочел бы ветерана в этом деле, но отвлечение более опытного офицера от его обязанностей привлечет чрезмерное внимание. Новоприбывший отдал честь. По вашему приказанию прибыл. Он не подал виду, что заметил уход двух примархов, и это было к лучшему. Будет меньше вопросов, подумал капитан. Следуй за мной, приказал Ралдерон, и ничего не говори. Они вошли в разрушенную часовню, и Апотекарий включил фонарь на ранце. Холодный луч белого света пронзил помещение, выхватив тысячи крошечных частиц каменной пыли, висевших в спертом воздухе, а потом отразился от большой лужи внутри обвалившегося нефа. Ралдерон увидел, как луч метнулся к темным очертаниям покойников, и окликнул молодого Апотекария, привлекая его внимание к платформе, где лежало тело Аллатроса. Капитан очистил доспех мертвого боевого брата от всех символов роты и личных знаков, пока не осталось ничего, что указывало бы на то, кем был этот воин и где служил. Прогеноидные железы, сказал капитан, извлеки их. Кровавый ангел на мгновение засомневался, но безликий шлем не выдал эмоций, и Апотекарий с готовностью принялся за работу. Редуктор издал пронзительный звук, прогрызаясь сквозь обнаженное тело, пока не вскрыл его, и наконечник вырезал богатый генами мясистый кусок. Каждый прогеноид кодом физиогномики кровавых ангелов, представленным воплоти. Подобные органы имплантировались каждому легионеру. Каждый приспосабливался к специфическим чертам и особенностям их братства. Они были самым ценным ресурсом легиона космодесантников, так как каждый прогеноид, извлеченный из павшего воина, обретет новую жизнь в теле следующего поколения рекрутов. Таким образом, они сохранят генетическую родословную с теми, кто пришли до них и теми, кто придет после. Апотекарий почтительно поместил геносемя Аллатроса в герметичную капсулу, но прежде чем успел положить в контейнер на бедре, капитан Ралдарон забрал ее. «Как тебя зовут, Апотекарий?» спросил офицер, опережая любые вопросы. «Мерас, господин, из девятой роты. Капитана Фурио», кивнул он. «Отличный воин, хорошая рота». «Благодарю, господин, но...» Ралдарон продолжил, словно Мерас ничего не говорил. «Воины девятой знают, что такое приказ, поэтому я не сомневаюсь, что ты выполнишь этот». Капитан пристально посмотрел на молодого воина. «Никогда не рассказывай об этом случае. Ни тебя, ни меня никогда здесь не было». Он указал на капсулу. «Этого не существует, повтори». Мерас снова помедлил, затем произнес. «Ни вас, ни меня никогда здесь не было, этого не существует. Это пожелание нашего повелителя». Второй кровавый ангел снова отдал честь. «Так точно». Апотекарь отступил на шаг назад, когда Ралдарон подозвал сервитора, собираясь поднять труп. Но прежде чем механический раб выполнил распоряжение, первый капитан извлек из поясной сумки некий предмет. Это был кусок чернильного камня из ночных пустынь Ваал-а-Прим. Ралдарон быстрым движением провел им под успеху мертвого воина, измазав темно-красный цвет глянцевым черным. Это действие несло в себе нечто странное, ритуал, некую завершенность, которая подводила окончательную черту. Как бы не встретил свою смерть, этот боевой брат, память о нем навеки сотрут из хроник легиона. Капитан что-то прошептал, Мерас едва расслышал его слова. «Покойся, брат», сказал он павшему воину, «ты в роте смерти, надеюсь, там ты найдешь успокоение». Часть первая Северный крест 1 Явные скрытые угрозы Безмолвное оружие Услуга Кан осмотрел через бронестекло иллюминатора, как в темноте к нему несутся камни, увеличиваясь в размерах. В вакууме вращались огромные, больше гор скалы, окруженные густыми облаками меньших обломков размерами от космического корабля до песчинки. Крошечные камушки барабанили по корпусу абордажного корабля типа Пугео с грохотом приближающегося к своей цели. Кровавый Ангел видел неподалеку другие корабли того же типа, летящие разомкнутым строем. За ними следовала эскадрилья таранно-штурмовых кораблей цест. Маневровые двигатели этих крылатых дубинок испускали ярко-желтый огонь, когда они маневрировали при заходе на цель. Багровые корпуса кораблей отражали холодный, далекий свет громадного синего сверхгиганта во многих световых секундах отсюда, в огромном пространстве пояса Каевас. То, что некогда было системой из нескольких скалистых планет, теперь представляло колоссальное скопление астероидов. Многие эры тому назад великий космический катаклизм расколол планеты и разбросал их обломки в плоскости аккреционного диска на сотни миллионов километров. Гравитационные узлы вокруг крупнейших размером с континент планетоидов старались накопить достаточно массы для преобразования и постоянно терпели неудачу. Каевас был обречен оставаться скоплением обломков. Его хаотичные, непригодные для навигации окрестности служили идеальным укрытием для слишком глупых или отчаянных, чтобы испугаться непредсказуемых гравитационных течений и постоянных столкновений астероидов. Орки сделали это место своим убежищем. Многие племена зеленокожих, рассеянные и лишенные руководства после сокрушительного удара на Уланоре разбежались во все стороны эфирного компаса. И многие оставались в поясе Каевас, где создали новые аванпосты из дрейфующих, богатых минералами скал, зализывая раны и перевооружаясь. Чужие поднимали голову, атакуя ближайшие имперские системы и новые дочерние колонии. Долг легиона Састарте состоял в том, чтобы закрепить урок Уланора, а в случае необходимости снова и снова истреблять мародерствующих дикарей. Альфа-легион проследовал за ними до самого логова и запросил у Хоруса подкрепление. Но после войны на планете убийцы и неудачного контакта с цивилизацией Интерекс, лунные волки не горели желанием представлять корабли для поддержки компании Альфария. В конце концов, родичам из 20-го легиона согласились помочь Кровавые Ангелы. Сангвини лично мобилизовал крупные силы для поддержки кораблей 88-го экспедиционного флота. Альфарий заявил, что операция продлится 5 лет. Ангел отклонил это утверждение и пообещал победный финал через год при поддержке кораблей из каждой действующей экспедиции Кровавых Ангелов. Сангвини был прав более или менее. Всего через 13 месяцев после начала кампании в Кайвасе орки были почти полностью уничтожены. Но подобно загнанным в угол зверям сражались яростнее чем когда-либо и бои были частыми и скоротечными. Кана пытался вспомнить хоть один день за последние несколько недель когда он не слышал сигналов тревоги и грохота тяжелых орудий на палубах красной слезы флагманской боевой боржи легиона. Но по правде говоря кампания с самого начала вызвала недовольство кровавых ангелов. Многим братьям Кана в самом деле не доставало его выдержки и они говорили о ходе боев открыто и часто. Это была операция альфа легиона поэтому из уважения кровавые ангелы уступили им руководство. Но вместо обещанной славной битвы они получили войну совсем иного рода. 88 экспедиционный флот забрал свои боевые боржи в поясе Кайвас и исчез сенсоров оставив флотилию кровавых ангелов ждать на границе системы. Скоро стало ясно что операция для которой Альфарий так старался получить подкрепление являлась обычным патрулированием. Сначала по одному затем отрядами и наконец целыми флотилиями орки начали бежать с Кайваса. Каждый раз они направлялись в открытый космос пытаясь скрыться за громадной тенью сверхгиганта и поясом астероидов но там их ждали кровавые ангелы. Космические корабли легиона и крейсеры орков неделями играли в смертельные кошки-мышки лавировали в густых полевых облаках на окраинах системы и безжалостно охотились друг на друга. Могучие корабли сталкивались снова и снова но месяцы длительных одиночных боев и космической войны вызывали беспокойство у сынов Ваала. с врагами а не для дистанционных сражений в огромных пространствах космоса. В конце концов шанс встретиться лицом к лицу выпал. Поведение орочих экипажей начало меняться. Вместо демонстрации присущей им звериной хитрости действия зеленокожих больше напоминали панику. Чужие попытались прорваться через блокаду кровавых ангелов когда удача была не на их стороне. Словно кто-то за ними гнался. Кого они боялись больше орудий легиона Сангвиния. Снова и снова орки бросались на кровавых ангелов как крысы бегущие из тонущего корабля. Они яростно сражались даже использовали такие обреченные на неудачу тактические приемы как прямые атаки на корабли легиона или запуск варп двигателей в пределах гравиметрической опасной зоны. Внешние границы пояса изобиловали бесчисленными островами орочьих кораблей. Многие из них тлели подобно горящим тряпкам, когда гаснущие силовые ядра истекали испаряющимися струями плазменного газа. Неизвестно, что сделал Альфа-легион, чтобы принудить орков к бегству. Кана был адъютантом капитана Ралдерона и часто слышал обрывки информации, которая проходила через высшие уровни командной структуры кровавых ангелов. Но Альфа-легион скрылся, ограничиваясь только регулярными сводками патрулирующему флоту, содержание которых сводилось к фразе «Поддерживайте блокаду». Горстка орков, взятых в плен живыми, на допросе дали маловразумительные ответы, которые еще больше запутывали ситуацию. Пока флот оставался на месте и поддерживал блокаду, патрули провели глубокую разведку пояса и перехватили лихорадочные переговоры чужих. А правические сенсоры показали явные бои между орками неподалеку от Синего Солнца. Затем, через несколько месяцев, после начала кампании, корабли в Альфа-Квадранте обнаружили уничтожение большого размером с Луну планета Земля неизвестными средствами. Сангвини лично отправил запросы 88-му флоту, и ему ответили, что случившееся не имеет значения. В конце концов, примарх устал отуверток Альфария и отправил фрегат за внешний радиомаяк в нарушение согласованных зон ответственности двух легионов. Когда спустя несколько недель корабль вернулся, экипаж доложил, что они не нашли признаков присутствия союзников, только обломки орочих кораблей и тела мертвых чужаков. В состав 88-го экспедиционного флота входили сотни боевых кораблей, но их присутствие не обнаружили. Теперь Каевасская компания приближалась к заключительной стадии. Последние выжившие из орков в беспорядке покинули поезд и погибли под обстрелом лазерных орудий и в результате торпедных атак. Стоило им пересечь линию охранения. Наконец корабли Альфа-легиона появились на самом краю диапазона сканирования, сгоняя врага к границам системы. Перед Пугио и другими абордажными кораблями находился последний огромный корабль чужих. По форме он приблизительно представлял овальный гигантский кулак из коричневой скалы, который обшили разномастными металлическими плитами. Борта покрывали кратеры, ощетинившиеся оружейными башнями и жерлами ракетных установок. Наспех, установленные на поверхности из уродованного астероида разнообразные двигатели выпускали яркие столбы. В тщетной попытке увести огромный скиталец Когда корабли Кровавых Ангелов приблизились, Кана разглядел характерные лопасти турбогенераторов поля Геллера, опоясывающий корабль, как шипастый ошейник сторожевого пса. Вокруг их кончиков собирался слабый фиолетовый свет. Верный признак того, что экипаж готовится включить защитную энергетическую оболочку. Как только это произойдет, следующим этапом станет переход в ВАР. Какой бы тактикой Альфа-Легион не пользовался, она сработала, и теперь Кровавые Ангелы собирались нанести последний удар, уничтожив этот командный корабль, прежде чем он ускользнет в Имматериум. Собраться и приготовиться, раздался голос. Кана повернулся и увидел, как капитан Ралдарон входит в отсек с верхней кабиной экипажа. Мы проделаем брешь через несколько минут. Отсек личного состава Пугео был заполнен. Несколько тактических отделений и отделений опустошителей выстроились возле установленных на палубе фиксирующих рам, приготовившись занять их, прежде чем адамантии войно с корабля вонзиться в корпус корабля чужих. Все замолчали из уважения к капитану. Кана знал Ралдарона не один десяток лет, и за это время, казалось, он почти не изменился. Великий Крестовый поход наградил его несколькими новыми шрамами и добавил седины в волосах. Он был все таким же сильным и суровым ветераном, каким его всегда знал Кана. Остальное было скрыто, как плоть под силовым доспехом. Капитан кивнул одному из легионеров, и тот открыл металлический ящик, прикрепленный магнитными замками к палубе. Внутри находилась древняя реликвия. Кровавые ангелы называли ее чашей, хотя она больше напоминала высокий и узкий бокал. Чаша была выкована множество крошечных шипов с полыми кончиками. Каждый воин в отсеке снял правую перчатку, и Кана, не задумываясь, поступил так же. Ралдерон взял обнаженную рукой чашу и крепко сжал ее, позволив бритвенно острым шипам пронзить твердую кожу на ладони и выдавить кровь. Затем капитан передал кубок ближайшему боевому брату, ветерану-сержанту по имени воину, а тот следующему, и так далее до последнего кровавого ангела. За несколько минут чаша прошла по отсеку и вернулась к Кана. Он последовал примеру боевых братьев, заметив, что шипы увлажнились от крови, а кубок потяжелел от пролитой в него жидкости. Наконец, Ралдерон взял чашу и надел перчатку. Остальные воины последовали его примеру. Послышалась серия резких щелчков керамитовых рамок первый капитан прошел вдоль ряда, погружая указательный палец в кровь. Он нанес каждому легионеру знак красную линию поперек правого крыла Алатус-Кадери крылатой капли рубиновой жидкости символа легиона кровавых ангелов. Кана не решался называть это ритуалом. Слово отдавало религии, а в светской гармонии империума империума императора подобные понятия находились под запретом. Нет, более точно было назвать это традицией предбоевым обычаем, который стал частью культуры планеты Ваал еще до войны сожжения. Даже рожденные на Терри легионеры, например Орексис, примкнувшие к Ваальским братьям после воссоединения, приняли традицию без вопросов. Они понимали ее значение. Нанося перед боем частицу смешанной крови на доспех, каждый боевой брат таким образом заново скреплял братство. Воины символически поддерживали основную истину. Они сейчас и на веке одной крови и тем самым едины. Другие легионы клялись, давая обеты на оружие. Для кровавых ангелов эта традиция служила символом единства. Когда дело было сделано, они вместе произнесли «За Сангвиния императора!» Затем Кана взял боевой шлем и бросил последний взгляд на иллюминатор. Стена тускло-коричневого камня заполнила окно и он уловил мелькнувшее собственное отражение в бронестекле. На него смотрело худое, но неболезненное серьезное лицо цвета темного тика. Ралдарон пристегнулся в фиксирующей раме рядом с адъютантом и лег, закрыв на мгновение глаза. Удивительно, но капитан выглядел почти умиротворенным, словно собирался уснуть. Кана надел шлем и мир изменился. Значки дисплея через невральный интерфейс передавались прямо на кору головного мозга. Замигали символы. Это остальные воины командного отделения запечатали доспехи и сообщили о готовности. Таймер обратного отсчета, передаваемый от пилота к Угио, неуклонно стремился к нулю, пока абордажный корабль приближался к короче и громаде. Кана почувствовал, как под ним дернулась палуба. Пилот заложил резкий вираж. Возможно, чтобы избежать лазерного огня оборонительных батарей чужих. Ралдерон переключил Вокс-сеть на себя, когда хронометр начал мигать красным светом. Братья, мы пробьем брешь у основания этого подобия командной башни. Наша основная задача прорваться на мосте корабля и отключить систему управления. Как только мы остановим их, то сможем истребить ксеносов. Каннера слышал холодное веселье в голосе. И тогда, возможно, мы наконец покончим с этим дополнительным заданием. Рок от резких подтверждений пробежался по отделениям и Каннер присоединился к нему. Значки изменили цвет, когда остальные воины подтвердили статус готовности. Приготовиться к развертыванию, приказал капитан. Затем бронированный нос Пугео врезался во вражеский корабль и голова Канна дернулась. Он услышал звук разрываемого металла, абордаж разрушил их корабль. Осторожные орки, зная, что люди могут попытаться высадиться, усилили обшивку корпуса флагманского корабля. Это сделало проникновение дорогостоящей затеей. Бронированный отсек личного состава был достаточно устойчив и остался цел вместе с воинами. Но остальной корпус Пугео разрушился при столкновении. Системы на всем протяжении энергетического контура корабля вышли из строя и перегорели. Пилот уже был мертв, при ударе его удушила гравитационная сеть, а кагитаторы, которые считались безотказными, оказались непригодны для использования. Если бы на абордажном корабле находились обычные люди, они бы все погибли. Не от удара, так как фиксирующие рамы выполнили бы свое предназначение, но впоследствии, когда корабль отключил питание и выпустил воздух в космос. Легионеры, закованные в герметичные доспехи и неуязвимые к таким незначительным трудностям, быстро освободились. Ведомые Ралдороном, они открыли похожие на лепестки секции переднего люка. На них тут же обрушился поток раздражителей. Воздух с воплем плачущей вдовы вырывался через отверстие временной заслонки, образованной стабилизаторами абордажной капсулы. Орачи орудия громыхали отрывистое хрипло. Тяжелая навозная вонь ксеносов дезориентировала, как и внезапное изменение гравитации. Ралдорон первым вступил на каменную палубу корабля, поднял оружие к плечу и дал знак остальным следовать за ним. Кана шел позади, задержавшись на мгновение, чтобы убедиться в готовности болтера нести смерть. Надежную модель Умбра Феррекс украшали почетные знаки и отметки о поверженных врагах. В ранние годы службы Кана пользовался совершенно другим оружием. Он по-прежнему не доверял такой простой вещи, как баллистическое огнестрельное оружие, принципиальная схема которого почти не изменилась со времен Древней Ночи. Следуя за капитаном, Кана занял место во втором ряду командного отделения и вошел в длинный низкий коридор, который протаранил Кугио. Магнитные зажимы ботинок глухо застучали, когда вытекающий воздух пытался сбить их с ног. Дальше в открытом пространстве другой абордажный корабль пробил корпус и застыл среди искореженных обломков, осыпаемый ливнем желтых искр. Рампы опустились, наружу хлынули воины в багровых доспехах. Они атаковали первых часовых, которые появились из-за угла, сжимая в когтистых руках схватку и махнул рукой, указывая вперед. Не останавливаться! Мы не можем позволить себе замедлиться и принять бой. Нам нужно двигаться. Кана кивнул, направляясь вперед. У них не было возможности узнать, когда у орков на мостике завершится предпрыжковая подготовка. По данным наблюдений из имперских записей, процесс занимал от нескольких минут до нескольких часов. Орочей техника была, как правило, произвольно и примитивно сконструированной. Не существовало двух идентичных кораблей зеленокожих, поэтому следовало спешить. Кровавые ангелы не знали, когда и куда придут и даже выживут ли они. Остальные подразделения космодесантников высадились в других местах. Они атаковали двигатели и навигационные блистеры, но для выполнения цели операции легион не мог полагаться только на один отряд. Коридор разделился и расширился. Вместо сделанной на скорую руку трубы из ржавого металла на несколько сотен метров тянулась громадная вентиляционная шахта. Чужие превратили ее в подъемную дорогу, соорудив в стене винтовой пандус. Он поднимался по кривой, закручиваясь вовнутрь, а паутины гудящих гибких кабелей пересекали внутреннее пространство, придавая платформам некое подобие устойчивости. Одна громкая команда и все рухнет нам на головы, пробормотал один из воинов Орексиса. Тогда держите язык за зубами, резко ответил Ралдерон, не поворачиваясь. Третье и четвертое отделения, удерживайте этот уровень. Второе и первое со мной, продвигаемся по ярусам. Он перешел на легкий бег. Держать шаг! Кана побежал за боевыми братьями, которые тут же перестроились в боевой порядок по двое, поднимаясь по пандусу. Палуба опасно раскачивалась, вибрируя с каждым шагом космодесантников, но держалась. На четвертом ярусе их ждали автоматические стрелковые турели, ящики, сваренные из металлолома и нефтяных бочек. Заполненные боеприпасами магазины снабжали блоки многоствольных установок. Ралдерон, не сбавляя шага, вывел из строя механизмы, уничтожив первый крак гранаты, а второй точным пистолетным выстрелом прицельную амбразуру. Возможность разделаться с остальными он предоставил воинам второго отделения, которые превратили устройства в дымящиеся груды обломков. Но автопушки были скорее устройствами раннего оповещения, чем согласованной попыткой остановить продвижение легионеров. И глухой стрек от их атаки привел к тому, что с верхних уровней второй шахты посыпали серки, спускаясь на подвесных канатах. Кана заметил их приближение, на мгновение удивившись ловкости зеленокожих, наблюдая, как они раскачивались над зияющей пропастью, подобно обезьянам, цепляясь руками друг за друга. Другие спускались на веревках, свисая вниз головой и стреляя с обеих рук. Чужие что-то орали на своем разбойничем бессмысленном языке. Продолжая подъем и ведя огонь на ходу, кровавые ангелы столкнулись лоб в лоб сорками. Чужие в бронежилетах, усиленных металлическими пластинами, приземлялись группами на краю рампы и бросались в атаку, бешено стреляя и рубя огромными клинками, прикрепленными к почерневшим стволам. Один из них с ревом рухнул рядом с Кана. Желтые глаза застилало какое-то опустошительное безумие. За эту долю секунды кровавый ангел отметил ожерелье из костей и зубов на шее, гнилой смрад дыхания в самоуверенную позу орка. Внутри шлема Кана скривил губы, нахлынуло отвращение к нечеловеческому уродству. Орк был шире космодесантника, но такой же массы и отнюдь немедленный. У него было оружие с двумя длинными стволами, соединенное с двухлезвийным топором. Чужой выстрелил и нанес рубящий удар одновременно. Реакция Кана была несознательной, но инстинктивной. Он схватился за болтер на бедре и нажал на спусковой крючок, позволив мощной отдаче оружия подбросить ствол вверх полуавтоматической очередью из трех снарядов. Первый врезался в ногу орка, вырвав из бедра зеленокожего кусок плоти размером с кулак. Второй и третий снаряды попали в живот и грудь. Удар отбросил чужого за край рампы, и он полетел вниз, срывая кабели и рухнул на палубу ниже. Цель была уничтожена, воин уже бежал вперед, переключив болтер на одиночный режим и подняв его к груди. На бегу он выпускал снаряды в каждого орка, у которого хватало безрассудства оставаться на ногах. Грохот его выстрелов слился с оглушительным хором, который издавало оружие братьев Кана. Они, не задерживаясь, прорвались через ряды защитников и продолжали подъем палуба за палубой к вершине шахты. Гранаты приказал Эралдарон. Взрыватель на мгновенное действие. Передовое отделение повторило действие первого капитана, сняв с поясов цилиндрические боеприпасы и взведя их. Готово! Бросаем! Полдюжины вращающихся гранат ударили в тяжелую бронированную дверь, преграждающую путь на верхний уровень. Кана поднял руку, чтобы прикрыть линзы шлема от многочисленных ярких вспышек. Раздалась серия громких взрывов и люк повис на сломанных петлях, а затем рухнул на палубу с глухим гулом. Ралдарону не надо было отдавать приказ. Кровавые ангелы перестроились в две колонны. Первая вошла в широкое помещение за дверью и заняла позицию для прикрытия огнем. Вторая направилась вперед, чтобы найти новый рубеж. Два отделения позициями. Коридор впереди расширился достаточно, чтобы по нему проехали рядом пара бронетранспортеров носорог. Через неравномерные промежутки ответвлялись предположительно складские помещения и отсеки оборудования, а под ногами и над головами металлические решетки скрывали линии трубопроводов и кабелей, которые сыпали синими искрами. Грибковая вонь ксеносов усилилась, пробиваясь через фильтры дыхательных решеток. Кана заметил, что Орексис остановился у кучи тряпок в нише. Нет, не тряпок, это лежали останки орка-стрелка. Здесь шла перестрелка, доложил сержант, совсем недавно. Легионер огляделся и обнаружил других мертвых ксеносов, явно разделенных на две группы по обе стороны коридора. Они перебили друг друга, удивился вслух Кана. На первый взгляд разные банды орков выглядели одинаково. У всех на броне были грубо изображены одинаковые племенные глифы. Тела украшали те же самые татуировки и ритуальные шрамы. Он встретился взглядом с сержантом и задался вопросом, думает ли сержант о том же самом. Были ли это новые свидетельства работы Альфа-легиона? Но затем нечто чуждое проникло в разум Кана, и он тут же напрягся, рефлекторно сопротивляясь и почувствовал тошноту. Орексис! Имя сержанта сорвалось с губ в крик в тот самый момент, когда пошевелилось тело мертвого орка, открыв под ним еще одного. Мелькнул зазубренный клинок, спрятавшийся чужой сделал выпад, целясь в гибкое сочленение между пластинами на бедре ветерана. Нож проскрепел по красному керамику, но происходящее тут же растворилось в грохоте возобновившейся атаки. Засада! закричал капитан, когда другие орки, также спрятавшиеся под телами своих мертвых товарищей, разом вскочили. Еще больше зеленокожих было на верхних площадках. Их тепловые сигнатуры терялись в жаре, исходящем от плохо экранированных силовых кабелей. Орки сбросили решетки и прыгнули скопом в центр строя Кровавых Ангелов, поля во все стороны. Орку, который пытался преградить ему путь прикладом Болтера. Удар был такой силы, что вдавил кости черепа зеленокожего в мозг, убив на месте. Спину Кана окутало пламя, и повернувшись он увидел Орка с массивным огнеметом на плече, который хаотично заливал помещение пылающим топливом. Кровавый Ангел кувыркнулся вперед и открыл огонь. К нему присоединились другие, и внезапно орк с огнеметом взорвался, словно бомба. Наверняка один из болтерных снарядов случайно нашел слабое место в топливной цистерне. Орексис был занят убийством Чужого, который намеревался проткнуть его. Воины поблизости атаковали приближающихся орков, но последствия взрыва огнемета не ограничились оранжевым пламенем, пронесшимся по коридору над их шлемами. Вокруг начали рваться снаряды, а пламя вместо того, чтобы погаснуть, охватило трупы чужих. Слишком поздно Кана заметил, что горит тело орка с сумкой на спине, набитой бронебойными винтовочными гранатами. Второй более мощный взрыв, прозвучавший в замкнутом пространстве каменного коридора астероида, сбил с ног всех сражающихся. Оглушительный звук на долю секунды достиг предела авточувств Кана, прежде чем включилась защитная блокировка, предохраняющая невральный интерфейс. Каменные стены раскололись и огромные куски породы и металла рухнули, завалив коридор. Невезучих, как космодесантников так и орков завалило. Неожиданно штурмовой отряд Ролдорона оказался разделен. Большинство легионеров остались на другой стороне вместе с ксеносами. Сержант Орексис покончил с последним из чужих на их стороне завала и неуверенно шагнул вперед, постучав рукой по шлему. Только тогда Кана увидел, что ветеран ранен. Темная артериальная кровь блестящей струйкой стекала по бедру в лужу на палубе. То, что жидкость тут же не свернулась, означало, что рана не только глубока, но и отравлена. Кана указал пальцем на ветерана и тот пришел на помощь сержанту. Капитан, обратился адъютант по воксу, оглядевшись. Что нам делать? Через щели в стене он видел вспышки стрельбы, слышал рычание орков, сражающихся в рукопашной. В шлеме раздалось тяжелое дыхание Ролдорона. Не ждите нас, Кана, отправляйтесь на мостик. Он кивнул. Понадобилось бы несколько минут, чтобы убрать рухнувшие обломки и добраться до боевых братьев. А космодесантники не могли позволить себе тратить на это время. Кана ответил ветеран, но затем с трудом сделал шаг и зашипел от сильной боли. Проклятие! Нет! Кана взглянул на ближайшего к Орексису Лидионера. Помоги ему! Затем подозвал пару космодесантников, которые стояли неподалеку, Ваолитов, Кадора и Рассина. Вперед! Мы не должны останавливаться! В конце коридора трех кровавых ангелов снова ждали собранные из металлолома автотурели. Они безостановочно которые облегчили им задачу. Кровавый ангел выпустил очередь крупнокалиберных снарядов, которая разорвала турели на части в клубах красного пламени. Рассин, как и Кана, вооруженный стандартным болтером, подошел вместе с адъютантом к люку, который вел на мостик флагмана. Вместе они приоткрыли дверь и вслепую швырнули несколько гранат. Кана захлопнул люк и прислушался к взрывам. Затем снова открыл его и трое космодесантников ворвались в командный центр громадного орочего корабля. Он оказался пуст. Трон, поморщился Кадор, вводя тяжелым орудием по сторонам. Где эти твари? Кана прошел вперед и нашел несколько мертвых орков на палубе и у гудящих панели управления. Все мертвы, произнес он, подняв голову одного с жесткие волосы. Но не будем повторять ошибок. Он извлек боевой клинок и ткнул мертвому орку в глаз. Чужой даже не дернулся. Проверьте всех для гарантии. Рассин уже занимался неприятным делом, методично пронзая каждый труп, разыскивая мин на ловушке и тому подобное. То же, что и в коридоре. Они перебили друг друга. Кана нахмурился, осматривая мостик. Вопрос, почему чужие оказались охвачены братоубийственной яростью, подождет. Даже со своими ограниченными техническими познаниями Кана мог судить по мерцающим датчикам и багровым огонькам на панелях управления, что орочий корабль собирался высвободить огромное количество энергии. Это могло значить только одно, скоро откроются варп врата. Он занервничал, осознав смысл увиденного. Другие подразделения не смогли нейтрализовать реакторы и двигатели. Только они могли остановить бегство корабля чужих. Мы единственные кто добрался сюда, спросил Расин, думая о том же. А что с остальными отделениями? Должно быть застряли внизу, предположил Кадор. Высаженные абордажными кораблями на противоположной стороне башни, другие подразделения должны были направиться к ним. И если орки оставили турелей часовых и устроили засады на воинов Ралдорона, очевидно, что другие боевые братья столкнулись с теми же проблемами еще на корабле. Мы добрались сюда первыми, напомним об этом на слезе, когда покончим с нашим мрачным делом. Кана слушал не слишком внимательно. В центре Круглого, похожего на арену мостика, находилось возвышение, с которого командир орк наблюдал за теми, кто располагался ниже и отдавал необходимые команды. Помещение опоясывали рабочие терминалы, снятые с кораблей людей и собранные на скорую руку механизм. Под ногами словно корни разросшегося дерева извивались кабели. В стенах были видны и другие входы, похожие на тот, через который они вошли. Но все они были закрыты. Наконец Кана увидел то, что, по его мнению, было командным устройством управления. Низкая площадка, над которой висел гололитический проекционный шар. Сферу наполняли векторы и пятнышки света, которые напоминали звездные скопления. Он поднял болтер. Время для гибкого подхода к операции давно миновало. Если одолевают сомнения, убедил он себя, отбросив. Когда это снова произошло, его палец на спусковом крючке напрягся. Такая же слабая тошнота глубоко в горле, словно после глотка соленой воды. Такое же нежелательное присутствие, скользнувшее по поверхности его сознания, даже когда он пытался отогнать подобные ощущения. Кана был так сосредоточен на этом, что пропустил тот момент, когда у основания командной платформы неожиданно полыхнула вспышка изумрудной энергии. От разряда варп-энергии загрязненный воздух приобрел металлический и маслянистый запах. Из ниоткуда появился орк, мутировавший сородич тех мертвецов, что лежали на покрытой засохшей кровью палубе. Ксенос не уступал ростом облаченному в доспех Кана. Клыкастый череп был странным образом деформирован. Болезненного вида кожа плотно обтягивала кости, а глубоко посаженные, похожие на тлеющие угли глаза сверкали так ярко, что Кана не мог смотреть прямо в них. За мгновение до того, как разверся ад, Кана увидел знакомые психические искры, пляшущие вокруг головы орка. Небольшие сполохи света образовали сверкающий орел. Часть лучей собиралась в руках твари. В одной она держала длинный медный посох. Орочий псайкер. Казалось невозможно представить, чтобы эти животные обладали достаточно сложной психикой, необходимой для использования сверхъестественных сил. Но доказательство стояло перед ними. Одной лишь силой разума чужой телепортировался на мостик. Возможно, он был неподалеку, телепатически разыскивая захватчиков. Это было неважно. Все, что требовалось, убить его. Кадор открыл огонь из тяжелого болтера и оглушительная очередь накрыла командирскую палубу. Но орка там уже не было. Он переместился по мостику, размытой рябью в варп свечения слишком быстро, чтобы стрелок успел прицелиться. Ксенос застиг врасплох Расина, болтер которого был опущен. А боевой нож все еще зажат в руке. Космодесантник отклонился назад, пытаясь воспользоваться огнестрельным оружием, но орк опередил его. Из кончика металлического посоха ксеноса Псайкера ударила зеленая молния и пронеслась через всю палубу. Разряд пробежал по телам мертвых товарищей орка, и трупы задергались, словно молния пыталась оживить их. Расина окутал поток энергии, парализовав тело, и легионер зарычал от боли. Кана выстрелил в чужого, но тот снова переместился пятном, похожим на преломленный в залитом дождем окне луч янтарного света. Затем адъютант почувствовал незримое присутствие ксеноса у себя в голове. Он давно не работал со своими ментальными барьерами и не успел их поднять, когда орк проник в его разум. Вдруг нос наполнило тошнотворная вонь дерьма, и у Кана закружилась голова. Орочий Псайкер В воздухе просвистели тяжелые болтерные снаряды. Рассверепевший Кадор обрушил огонь на чужого. Кана развернулся, встряхнув головой, чтобы избавиться от последствий психической атаки, и увидел, как орк в ответ напал на Кадора. Лучи ярко-желтого огня вырвались из глаз ксеноса и метнулись через комнату, как прожекторы, сжигая все на своем пути. Они ударили в кровавого ангела и отшвырнули его назад. Поверхность боевого доспеха выгорела, изменив цвет с кроваво-красного на угольно-черный. Кана нажал спусковой крючок болтера, выпустив очередь в бок твари. Чужой вскрикнул от боли и повернулся к космодесантнику. Свет в глазах на мгновение потускнел, затем снова вспыхнул. Затвор оружия несколько раз щелкнул, и Кана выругался про себя. Сбитый с толку мысленным ударом он забыл отслеживать расход боеприпасов в магазине, и теперь тот был пуст. Чужой поднял медный посох и прохрюкал нараспев подобие мантры, призывая силы варпа. Для Кана время замедлилось, и он вдруг понял, как именно орочий псайкер проникает в телепатическое безумие имматериума. Кровавый ангел видел это своим мысленным взором в виде последовательности сложных уравнений или строк поэмы. Он знал, как эта энергия работала, потому что сам когда-то использовал ее, направляя через собственные пальцы. И хотя это было словно в прошлой жизни, Кана знал с абсолютной точностью, что смог бы сделать это снова. Его руки натренированным движением поднялись в атакующую позицию, и чужой увидел это. Зеленокожий понял, что столкнулся с тем, кто понимал. Но затем воздух снова наполнился болтерным огнем, и орка разорвали очередью из дюжины стволов. Кана резко повернулся и увидел, что другие люки открыты, и через них врывается отделение легионеров. Их вела фигура в черном, как космическая пустота доспехи. Лицо скрывала зловещая череполикая личина шлема. Воин указывал коротким жезлом с крылатым навершием. Чисто прокричал грубый скрипучий голос. Кана ушел с линии огня и бросился к первоначальной цели, командному пульту управления. Когда он добрался до него, то почувствовал откуда-то снизу низкий рокот. Весь корабль сильно затрясло, когда энергетические системы достигли заключительной фазы перехода в арт. Кровавый ангел не мешкал и обрушил пустой болтер на панель управления, разбив гололитический проектор и приборы, обнажив кристаллическую схему и безгранично сложное переплетение поперечно соединенных серебряных проводов. Подобно падающему молоту, Кана наносил удар за ударом по машине, пока не осталось ничего, кроме искрящихся обломков и тишины под палубой. Ему показалось, что прошла вечность. Когда он отвернулся от панели, над ним словно вырос воин в черном. Из дыхательной решетки череполикого шлема Кана услышал совершенно неожиданное «Ты знаешь, кто я?» Голос звучал повелительно. Кана постарался всем видом продемонстрировать непокорность. «Этот черный доспех может означать только одно — ты хранитель легиона». Череполикая маска слегка кивнула. «Такова моя ноша и моя честь». Воин снял шлем, обнажив лицо, словно вырезанное из куска мрамора. Холодное и бледное, суровые глаза, неведающие жалости, изучали Кана. И кровавый ангел также был вынужден снять шлем. Космодесантник подавил желание вытереть пот с темной кожи. Поведение собеседника уже раздражало его. «Я Ясон Анелус, идем со мной». Это был вне всякого сомнения приказ, и через секунду Кана неохотно подчинился. Должность хранителя была сравнительно редкой в легионе, и звания тех, кто занимал этот пост, были самыми разными. Все, в чем Кана мог быть уверен, лавровые венки старшего ветерана, которые Анелус носил на наплечниках, и, по крайней мере, они в определенной степени заслуживали уважения. Но только в определенной степени напомнил адъютант себе. Кана последовал за Анелусом через второй открытый люк в широкий коридор. Он уловил смрад орочей крови и, оглянувшись, заметил дюжину трупов чужих. «Жалкие останки еще одной засады», догадался кровавый ангел. Анелус обошел вокруг него. «Ты, Мкани Кана, Ваолит из дальней пустоши, легионер первой роты. Ты знаешь меня? Я знаю всех вас». Кана нахмурился из-за необычного ударения в словах хранителя и по телу пробежал холодок, когда адъютант постепенно понял, что имел в виду Анелус. «Всех нас», повторил он, стараясь говорить спокойно. Анелус вложил фигурный оружие, похожее на булаву, смертельную в ближнем бою и церемониальную реликвию. На древнетаранском языке оружие именовалось «Крозиус арканум». Как и черный доспех, Жезл был знаком должности хранителя и навеки отделял его от боевых братьев. Хранители были стражами кровавых ангелов. Они выступали в качестве наставников для младших легионеров, боевых инструкторов и опытных ветеранов, которые делились своими знаниями с остальными воинами. Им также поручали поддерживать сплоченность между десятками тысяч воинов 9-го легиона Астартес. Это подразумевало многое, от роли советников-капитанов по вопросам ведения боевых действий до проведения церемонии памяти павших. Они стали хранителями знаний, советниками, наставниками. В далеком прошлом людей, которые исполняли подобные роли в армиях, называли дьяконусами, замполитами, капелланами. Званий было больше дюжины. Некоторые политические, некоторые религиозные, некоторые светские. Хранители стояли вне командной структуры командования и тем не менее находились внутри нее, поддерживая в легионе самый важный из имперских идеалов единство. Но эта роль также была и наказанием. Сколько времени прошло со времен великого конклава императора и его сыновей Наникеи, спросил Анелус. И Кана понял, что его подозрения верны. «Немало», ответил он, изучая черты лица хранителя. «Я не был там и не видел, как ангел и его братья предстали перед своим отцом». «Но ты достаточно хорошо знаешь, что так произошло, это был не вопрос». Терпение Кана подходило к концу. «Не будь глупцом, конечно же знаю, безусловное решение суда, не кейский и дикт». Приказ от самого императора человечества продолжила Нелус норовоучительным Хранитель повернулся к нему лицом. Приказ подтвердил Сангвиний, запретив использовать сверхъестественные силы среди легиона Састартов. Приказ, который кровавые ангелы приняли без возражений. Кана молчал, ожидая официального обвинения. Несмотря на свою должность адъютанта капитана Ролдерона, формально он не был выше по званию ветерана космодесантника, обладая таким же количеством штифтов выслуги. Он обычный воин, один из 120 тысяч. Но до решения на Никее Кана был кем-то намного большим. Тогда он был либрарис минорис Кана, санкционированным псайкером и воином разума, не бесконтрольным колдуном захолустных миров, но отточенным оружием на службе кровавых ангелов и империума. Он был гордно правлять беспорядочные и могучие энергии варпа против врагов легиона. Список почести Кана включал множество сражений, исход которых он помог решить в пользу своего примарха. Но после Никея все изменилось. Он помнил тот день так отчетливо, словно это произошло несколько часов назад. Ралдарон пришел к нему с приказом Сангвиния. У него за спиной стоял воин в черном доспехе. Руки протянулись, чтобы отсоединить от горжета боевого доспеха кристаллический в психический капюшон Кана и забрать его. Рука Ралдарона на плече, его слова. Это ни в коем случае не преуменьшит твою значимость Кана. Исчезла только одна грань твоего арсенала. Как и тысячи твоих братьев, ты по-прежнему входишь в число величайших воинов, которых человечество когда-либо призывало на службу. И на данный момент этого будет достаточно. Императору нелегко далось это решение Кана, сказал Сунов, выбора не оставалось. Я знаю, ты понимаешь это. Кана по-прежнему хранил молчание. Для него было бы анафемой даже подумать о нарушении воли императора и Сангвиния. Но он не отрицал, что в тот день в его душе зародилось крошечное зерно сомнений. До принятия эдикта Кана ни разу не чувствовал недоверия со стороны боевых братьев. А теперь он задумался, не был ли наивен тогда. Всегда находились те, кто враждебно относился к силам разума и видел только опасности, которые они в себе содержали. Великий примарх Псайкер Магнус своим безрассудным изучением варпа обострил ситуацию до предела, навлек на себя гнев отца, который призвал его к ответу. Кана думал о своих возможностях, таких же, как болтер или меч, опасная вещь в руках глупцов и неучей, но отличное оружие, если им пользуется мастер. Он почти возмущался словам о неспособности контролировать свои возможности. Нахмурившись, он отбросил мысль, следя за Анелусом и ожидая, что тот скажет дальше. «Наш Империум — это средоточие объединенной решимости и сотрудничества», продолжал Хранитель. «В конце Великого Крестового Похода мы достигнем идеального общественного устройства под руководством Императора. Каждый человек играет свою роль, так же, как мы служим Легиону и Ангелу. Но для того, чтобы так было, никто не может игнорировать высшую волю. Он приблизился. Те, кто считает, что коллективные соглашения не распространяются на них, даже если они столь же велики, как Магнус Красный, жестоко ошибаются. «Мы все идем одной дорогой Кана. Мы все должны играть свою роль». Он больше не мог молчать. Я никогда не поступал иначе. Я послушный сын Сангвиния. «Ты намекаешь, что это не так, Хранитель? Предпочитаю откровенность. Нравоучение больше подходит для новобранца». Анелус скрестил на груди облаченные в керамит руки. «У тебя отличный инстинкт, Кана. Хранителю удалось придать слову негативное звучание. Они привлекли мое внимание, а затем я оказался на мостике этого чужого монстра и увидел, как ты сражаешься с Ксеносом-Колдуном. Интересное совпадение. Твоя помощь в убийстве орка оценена по достоинству». Второй кровавый ангел продолжал говорить. «В твоем болтере нет снарядов, не так ли? Скажи мне, если бы я не прибыл с другим отделением, как ты собирался сражаться с ним?» Он повторил атакующую стойку Кана. «Я увидел, как ты поднял руки. Зубами и ногтями, раз не осталось другого выхода. И только...» Кана стиснул зубы. «Со всем уважением», начал космодесантник. Его тон ясно давал понять, что он так не считал. «Если хочешь выдвинуть обвинение, так выдвигай. У меня нет настроения для игр». Бледное лицо Анелуса потемнело. «Я не обвиняю», резко ответил он. «Я поддерживаю волю в легионе». «Как и я», также ответил Кана, его гнев рос. «И я делаю это, подвергая свою жизнь опасности ради сангвиния императора, а не предугадывая намерения моих братьев». Сила его слов заставила хранителя замолчать. Когда Анелу снова заговорил, его раздражение пылало ледяным пламенем. «Я всего лишь беспокоюсь за тебя». Кана знал, что должен отвернуться и окончить разговор на этом месте, но понял, что не может. «Не думаю, что ты понимаешь интересы людей, хранитель. Наш великий империум — это собрание индивидуальностей, разных людей, собравшихся вместе, чтобы построить нечто немыслимое, и у каждого из них разные сердца и души, разные потребности и желания. Возможно, ты провел слишком много времени, глядя на великую башню, а не на камни, из которых она построена». Последние слова он произнес, умышленно копируя задиристую манеру Анелуса, после чего наконец повернулся, чтобы вернуться на мостик. «Тот, кто не подчиняется правилом, рискует быть осужденным», сказал ему след хранитель. «Это факт, независимо от того, какие у тебя потребности и желания, и что тебе говорят твои сердце и душа». Остатки терпения Кана лопнули, и он резко развернулся, подняв руку и ткнув пальцем в Анелуса. «Ты?» «Адъютант!» За его спиной раздался крик, резкий и громкий, как выстрел болтера. Капитан Ролдерон шагнул через открытый люк и подошел к ним. Глаза сузились. «Докладывай!» Кана кое-что объяснял мне, начал Анелус, но первый капитан взглядом заставил его умолкнуть. «Я обратился не к тебе, хранитель», бросил он. «Чем бы ты не отвлекал моего легионера, ты прекратишь это немедленно». Эти слова дали понять, что Ролдерон слышал часть, если не всю беседу. Кана не придал этому внимания и отчитался перед командиром. Он быстро сообщил об атаке орков Сайкера и разрушении пульта управления. Капитан невозмутимо выслушал, не делая замечаний, и заговорил только после того, как Кана закончил. «Собрать раненых, отходим на абордажный корабль. Мы получили приказ установить термические заряды на скитальце и уничтожить его. А остальные корабли орков?» спросил Анелус. «Кораблей орков не осталось», ответил Ролдерон поморщившись. «Альфарий наконец связался с нашим примархом. Альфа-легион утверждает, что полностью уничтожил заразу чужих в поясе Каевас и благодарен Кровавым Ангелам за содействие. Блокада завершена, а уничтожение этой громадной рухляди ознаменует ее конец. Он надел шлем. Ангел приказывает нам вернуться на корабли и готовится к следующей операции. «Есть предположение, где она будет проходить?» спросил Кана. Его перепалка с Анелусом на время забылась. Замки шлема Ролдерона щелкнули. «Надеюсь, там, где мы сможем вести настоящую войну». На всех палубах боевого корабля Андронии шла подготовка к боевым действиям. Под непосредственным руководством представителя Фулгрима, лорда-командора Эйдалона, воины третьего легиона Астартес приводили в порядок клинки и доспехи. Их части стягивались к цели 63-го экспедиционного флота в системе Истван. Ведомые магистром войны Хорусом Луперкалем, объединительные силы сынов Хоруса, гвардии смерти, пожирателей миров и детей императора сосредотачивались, чтобы наказать инакомыслящие миры Иствана. Это была одна истина, другая скрывалась за ней, окруженная тенями и секретностью и раскроется только некоторое время спустя. В данный момент ни грядущая битва, ни великие планы магистра войны не тревожили мысли апотекария Фаби. Пока каждый воин легиона по-своему готовился к сражению в тренировочных клетках, медитируя или занимаясь эфемерными искусствами, Фаби находил душевное спокойствие здесь, в своем лабораториуме. Зал был слабо освещен, но не темен. Отблески экранов кагитаторов и биокапсул, расставленных по помещению, придавали ему холодный голубоватый оттенок, который Фабий находил успокаивающим. Здесь он мог работать над головоломками плоти и генома, которые так очаровывали его, не опасаясь вмешательства или вопросов менее любознательных и более консервативных братьев. Других, возможно, раздражали средства и методы, которыми он пользовался. вынуждая его работать в этом секретном месте, словно эксперименты были чем-то неправильным. Но он знал, что люди с ограниченным разумом скажут, если столкнуться с его работами. Иногда гению необходимо трудиться в тени, и если искусству Фабия для признания понадобится тысяча или более лет, значит быть посему. Он уже улучшил себя, чтобы гарантировать такую долгую жизнь. Апотекарий прервался и залюбовался результатом. Тонкий лоскут человеческой кожи, аккуратно срезанный с живого донора, измененный при помощи генной инженерии в материал, более напоминающий эпидермис бронированного змея. Со временем этот процесс можно перенести на объект за пределами лаборатории, уплотнив кожу даже сильнее, чем у оригинального органического шаблона космодесантников. Фабий отогнул микрооптические линзы головной гарнитурой и пробормотал новую длинную запись в окспробник, хранящий данные эксперимента. Подняв глаза, он понял, что не один. За отблеском экранов стоял некто в силовом доспехе, полускрытый тенями, отбрасываемыми стазисными капсулами у дальней стены. «Лорд-командор!» Фабий сначала решил, что это был Эйдолон. «Нет!» раздался голос. «Твой командир занимается мобилизацией войск и полирует свой доспех». Фабий положил лазерный скальпель и выпрямился, охваченный беспокойством. Лабораториум умышленно изолировали, спрятав его под огромным вестибюлем центрального апотекариона Андрония. Доступ через потайной ход скрытый декоративной мозаикой вестибюля предоставили только нескольким избранным. «Назови себя!» потребовал он. «Не беспокойся, Фабий, со мной секреты детей императора всегда в безопасности». Фигура медленно вышла на свет, демонстрируя пустые ладони в жесте искренности. Апотекарий сразу же узнал гранитно-серый доспех легиона несущих слова. «Эрик, его тут же охватили сомнения, а беспокойность из-за вероятности разоблачения смешалась с неуверенностью от хладнокровного приближения так называемого первого капеллана». «Как ты вошел?» Несущий слово кивнул в сторону винтовой лестницы ведущей вестибюль. «Я постучал, наверное, ты не услышал?» Он прошел, разглядывая содержимое химических ванн и органы, аккуратно расставленные на рабочем месте Фабия. «Ты в самом деле казался весьма занятым». «Кто позволил тебе войти сюда?» спросил апотекарий. «Это имеет значение?» Эри постановился перед рядом высоких стазисных капсул, каждая из которых была закрыта пласталевыми заслонками. «Я сказал правду. То, что ты делаешь здесь, немыслимо. Немногим людям хватило бы отваги подделать величайшие творения императора». «Я не подделываю», возразил Фабий. «Я улучшаю, совершенствую». Он нахмурился. Несущий слово пытался отвлечь его. «Тебя не должно быть здесь. Это дело моего легиона». Эри покачал головой. «Ну же, Фабий, не ограничивай себя. Ты должен признать, что значение твоей работы выходит далеко за рамки твоего легиона. Возможно, ты не отважился по-настоящему задуматься обо всех последствиях, но ты знаешь, это так». Когда Фабий не ответил, Капеллан продолжил. «Я знаю, кое-кто посчитает твои постепенно пришел к вопросу, который ожидал услышать Эриб. «Чего ты хочешь?» Вопрос вызвал у несущего слова едва заметную улыбку. «Всего лишь услугу». Фабий поморщился, размышляя над возможной ценой такой услуги. «Зачем мне помогать тебе?» Фальшивая улыбка Эриба исчезла. «Потому что в таком случае я буду у тебя в долгу». «И заверяю апотекарий, для тебя будет лучше записать меня в должники, нежели во враги». Он на секунду прервался. «Я буду считать тебя другом среди детей императора, наряду с другими друзьями в остальных легионах». «Другими друзьями», повторил Фабий. «Да», подтвердил Эриб Кивая. «Мы на пороге великих перемен. Старые правила и структуры будут разрушены, сметены. Проницательные люди должны раскрылись, показав тело легионера внутри, плавающее в густой маслянистой жидкости. На первый взгляд воин казался мертвым. Бледно-серое обнаженное тело превратили в рваное месиво, многочисленные порезы и травмы. Правый бок от грудной клетки до бедра был содран со звериной жестокостью. Правая рука заканчивалась сразу под локтем, лоскутами кожи и обрывками сухожилий. На шее и груди тоже были видны тяжелые раны. Лицо воина скрывала маска, закрепленная поверх ноздрей и губ, подобно душащей руке, а всклокоченные светлые волосы образовали неровный ореол вокруг головы. В брови были штифты выслуги, а на груди и плечах несколько боевых татуировок. Более всего бросалась в глаза эмблема легиона, алая капля крови на белых крыльях. Эрип бесстрастно изучал находящегося в резервуаре кровавого ангела. Это случилось на планете под названием убийца, сказал капеллан. Узнаю работу мегарахнида. Он повернулся к Фабию. Скажи, как тебе удалось забрать его с поверхности, не привлекая внимания легиона? Когда апотекарий не ответил, несущий слово снова улыбнулся. Не имеет значения. Кровавые ангелы должно быть считают его мертвым. В противном случае они бы не прекратили поиски. Конечно же, воин был жив. Не так, как Фабий с Эрипом, но погруженный в глубокое коматозное состояние, которое напоминало успокоение могилы. Ранения кровавого ангела были настолько серьезными, что его тело отключило себя. Биоимплантаты отчаянно пытались излечить повреждения. Ты взял от него все, что хотел? Спросил Эрип без всякого высокомерия. Фабий покраснел. Я собрал то немногое, что осталось от геносемени, но большая часть уже была уничтожена. У меня есть ДНК и биообразцы, и тем не менее ты по-прежнему оставляешь его в живых. Капеллан внимательно посмотрел на апотекария. Зачем? Стазисный контейнер поддерживает его в коме, не позволяя ни полностью вылечиться, ни умереть от ран. Кое-кто счел бы это пыткой. Настала очередь Фабия холодно ответить. Я никогда не избавляюсь от того, что может пригодиться. И твоя мудрость показала свою правоту. Я заберу его, а ты получишь мою благодарность. Эри повернулся, чтобы позвать безмолвного автосервитора из огражденного участка, но Фабий вмешался. Зачем тебе нужен этот полутруп? Какая польза тебе от него? Тебя это не касается. Допустим, касается. Апотекарий небрежно положил руку на медицинский игольник, который лежал на рабочем месте. В качестве оружия ближнего боя устройство могло быть таким же смертоносным, как альдарский сюрикенный пистолет. Тон Эриба не изменился, и из-за этого последовавшая угроза стала более скрытой. Тогда все, чем ты занимаешься здесь, станет известно. Не просто генетические модификации, соединение генокода Детей Императора с генокодом Ксеносов и других легионов, но также систематический и тайный захват раненых воинов на поле сражений Великого Крестового Похода. Для твоих экспериментов. Он кивнул на другие закрытые капсулы. Ангрона, Марториона, даже Воителя. Думаешь, они проигнорируют пленение их легионеров? Фабий презрительно усмехнулся. Бери то, что тебе нужно и убирайся. Большое спасибо, ответил Эрик, в то время, как слепой сервитор отсоединил капсулу и установил ее на колесный транспортер. И обещаю, что этот дар поможет привести еще легион под знамя магистра войны. Он снова улыбнулся. По крайней мере, это один из вариантов. Два. Собрание в раздумьях. Акалит Лицо в дымке Красная слеза и внутри и снаружи была произведением искусства кораблестроения. Корабль нес штандарт кровавых ангелов, всякий раз, как примарх покидал родной мир легиона. И подобно Сангвинию, боевая боржа стоила того, чтобы ее увидеть. Носовая часть корабля напоминала наконечник стрелы длиной 10 километров, обшитый блестящей медью, бронзой и багровой сталью. Ее усеивали жерла новопушек, мегалайзеров, электромагнитных катапульт и торпедных аппаратов, демонстрируя арсенал, сравнимый с вооружением целого флота небольших кораблей. По всей длине корабля располагались многочисленные башни, выступая из верхней и нижней частей корпуса. Как и у всех имперских боевых кораблей, проектируемых по многопалубной схеме, заложенной в древних океанских предках красной слезы, из кормовой части корабля поднималась огромная цитадель. Эта громадная башня управления напоминала гигантскую крепость. Внешнее укрепление из возвышающихся адамантиевых стен и бронированных окон находилось в основании, а широкий цилиндрический донжон поднимался выше. На его вершине, среди зубчатых бойниц и оборонительных батарей в пустоту взирал немигающим глазом огромный прозрачный купол. Точно так же под центральной плоскостью прочного корпуса выступал заостренный, похожий на клинок хиль. Здесь размещались многочисленные вспомогательные орудия и ангары для эскортных кораблей. Поперек вертикальной надстройки тянулись стыковочные отсеки, достаточно вместительные для приема и обслуживания эскортных фрегатов. Но воистину великолепие Красной Слезы открывалось сверху. Если бы наблюдатель оказался прямо над боевой боржой и посмотрел вниз, то ему стало бы понятно, как в форме корабля воплотилось его название. Боевая боржа была построена в форме огромной рубиновой слезы, а из бортов выступали, имитируя символ легиона Кровавых Ангелов, венглеты, в которых располагались группы двигателей и отсеки личного состава. На фоне бесконечной тьмы Красная Слеза представляла собой творение, демонстрирующее гордый вызов человечества. Она была одновременно монументом, оружием и крепостью сыновей Сангвини, а также достойной колесницей для примарха. Вместе с флагманом двигались втрою другие корабли, от канонерок до гранд-крейсеров. Перехватчики типа Крыло Ястреба и Ворон обеспечивали вокруг флотилии широкое оцепление. Флот наполнила новая энергия. Возродилась целеустремленность. После многих месяцев сравнительно несложной кампании, все до единого кровавые ангелы жаждали покинуть этот сектор космоса и присоединиться к полноценным триумфам Великого Крестового Похода. Известия быстро распространились по кораблям Девятого Легиона. Их передавали смертными экипажами и сервами Легиона. Даже группе гражданских летописцев поручили осветить боевую задачу флота. Слухи распространялись шепотом за едой, чтобы не слышали старшие офицеры. Волнения не обошли стороной даже легионеров. Объединенный флот Красной Слезы пришел в движение. Уже был проложен курс, ориентируемый на далекий варп-маяк. За последние недели вечный свет астрономикона ориентирами, которые имперские навигаторы обычно использовали в качестве точек рандеву. Цель операции была у каждого на устах. Под солнечным куполом на вершине большой башни находился великолепный приемный зал. От пола до потолка тянулись колонны из красного мрамора, добытого из огненных земель экваториальных регионов Ваала. Со столбов свисали шелковые знамена, покрытые замысловатыми каждое сражение Кровавых Ангелов. От последних боев на Терри в конце объединительных войн, двух столетий Великого Крестового Похода и до настоящего времени. Войдя в помещение, капитан Ралдарон рассмотрел стяги и обнаружил новую нить слов пояс Каевас. Он мрачно улыбнулся. Сервиторы не тратили время, поместив название операции на ткань, словно им так же, как и ему не терпелось оставить компанию в прошлом и двигаться дальше к более великим триумфам. Капитан прошел вдоль колонн, минуя внешний край покрытого плитами пола. Он посмотрел вниз и увидел знакомые очертания Терры и Ваала. Рельефы двух планет накладывались друг на друга. В данный момент Ваал находился в зените. Фоновые плитки показывали восточное полушарие его родины, словно освещенное теплым солнцем. Под ногами промелькнули горы Чаши и Великая Пустошь. И на краткий миг Ролдорон как будто бы вернулся домой. Из Ваала выглядывала Терра, напоминая луну в затмении. Ее поверхность вдоль и поперек исчертили города. Мозаика выглядела неподвижной, но это была иллюзия. Чем ближе красная слеза подойдет к Терре в галактической плоскости, тем явственнее планета будет прибывать, а Ваал наоборот убывать. Сейчас они были ближе к дому, и это устраивало Ролдорона. В центре зала стояли капитаны род трех сотен, тех, что находились на флоте. Каждый из капитанов встречался с ним взглядом, приветствуя четко по-военному или почти почтительным кивком. Он отвечал им тем же. Ролдорон был таким же ветераном, но он командовал первой, а звание магистра ордена включило его в отдельную группу старших офицеров. Всего лишь несколько воинов легиона были удостоены такой чести. Он носил звание с гордостью и смирением, как и полагалось кровавому ангелу, но капитан знал, что она навсегда отделила его от товарищей. Возможно, это было к лучшему. Ролдорон никогда не отличался общительностью. Он считал себя простым человеком, воином, призванным сражаться за примарха и императора. Какие еще могут быть разговоры или сомнения на этот счет? Капитан сбавил шаг, когда заметил трех боевых братьев, вовлеченных в оживленную дискуссию, и уловил обрывок разговора. Капитан Накир, командир 24-й, разговаривал с Фурио и с Третьей. Они разительно отличались друг от друга, и оба по-своему были далеки от типичного образа кровавого ангела. Накир был родом из племени технокочевников, с черными волосами до плеч, заплетенными в косу. Застывшее на смуглом лице выражение напоминало нечто среднее между улыбкой убийцы и гримасой фанатика. Фурио, между тем, был немного выше и шире. Кое-кто шутил, что ему больше подошел бы доспех Катафраг из терминаторских отделений вместо стандартной брони, явно тесноватой для него. Кожа на бритой голове Фурио была бледной, указывая на выходца из северной полярной зоны Ваала. Накир и Фурио обращались к третьему офицеру, и даже со спины Ролдорон тут же узнал Амита, капитана пятой. Силовой доспех Ролдорона, как и у Накира с Фурио, был в отличном состоянии и соответствовал предстоящей встрече. Первый капитан задержался перед тем, как подняться в купол, чтобы взять силовой меч и церемониальные ножны для подобных случаев. Каким бы ни был результат кампании, она подошла к своему завершению, и дальше предполагалось проведение церемонии в рамках протокола. Они собирались не в каком-то разбитом бункере в разгар боевых действий, а в своих собственных владениях. А вот Амит не считал это важным. Его доспех был таким же, как и во время кампании Накайваси. Амит покрывали следы попаданий, зарубки от клинков. Броня символизировала воинственную прямолинейность воина. «Ты не мог перед прибытием привести в порядок доспех, брат?» спросил Накир. Амит пожал плечами. У него были коротко стриженные волосы, а рыжеватая борода не скрывала извечную гримасу. «Я пришел из тренировочных клеток. До этого отстреливал орков с корпусов регата. У меня не было времени». Последние слова он произнес с лукавой улыбкой. «Ты ведь знаешь, как выглядит полировочная тряпка?» спросил Фурио, подняв бровь. «Я могу показать». Капитан Пятой нахмурился и наклонился, чтобы рассмотреть доспех Фурио, притворившись смущенным. «Как странно!» он указал на сияющий красный керамид другого легионера. «Я мог бы поклясто, что какой-то миг цвета твоего панциря были пурпурными и золотыми, а не никогда не будет таким же красавчиком, как щеголи Фулгрима». Фурио фыркнул. «Согласен, наш примарх не одарил меня своим благородным обликом, зато наградил боевой проницательностью. Он поднял взгляд, когда Ролдорон приблизился. И уверен, что первый капитан согласится со мной. Дело в том, что кровавые ангелы самые красивые из легиона Састартес. Как в полированном доспехе, так и без него», добавил Амид с редкой для него улыбкой. «Я не могу судить об этом», ответил Ролдорон. «Я всего лишь простой солдат». Накир поднял голову. «Капитан, мы непростые солдаты». «Возможно и так», признал Ролдорон. Он повернулся и увидел, что Амид смотрит на него. Из всех капитанов легиона, Амид и его рота имели репутацию наиболее кровожадных. Не один раз пятой объявляли выговор за неоправданно рьяное преследование врагов. Неспроста прямолинейный офицер заслужил прозвище «Расчленитель» и, имея возможность отречься от эпитета, принял его. У Амид была натура хищника, в нем клокотала едва сдерживаемая агрессия. Ролдорон видел ее много раз выпущенной на волю на полях сражений. «Ты знаешь?» спросил Амид. Первому капитану не было нужды спрашивать Амид что он имеет в виду. Этим вопросом задавались все. Куда «Я не должен говорить об этом. Мы здесь, чтобы узнать ответ все вместе». «Фримарх скоро будет», сказал Фурио. «Я видел, как сержант гвардии Зуриил направился в покое ангела, чтобы сопроводить его». «Если бы это зависело от сангвинарной гвардии, ангелу никогда бы не позволили покинуть покои», фыркнул на Кир. «А Скайлон ходит так, словно золотой доспех делает его лучше остальных». Ролдорон был согласен с его мнением, но не мог позволить даже малейшему зерну разногласия пустить здесь корни. Он строго взглянул на Накира. «А Скайлон, Зуриил и остальные выполняют свой долг, как и мы. Они заслуживают наше уважение». «Я говорю только то, что вижу», ответил Накир через мгновение. «Не здесь», сказал ему Ролдорон, «не сейчас. В наших рядах не будет соперничества между разными подразделениями. Я слышал слухи о нашем новом пункте назначения», вмешался Фурио, чтобы вернуть в беседу в прежнее русло. Говорят, воитель планирует крупное наступление в нескольких секторах отсюда. «И откуда тебе это известно?» спросил Амет с очевидным сомнением в голосе. «Астропатические хоры», пояснил Фурио. «Их передачи иногда неточны. Перехватываются чужие сигналы, становятся известными данные по другим экспедиционным флотам». Ролдорон ничего не сказал. Он знал, что экипаж обсуждает эти слухи, когда считает, что он их не слышит. Корабли из нескольких легионов, по некоторым данным, из шести вызвали к Хорусу, а вместе с ними и их примархов. Первый капитан попытался представить, против какого врага необходимо такое количество сил. Два или три сына императора, сражающихся вместе, были редкостью. Если их собиралось больше, то это означало появление в ближайшем будущем угрозы, колоссального масштаба. Он посмотрел на изображение планет под ногами. Возможно, речь совсем не о войне. Может быть, нас собирают по другой причине, последовать за императором на Теру. Мы отправляемся не в солнечную систему, капитан. Он услышал женский голос, высокий и звонкий, словно крусталь. Ралдорон повернулся и слегка поклонился, когда к ним подошла капитан красной слезы. Ее свита, пара офицеров имперской армии и женщина-летописец с маленьким Пиктором осторожно следовали за ней, пытаясь выглядеть уверенными среди множества громадных фигур. К ее чести адмирал Афина Дюкейт держалась невозмутимо в присутствии собравшихся в зале воинов. Она была крошечная в сравнении с Ралдороном, но он слышал, как один ветеран назвал ее выкованной из железа. Любой легионер мог поднять адмирала и переломить, как связку сухих веток, но она излучала величие, которое первый капитан редко у кого встречал. Казалось, ничто не может взволновать женщину. Ни величайшая вражеская армия, ни самый жестокий бой. В холодных синих глазах светился интеллект тактика, который Ралдорон находил интригующим. Когда адмирал Дюкейт говорила, даже ангел глубокого уважения, столь редко возникающая у воинов легиона к посторонним. Сангвини лично выбрал ее на должность командира своего флагмана, которую она занимала столько же времени, сколько Ралдорон был легионером. Он сматривался в изрезанное морщинами уверенное лицо. Капитану было сложно определить ее возраст. Казалось, за многие десятилетия она совсем не изменилась, благодаря омолаживающим процедурам, не поддаваясь влиянию времени. Ралдорон не помнил своей матери. Он рос сиротой после того, как семья погибла в буре. Но по его мнению, она была бы похожа на Дюкей. Благодарю, что присоединились к нам адмирал, сказал Накир. Как дела на флоте? Хорошо, капитан, ответила она. Наша боеспособность оптимальна, а потери в компании удовлетворительны. Думаю, все согласны с тем, что мы готовы к новой компании. И никакой благодарности от Альфа-Легиона, мягко сказал Фурио, словно они совсем не нуждались в нас. Если не Терра, тогда куда? Вмешался Амик, не желая менять тему разговора. Мы присоединимся к оперативной группе Игнус в Нартабе. Адмирал посмотрела на Кровавого Ангела. Нет, я так понимаю, что операция против эльдарских пиратов в системе Нартаба находятся в завершающей стадии. Линкор Игнис и его флотилия присоединятся к нам. Точка встречи уже определяется. А потом, спросил Накирк. Дюкейт слабо улыбнулась. Я знаю не больше вашего, капитан. Примарх пока не поделился со мной, что будет дальше. Она собиралась что-то добавить, когда один из людей рядом с ней застыл. У помощника адмирала на правой стороне лица от виска до челюсти тянулся аугметический имплантат из меди и полированного серебра. Ралдарон узнал беспроводное вокс-устройство, а улучшенный слух уловил слабый звук, вибрацию эхосообщения, передаваемого в сосцевидный отросток благодаря костной проводимости. Майор, Дюкейт заметила реакцию и пристально посмотрела на подчиненного. Контакт госпожа, словно повторял то, что слышал. Наши корабле-разведчики в авангарде докладывают об одиночном имперском корабле крейсерского класса на курсе перехвата. Вероятно, он ждет нас за широкой тенью пояса в точке Мандевиль. Как не вовремя, пробормотал Накир. Принадлежность, спросила Дюкейт, название эскадра. Сигналы запроса указывают на темную страницу, принадлежащую 17-му легиону Астартес. Амит нахмурился. Несущие слова Ларгара, кому пришла идея пригласить их? Ралдорон уже щелкнул по вокс-бусине в ношейнике доспеха, переключившись на чистоту флота. А майор тем временем снова заговорил. В данный момент мы получаем автоматический сигнал с корабля. Кодовые протоколы совпадают. Первый капитан прослушал сообщение и его лицо помрачнело. Они говорят, что прибыли для разговора с ангелом. С ними эмиссар воителя. Когда Ралдорон добрался до покоя в примарха, его ждала сангвинарная гвардия. Зуриил, сержант гвардии и заместитель командира подразделения отдавал приказы боевому брату Логосу. «Ты и Халкрин с освещенной стороны», сказал он гвардейцу. «Мендрион и я прикроем господина с теневой». Логос отдал честь ударам кулака о грудь. Встроенный в перчатку болтер лязгнуло доспех. Он искоса взглянул на Ралдорона и вышел. Зуриил преградил дорогу капитану. «Ситуация под контролем, первый капитан». «Не сомневаюсь», ответил Ралдорон, «но как магистр ордена я должен выслушать несущих слова. У меня сотня боевых капитанов, которым необходимо знать о приказах магистра войны. Будет лучше, если они услышат их от меня». Сержант гвардии кивнул. «Как пожелаешь». «Отсеки», «они скоро будут». Богато украшенные двери покоев примарха открылись, а Ралдорон шагнул внутрь, и его глаза в первую очередь нашли сангвиния. Его повелитель носил обычный доспех из золота и белой платины. Поверх сложенных крыльев был наброшен бронзовый кольчужный плащ. И хотя броня не выглядела такой великолепной, как та, что он надевал в битву, что сангвиния сияет подобно звезде, которой придали форму человека, и не смог придраться к этому описанию. Примарх увидел первого капитана и коротко кивнул, подзывая его, «Ралд, отлично, ты избавил меня от необходимости вызывать тебя». Ангел пересек атриум помещения, пройдя сквозь лучи мягкого света, испускаемого парящими светосферами. Сияние отразилось от великолепного доспеха, осветив цветными вспышками картины и другие произведения искусства, расставленные вдоль стен. Ралдарон и Зуриил преклонили колени на полированном каменном полу и склонили головы. «Ваши пожелания, милор», спросил капитан. Ангел велел им стать. И когда Зуриил и другой телохранитель в золотом доспехе заняли предписанные места, капитан приблизился на несколько шагов. Сангвини был намного выше него, но он не возвышался над офицером. В том смысле, что капитан не чувствовал себя подчиненным. Казалось, повелитель кровавых ангелов способен быть наравне со своими сыновьями, даже если в реальности было иначе. «Я видел тебя во сне, мой друг», сказал Сангвини, «несколько ночей назад, когда я размышлял о нашем походе». «Я... Это честь для меня», сказал Ралдарон, подчеркивая каждое слово. Пути сыновей императора были неисповедимы и часто непонятны даже для таких сверхлюдей, как легионеры. Было известно, что некоторые из примархов обладали способностями, которые не поддавались логическому объяснению. Ходило много слухов, что Мортарион из Гвардии Смерти не чувствует боли. Корок сможет затуманить разум у людей одной мыслью, а хан говорит со штормами. В этих рассказах странным образом сплетались живой миф и голая правда. И когда речь шла о таких существах, как примархи, невозможно было определить, где заканчивается истина и начинается вымысел. У ангела было особое зрение, так это называлось. И за все годы службы в легионе ничто из того, что видел или слышал Ролдарон, не вызывало у него сомнения. В редких случаях, когда на кону стояло многое, Сангвини вмешивался в операции легиона. Как будто без причины, но всегда с исключительным эффектом. Спасались жизни, поражения обращались в победы, раскрывались ловушки. И отмечалось, что иногда он одаривает своих воинов милостью, мимолетным видением их собственной участи, открывшейся ему сквозь сложное переплетение нитей судьбы. Когда Ролдарон был молодым скаутом, он услышал эту историю от старого магистра Неофитов и задумался, что бы это значило. Сейчас, более чем столетия спустя, он узнает ответ. Сангвини кивнул, я видел тебя на Ваале, «Ты был в пещерах под крепостью-монастырем. Ты...» Лицо Примарха омрачилось, но на мгновение. И Ролдарон даже подумал, не показалось ли ему. «Ты был преисполнен гордости». Капитан долго искал нужные слова, наконец прозвучал ответ. «Я горд быть вашим сыном, повелитель, а я рад видеть тебя в своем легионе». Примарх мягко усмехнулся ему. «Ты моя сильная правая рука, Ралф». «Они идут», предупредил Зурил, прервав дальнейший разговор. Квадратный участок плиток посреди вестибюля опустился в углубление и разошелся на части. Каждая втянулась в полость под полом, как кусочки мозаики. Из открывшейся шахты поднялась платформа, паря на пульсирующем мареве антигравитацией. Лифт выровнялся с палубой и остановился. На нем стояли вооруженные болтерами и вытянувшиеся по стойке смирно четверо одновременно опустились на колени и поклонились, как и несколькими минутами ранее Ралдарон. В центре платформы находились трое, и они также оказали Сангвинию должное уважение. Двое были космодесантниками. Вырезанные на керамите строки текста густо покрывали их темные доспехи, а на плечнике украшал символ пылающей книги. Несущие слова с непокрытыми головами поклонились в пояс. Длинные локоны сынов Ларгара свисали до горжетов. В обвитых золотой проволокой прядях звенели шпильки благочестия. Последней из гостей была неестественно высокая женщина, закутанная с головы до пят в одежды из странного прозрачного материала темно-серого цвета. Ралдарон решил, что она возможна родом с одной из колоний с нулевой гравитацией, где люди вырастали гибкими и со слабыми костями. И на кораблях с обычной таранской гравитацией они передвигались в поддерживающих каркасах. Сквозь темную кисейную ткань были видны очертания ее лица, изгибы длинного и худого тела, костлявые плечи и маленькая грудь. Ралдарон удивился, когда понял, что под бесформенной мантией больше нет никакой одежды. Один из несущих слова седовласый ветеран с перекинутой через руку полосой пергамента шагнул вперед. Благородный Сангвини, начал он грубым голосом. Я капеллан Танус Крид, высокопоставленный Акалит Ларгара и командир Темной Страницы. Он указал на воина рядом. Мой заместитель, капитан Уан Харакс. Харакс кивнул. Доспех капитана также украшали длинные бумажные клятвенные ленты, не спадавшие с ярко-красных печатей на нагруднике. У космодесантника были рыжие волосы и, как заметил Ралдарон, неорганические глаза. Вместо живых человеческих ему в череп хирургическим путем внедрили механический визор. Женщина мадмуазель Каракора Сахзио из адептус астротелепатика. Астропад спросил Сангвини. Она исполнила сложный балетный реверанс. Слава тебе и твоему легиону, великий ангел. В ее голосе был специфический музыкальный тембр. Я приветствую сыновей моего брата на красной слезе, произнес Примарто, взглядом отпустив почетную стражу. Но должен сказать, вас не ждали. Если бы вы прибыли на день позже, то нас уже не застали бы. Мой флот готовится к переходу через Варп. Значит нам повезло, сказал Крик, сойдя с платформы лифта. За ним последовали Харакс и Сахзио. Воитель отправил нас в самый подходящий момент. У Хоруса в самом деле хорошее чувство времени, признал Сангвини, обменявшись взглядом с Ролдороном. Но я нахожу любопытным, что вы прибыли сюда за миг до конца нашей кампании на Каевасе. Интересно, был ли Альфарий таким молчаливым, каким кажется? Крит вздернул голову. Я ничего об этом не знаю, милорд. Лорд Авриллиан передал меня под командование магистра войны, и я прибыл сюда по его приказу. Хорус прислал мне капеллана? Ангел задумался над этим. Что ты об этом думаешь, первый капитан? Со всем уважением к нашим гостям кровавым ангелам они не нужны, тут же ответил Ролдорон. После принятия Никейского Эдикта несколько месяцев околитов несущих слова направляли в многочисленные флоты легионов. Запрет на применение психических сил в боевых действиях и распуск Библиариума проходили в каждом легионе по-разному, в соответствии с их традициями и методами. Ларгар предложил свои услуги братьям и отправил своих самых благочестивых и праведных апостолов, чтобы помочь с обратной интеграцией одаренных псайкерскими силами в строевые части космодесантников. Тем не менее кровавые ангелы не просили облаченные в черные доспехи хранители, чьи функции уже были определены в соответствии с потребностями легиона, взяли на себя контроль над переформированием. Ах да, впервые заговорил Харакс. Конечно, у вас есть свои силы, он взглянул на Ролдорона, словно пытаясь угадать его мысли. Мои хранители не то же самое, что капеллана Ларгара, сухо заявил Сангвини. Конечно, согласился Крит, а полномочия моей должности не относятся к делу, милорд. Я здесь в качестве посланника, лорд Сангвини. При этих словах женщина прошла вперед. Не то, чтобы я сомневался в возможностях мадмуазель, сказал примар, но астропатический хор красной слезы лучший в этом секторе. Они могут извлечь истечений космоса и передать в нужном виде любое сообщение, отправленное Хорусом. Ролдорон смотрел, как Крит медленно покачал головой. Нет, милорд, это не так. Великий Хорус поставил передо мной условие, что только Сахзё будет проводником этого сообщения и этот приказ не обсуждается. Тон ангела похолодел. Именно это сказал мой брат. Нет, лорд, ответил Крит. Именно это сказал ваш воитель. Ролдорон взглянул на Зуриила и заметил на лице сангвинарного гвардейца те же вопросы, которые, несомненно, читались на его собственном. Я далек от того, чтобы сомневаться в словах воителя, сказал Сангвиний. Госпожа, пройдите вперед, если угодно. Не могу, прощебетала она, потому что я тоже получила точные инструкции воителя. Сахзё протянула длинную руку и обвела помещение, указав на людей Зуриила, Ролдорона и несущих слова. Они должны уйти. Зуриил стеснул зубы. Мы сангвинарная гвардия. Мы не оставим нашего повелителя наедине с незнакомой ведьмой. Сахзё продолжила, словно сержант гвардии ничего не говорил. Сообщение Хоруса Луперкаля только для глаз его брата. Мемо-блоки в моей душе и телепатические коды, удерживающие мою ауру закрытой, только тогда исчезнут. Она вздохнула, задумчиво взирая на примарха. Когда мы будем одни? Сангвини надолго застыл с непроницаемым выражением лица. Затем оцепенение прошло. Делай, как они говорят, Зуриил. Забери своих воинов и подожди снаружи. Он повернулся к Ралдорону. Капитан, размести, пожалуйста, наших гостей, пока я разберусь с этим делом. Ралдорон подошел ближе, понизив голос. Милорд, вы... Уверен, сказал ему Сангвини тоном, не терпящим возражений. Первый капитан неохотно поклонился и отвернулся. Крит и Харакс последовали за ним, а в нескольких шагах позади шли Зуриил и воины Сангвинарной гвардии. За нарушение протокола еле слышно пробормотал Логос. Если бы здесь был Аскаэлон, он бы никогда этого не допустил. Тебе нечего опасаться, брат, услышал Ралдорон ответ Халкрина. Это наши союзники, угрозы нет, а эта девочка всего лишь тростинка. Ответ Логоса был ледяным. Действительно? Двери вестибюля закрылись с низким звоном металла о металл и Сангвини подошел к апостолу. Она не могла стоять неподвижно, поэтому переминалась ноги на ногу, словно под порывами ветра, которые касались только ее. Примарх протянул руку и, подняв ее подбородок кончиками пальцев, встретился со взглядом девушки. А ты, любопытная штучка, сказал он, что заставило моего брата отправить тебя ко мне, мадемуазель? Я бы не хотела гадать, прошептала она, дотронувшись до серебряной застежки на своей одежде. Нет, я не посвящена в мысли богов. Ангел тихо рассмеялся. Ни он, ни я, ни боги, но при плохом освещении можно по ошибке принять нас за них. Какое противоречие в этих словах великий, заметила Сахзё. Я не бог, говорит ангел. Она потянулась, осмелившись коснуться кончиков сложенных крыльев под кольчужным плащом. Сангвини позволил ей это, но затем отступил на шаг. Я, как и Хорус, и все мои родичи, таков, каким меня создал отец, рожденный из науки, а не мифологии. Император создал тебя ангелом, сказала Астропат. Голос разносился эхом по пустому помещению. Почему? Сотворил ли он также дьявола? Ты встречалась с моим братом Магнусом? Спросил он с кривой улыбкой. Сахзё скрестила руки на груди, проводя пальцами по тонкой, изящной шее. Каждое ее движение казалось совершенным, словно шаг в долгом, многозначительном танце. Отец дал тебе крылья и прекрасный облик, чтобы продемонстрировать свое мастерство, доказать галактике, что он превосходит любую мечту об ангелах. Слова женщины развеселили примарха, но ненадолго. Ты здесь, чтобы передать мне сообщение, напомнил Сангвини. Я слушаю. Как пожелаешь. Длинные пальцы сахзё потянули складки одежды, и ткань раскрылась, упав с худых плеч. Ее ноги окутал мерцающий шелковый покров. Бледное, цвета слоновой кости и лишенное волос тела было идеальным. С чрезвычайной осторожностью астропат опустилась на пол и сжалась в комок. Обостренные чувства Сангвини ощутили резкое падение температуры вокруг нее, и на коже сахзё заискрилась изморость. Она выдохнула, из ноздрей вырвались клубы белого пара, и ее начало трясти, но не от холода. Над астропатом собирались огоньки странного света, появляющиеся буквально из воздуха. Примарх почувствовал сернистый электрический запах. В голове пронеслась мысль. Сангвини быстро произнес по воксу, «Срочно изолируйте астропатический хор в святилище. Закройте их там и не выпускайте до моего приказа». Сангвини отключил связь, не дожидаясь ответа. На границе своих сверхчеловеческих чувств он ощутил внезапный энергетический поток вокруг этой женщины. Такой разряд психической силы мог легко уничтожить чувствительные разумы астропатов красной слезы. Сахзё испустила мучительный крик, снова привлекая его внимание. Голова женщины со слышимым хрустом дернулась вперед. Из открытого рта ноздрей, ушей и глаз вырвались потоки клубящегося тумана. Рука примарха опустилась к инферно-пистолету в кобуре и застыла на нём. С таким способом психической связи он не был знаком. Пронзительный психический крик пронёсся сквозь его мысли и растаял. Туман напоминал густую молочную жидкость, текущую сквозь прозрачное масло, но постепенно начал сгущаться в более твёрдую и определённую фигуру. Глаза сангвиния расширились, когда форма стала смутно напоминать человека. С каждой секундой она становилась более отчётливой, обретая характерные особенности. Экзоплазматическое облако сгустилось в знакомый силуэт и заговорило «Рад встрече, брат!» Звук искажался, словно проходил сквозь воду. Низкие тона резонировали, но голос, несомненно, принадлежал воителю. Глаза сангвиния метнулись к сахзё, которая молча корчилась в спазмах псайкерского транса, затем вернулись к призраку. «Хорус?» — спросил он, изучая туманное очертание. «Что это?» «Женщина исключительно одарена», — ответил брат. «А её способности были усилены теми, кто обладает уникальными знаниями». «Как это сделали?» Ангел медленно обошёл дрожащую, обнажённую женщину. «Она... канал...» — «Это невозможно!» Образ Хоруса повернулся и последовал за ним. Именно сангвиний. Испускать психические вопли в космос и надеяться, что их услышат, всего лишь один способ связи через межзвёздные расстояния. Единственный способ. «Это не так», — поправил Хорус. «Редкий дар сахзё — это то, что ты сейчас видишь. В её силах создать прямой канал связи через вар, став связующим звеном между нами. Для неё это так же легко, как если бы мы общались по ВОКС-каналу. Она связана разумом с другим, который сейчас передо мной». «Невероятно!» — признался сангвиний. «Это творение отца?» «Он сейчас занят важной работой на Терри». Хорус резко встряхнул головой. «Я многому научился, брат, особенно за последние недели. Передо мной открылись новые возможности». Он кивнул. «Для всех нас!» «Я впечатлён», — произнёс ангел. «Но советую быть осторожным с подобными вещами. Вспомни, как строго обошёлся император с тысячей сынов за эксперименты с имматериумом». Лицо Хоруса колыхнулось и сдвинулось, из-за чего его выражение нельзя было прочесть. Магнус сглупил. Он держал свои цели в тайне от отца. «Я никогда так не поступлю. Император всегда будет знать о моих намерениях». Призрак воителя вырос в размерах. При движении стали видны очертания боевого доспеха. Даже такое изображение передавало через свитовые годы его величественную внешность, ничуть не умоляя её. «У меня возник вопрос, Сангвини. В то время, как я стою на палубе духомщения вместе со своими воинами, а окончание великого крестового похода не за горами, я думаю о наших сомнениях». «У меня их нет», — ответил ангел без колебаний. «Наша цель та же, что и всегда, брат. Мы несем свет тем, кто нуждается в просвещении. Мы следуем по славным стопам нашего отца. Ты знаешь об этом?» «Знаю», — повторил Хорус. И секунду он почти казался разочарованным. «Я знаю желание нашего императора править приведенной к согласию галактикой. Мы были рождены для этого». Сангвини замолчал. На лице мелькнула тревога. Призрачный образ его брата было сложно понять. Но он чувствовал дистанцию между ними, которая была не просто физической. «Хорус, что тебя беспокоит? Что-то не так? Поэтому ты захотел поговорить со мной с глазу на глаз?» Воитель ответил медленно, но уверенно. «Я в порядке, брат. Не беспокойся обо мне». Он указал на Сангвиния. Призрачные пальцы протянулись к нему. «У меня новые приказы для кровавых ангелов». «Важная операция, которая потребует всей мощи твоих армий». «Ты хочешь, чтобы я направил весь свой легион на одну цель?» Хорус кивнул. Образ размылся. «Да, и тебе потребуется сила каждого твоего сына». Я узнал, что скопление миров в Северном Кресте за пределами окраины разорвало все контакты с Терой и Империумом. Эти миры – ключевые колонии в том регионе, жизненно важная система для защиты внешних секторов, обладающие исключительным стратегическим значением для Великого Похода. «Вторжение?» спросил Сангвиния. «Или мятеж?» «И то и другое», ответил воитель. «Моя разведка считает, что планетарные губернаторы добровольно передали власть и военные силы вторгшимся к Сеносам». Он устремил на брата жесткий взгляд. «Ты хорошо их знаешь, Сангвиния. Мы вместе встречались с ними в пустынях Мельхиора, чужие деспоты, называющие себя Нефилимами». Примарх на мгновение замолчал, затем покачал головой, нахмурившись. «Нефилимы вымерли», настойчиво произнес он. «Мы истребили миллион Ксеносов на Мельхиоре. Их родной мир опустошен белыми шрамами». Джагатай сказал мне об этом, глядя в глаза. «Похоже, Хан и его воины слишком поспешно похоронили омерзительных тварей. Очевидно, Пятый Легион не такой основательный, как мы считали. Некоторые выжили и вернулись досаждать империуму. Не подумал бы, что белые шрамы способны на такую ошибку. Сангвини еще больше нахмурился. Трудно представить, что Джагатай Хан и его орды после нападения оставили бы хоть одного Нефилима в живых. «Отправляйся к восточному пределу», потребовал Хорус, «и закончи дело раз и навсегда. Возьми свой Легион и уничтожь все, что найдешь там». «О колонии». Хорус стал мрачным. «Сделай, что сможешь, но для колоний и их населения может быть уже слишком поздно. Если так и будет, их следует считать враждебными воинами. Не добивайся и не принимай капитуляции, сангвиний. Возможно, там ждет только смерть, но я уверен, что со всеми сыновьями ты полностью уничтожишь чужих и заодно их прихлебателей». Ангел задумался над словами воителя. «Это приказ?» «Да», разнес с эхом далекий голос. «Возьмешь с собой Крида и темную страницу. Они будут наблюдать, а когда все закончится, вернутся, чтобы доложить мне». «У нас есть делегация летописцев, возможно, их следует отослать». «Держи их при себе», сказал ему Хорус. «Они послужат своей цели». Сангвиний задумался над приказом. Хорус просил, чтобы кровавые ангелы послужили в качестве лезвия топора, сметающего все на своем пути. Несомненно, они на это способны, но такое использование их возможностей казалось нерациональным. «Я сделаю то, что просит от меня мой воитель, если такова его воля», сказал примар. «Мои флоты поблизости, и я быстро смогу их собрать. Но у меня есть вопрос». «Задавай», согласился Хорус. «Почему ты выбрал для этого задания кровавых ангелов?» Сангвиний попытался понять по лицу призрака, что тот замыслил, но туманный образ постоянно искажался. «Уверен, волки руса или пожиратели миров Ангрона лучше бы подошли для подобной карательной кампании. Мой легион, не палачи». «Ты тот, кем тебе приказывает быть твой воитель», раздался краткий ответ. Хорус замолчал, затем продолжил, смягчив тон. «Хочешь знать, почему я прислался в Зё? Почему хочу сохранить эту беседу в строжайшей тайне?» Запах человеческого пота и иссохшей плоти достиг примарка, и Сангвиний взглянул на Астропата. Погруженная в глубокий транс, она качалась вперед-назад, исторгая густые клубы тумана. Ангел увидел странные узоры под её кожей, яркие линии, похожие на огонь, пылающие глубоко внутри неё, кресты поверх крестов, звёзды и круги. Это вызвало у него некоторое беспокойство. «Это из-за данной тебе клятвы». Слова Хоруса отвлекли его внимание. «На Мельхиоре, в руинах часовни чужих». «Я сказал, что сделаю всё, чтобы помочь тебе с твоими потерянными. Неважно, сколько времени это займёт». Сангвиний застыл. Я помню. На развалинах родного мира нефилимов была обнаружена тайная истина. Ксеносы управляют человеческими разумами, о чём мы всегда знали. Но они владеют технологией, которая может влиять на структуру мозга. Нечто, что способно проникнуть в самые глубины разума человека и вырезать тьму, возникшую в нём. Ты понимаешь, брат, у этих существ есть ключ. Это может быть то самое решение, которое ты ищешь. «Способ уничтожить изъян». Он кивнул. «Я знаю, ты продолжаешь искать решение». «Да», подтвердил Сангвиний, снова почувствовав тяжесть возложенной задачи. «И мы ничего не нашли. В этот самый момент командир моей гвардии возвращается с Нортаба Октус после бесплодных поисков». Он на мгновение отвёл взгляд. Примарх отправил Аскаэлона на планету, осаждённую эльдарскими пиратами, чтобы разыскать утраченный биореликт. Но там не было ничего, кроме руин. То, что ему приходилось скрывать эти факты от своих сыновей, угнетало его. Но всегда находилось бремя, которое отец должен был внести в одиночку. «Выполни мой приказ», сказал ему Хорус. «И я обещаю, что кровавые ангелы обретут свободу». Наконец, Ангвиний выпрямился и ацелютовал аквилой фантомному образу брата. «Слушаюсь, воитель», сказал он. «Куда нам держать курс?» Лицо в дымке улыбнулось. «В звездную систему сигнус». Три из чистокровных волки, утопающие в пепле. Босые ноги воина, наматывающего круги в орудийной галерее гермии, шлепали по холодному металлу палубы, подобно метроному, отсчитывающему ход времени. Кровавый ангел бежал со скоростью, больше подходящей бронетранспортеру типа мастодон, несущемуся по ровной местности. Встречный поток воздуха хлистал одежду о его тело. За спиной был металлический каркас, загруженный железными дисками, противовесами, одолженными у расчетов тяжелых баллистических пусковых установок, расположенных намного ниже платформы галереи. Запястья и лодыжки обвивали широкие повязки, плотно набитые порошком осмия. Они довели тяжестью, имитируя вес силового доспеха тип 2, но без увеличивающих силу систем и устройств контроля внутренней температуры. Тем не менее, химически измененный пот поддерживал тело воина охлажденным, что позволяло на заданной скорости приблизиться к носу гермии и центру орудийной галереи. Поднимаясь высоко над носом корабля, галерея была конструктивным элементом из эпохи до Великого Похода. Раньше здесь размещались сенсоры, а артиллерийские офицеры снимали визуальные показания прицеливания. Технологические успехи жречества механикум сделали подобное назначение устаревшим, и во время последнего ремонта многокилометровую платформу переделали, за исключением основного верхнего коридора гермия. Это был самый длинный переход на корабле, большая часть которого пустовала. Одна сторона платформы была обращена вниз, на ту часть корпуса, где размещались носовые орудия и установки поля Геллера. Другая смотрела через панели бронестекла в глубокий космос. Под ней опускались багровые борта космического корабля. Кровавый ангел увидел приближение поворота и резко ускорился. Он хотел закончить пробежку до того, как гермия выйдет за границы системы Нарбата в межзвездное пространство и направится в Варп. Где-то на корабле его боевые братья готовили доспехи и оружие к предстоящей операции. Их командир, брат-сержант Кассиил, отдал приказ об обязательной проверке снаряжения, а он был известен придирками к мельчайшим деталям. Остальные воины отделения Сарга, Лейтио, Ксаган и другие должно быть напряженно трудились под суровым присмотром Кассиила, разбирая и собирая болтеры, натирая доспехи полировочным порошком. Однако доспех космодесантника все еще находился у сервов легиона. Починка поврежденного нагрудника заняла больше времени, чем ожидалось. Мысль о поврежденной броне снова вызвала вспышку боли вране. Когда он повернул, наклонившись на бегу, рубцовая ткань с неровными краями на животе натянулась. Тело пронзило боль, из-за чего он вздрогнул и на мгновение сбился с шага. В тот же миг он увидел фигуру под изогнутой опорной балкой. Человек прислонился к похожим на бойницы решеткам, в которых когда-то размещались макроскопы и лазерные дальномеры. Воин остановился, выравнивая дыхание, рука опустилась к шраму. Все еще заживает, легионера. Я прорану. Мелодичная модуляция его голоса напоминала акцент кельтианских колонистов. Откуда ты о ней знаешь? Спросил кровавый ангел. Слова человека казались навязчивыми, лицо было незнакомым, но одежда указывала, что он не принадлежит ни к матросам, ни к слугам легиона. Он держал инфопланшет усовершенствованной гражданской модели с генетическим идентификатором, откидными линзами значит летописец решил космодесантник. На кораблях оперативной группы находилось несколько летописцев, хотя большинство оставалось на флагмане флота Игнеф. Я знаю, кто вы, милод. Брат Мерас из чистокровных девятой роты. С вашего позволения скажу, что вы объект определенного интереса. Мерас приблизился на шаг. Чьего интереса? Летописец отступил на то же расстояние. Щеки вспыхнули, когда он наконец понял, что чересчур фамильярен. Я не собирался проявлять неуважение, но история о вас на Нарбата Октус, ну я и коллеги артисты слышали ее, а я здесь на Гермии. Он замолк и сглотнул. Вы в одиночку отбились от стаи эльдарских пиратов. Один единственный апотекарий против целого отряда, только чтобы спасти дюжину людей на аванпосте Октус. Это мой долг, фыркнул в ответ Мерас. И не стоит раздувать из него историю. Прошу прощения за бесцеремонность, милорд. Но это мне решать, а не вам. Он слегка поклонился, убрав нечесанные каштановые волосы со светлых глаз. Я Халердайс Гервин, летописец с широкими полномочиями согласно декрету императора. Согласно декрету императора. Регистратор истории и тому подобного. Он снова приблизился к Мерасу. И о каком долге вы говорите? Получить смертельную рану в живот и отказаться обсуждать ее, бегая по этим коридорам, вернуться из объятий смерти. Это действительно отличная история. Я бы даже сказал волнующая. Что-то в поведении человека позабавило Мераса, но он не подал виду. Почему бы тебе не запечатлеть истории о более великих людях, чем я? Например, о примархах. Он кивнул на стену. На борту этого корабля находится Аскаэлон, командир сангвинарной гвардии. Думаю, потомки хотели бы узнать о деяниях героев его масштаба, а не о таких скромных легионерах, как я. Гервин хрустнул пальцами. О, вот в чем вы ошибаетесь. Великий крестовый поход касается простого солдата в той же мере, что и высокопоставленного командира. Он сделал паузу. Во всяком случае, я так считаю. Летописец помахал инфопланшетом. И по правде говоря, милор, этот ваш Аскаэлон так, словно ищет что-то. Это не твое дело, сказал Мерас Гервину, так что не о чем беспокоиться. И все же слова летописца задели апотекария. Присутствие командира гвардии на флоте было необычным, а его действия во время операции в Нартабе только добавили вопросов. Мерас слышал казарменные сплетни о том, что сангвинарный гвардеец отказался участвовать в обороне научной колонии Октус. Вместо этого исчезнул в пустошах без единого объяснения. Но опять же воин ранга Аскаэлона не должен отчитываться ни перед кем, кроме самого примарка. Все это Мерас держал при себе, не видя причины лить воду на мельницу фантазии летописца. Ему на ум пришла другая мысль. Ты здесь, чтобы следить за мной? Нет, возразил Гервин. Вообще-то да и нет. Определись. Мерас сложил руки, холодно глядя на худого человека. Я был здесь с самого начала, сказал он. Здесь тихо, не так ли? И великолепный вид. Гервин кивнул в сторону окон. За бронестеклом были видны очертания могучего линкора Игнес. Огромный багрово-обсидиановый молотоглавый корабль плыл в нескольких километрах по правому борту. И когда я услышал, как вы бежите по коридору, он пожал плечами. Послушайте, Ми. Кровавый ангел поднял руку. Просто Мерас, не обременяй меня титулами. А, да, Мерас. Гервин снова сглотнул. Я не собирался навязываться, ну, может быть, чуть-чуть, но не настолько, чтобы беспокоить вас. Я хотел написать историю. Покажи. Мерас протянул руку, указывая на планшет. Она еще не закончена, запротестовал летописец. Не желая отдавать устройство, он поднял его, чтобы показать ряд сюжетных панелей. Под каждой небольшой картинкой располагался блок текста. Первая была причудливым изображением кровавого ангела в белокрасном доспехе апотекария легиона с болтером в одной руке и цепным топором в другой, противостоящего стене смертоносных эльдаров. Я секвенталист начал Гервин. Слова из него так и сыпались. Немного писатель, немного художник, с лучшими качествами обоих. Я знаю, некоторые смотрят свысока на мое искусство. Считаю, что оно не такое важное, как опера или скульптура. Но ручаюсь, что эти рассказы прочитают больше людей по всему империуму, чем вы. Выражение лица апотекария, изучающего картинки, оставалось нейтральным. На следующей панели крупным планом было изображено лицо вымышленного воина, сносно передавая измученный заботами образ Мераса, но в причудливом и чрезмерно героическом свете. «Одобряю», сказал он. «Только придерживайся в своей работе истинный летописец». «Конечно», довольно кивнул Гервин. «Когда работа будет закончена, я пришлю одну распечатанную и переплетенную копию вам». «Нет необходимости», он замолчал и похлопал по шраму. «У меня уже есть свидетельство о том дне». «Когда Гервин снова заговорил, прежняя жизнерадостность исчезла». «Вы боялись?» «Рассказывают, что ангелов императора никогда не беспокоит подобное, что вы всюду ступаете без страха». «И да, и нет», ответил ему Мерас. «В зависимости от обстоятельств ощущения меняются». «Я да, в смысле боюсь». Признание было неожиданным и Мерас не знал, как реагировать на него. В этот момент Апотекарий отчетливо почувствовал разницу между ними. Он улучшенный сверхчеловек, созданный быть выше подобных эмоций. Гервин обычный человек, неподготовленный к опасностям смертоносной вселенной». Летописец продолжил. «В прошлый раз я был здесь, когда мы направлялись к Нортабе. Я хотел увидеть, как выглядит Варп, хотя бы его тень». «Варп не для таких, как ты», объяснил ему Мерас. «Он выжжет тебе глаза, его притягивает твой разум». «Разве это не просто рассказы?» Гервин слабо усмехнулся. «Тебе следует спуститься», сказал Апотекарий. «Иди». Мерас так и не договорил. Неожиданно во тьме перед носом Гермии возникла яркая мерцающая пелена. Она раскрылась, лепестки пространства загнулись наподобие лоскутов окровавленной кожи вокруг краны. Летописец скрикнул и отшатнулся к переборке за их спинами, закрыв лицо от внезапного потока адского света. Затем предупредительные клаксоны Гермии заголосили пронзительным хором. Палуба задрожала, когда многочисленные автоматические батареи развернулись в сторону все еще фокусирующихся варп врат. Апотекарий увидел, как в пространстве на временном континиуме появилась щель и выбросила из мерцающих глубин железного хищника. Это был космический корабль имперского типа, по размерам и конструкции, сходные с Гермией. Но если крейсер был окрашен в цвета и отмечен символом девятого легиона Астартов, то новоприбывший нес мужественные цвета великой армии Теры. Двигатели вернувшегося в обычное пространство корабля работали с полной тягой, и он оказался корпуса Гермии. Палуба крейсера резко накренилась, и Мерас, чтобы не упасть, схватился за направляющие, когда гравитационное покрытие палубы пыталось справиться с резким изменением курса Гермии. Громадный корабль отклонился, стараясь сохранить дистанцию. Во тьме варп-разлом закрылся с порывом аномального излучения и тошнотворными неестественного цвета выбросами. Гервина трясло, когда он осмелился голос был едва слышен сквозь вой сирен. Корабль? Варп-разлом? Да, добавил Мерас. Командир этого корабля должен быть отчаянным или глупым, чтобы выйти из варпа так близко к точке перехода. Он нахмурился. Такую тактику иногда использовали коперы на оживленных транспортных линиях или капитаны, пытающиеся блокировать звездную систему. Кровавый ангел подошел к левому борту галереи и посмотрел через иллюминатор, следя за тем, как гость сбрасывает скорость на громадных столбах пламени. Тяжело дышащий и спотыкающийся летописец подошел в тот момент, когда у борта крейсера имперской армии полыхнула серебристая вспышка. Это шаттл? спросил Гервин. Точно, направляется сюда. Мерас молчал, изучая силуэт приближающегося корабля. Он приобрел очертания громового ястреба и резко повернул, направляясь к стыковочному узлу ближайшего корабля, в котором оказалась гермия. Имперский крейсер уже добавлял тяги в основные двигатели, наклоняясь вперед и меняя курс. Он набирал скорость, словно собираясь убраться как можно скорее. Громовой ястреб развернулся и снизился перед орудийной галереей, предоставив Мерасу и летописцу возможность рассмотреть медные символы на своих крыльях. Силуэт рычащей головы фенрисийского волка на сером ромбе. Сыны Русса? Гервин повернулся к кровавому ангелу, переполненный новыми вопросами. На одного взгляда в глаза Мерас ухватило, чтобы забыть их, прежде чем они были произнесены. Возвращайся в свою каюту, сказал ему апотекарий и снова пустился бегом. Сангвинарный гвардеец с каменным лицом шагал по палубе третичного отсека шаттлов Герми. Холодные глаза смотрели с прищуром. Легионеры с болтерами на изготовку уже встали полукругом по краю свободной посадочной площадки, но он проигнорировал их и прошел вперед. Наблюдая, как серебристо-серый громовой ястреб проходит сквозь сверкающую оболочку защитного атмосферного поля. Охлажденный прикосновением космоса фюзеляж корабля из-за влаги в воздухе тут же заискрился инием, который затем растаял едва заметными облачками пара. Аскайлон, игнорируя протоколы безопасности, стоял прямо под носом громового ястреба, когда тот развернулся на месте, зависнув на реактивных струях из выхлопных сопел. За бронистеклом фонаря кабины гвардеец мельком увидел смутные очертания людей. Затем корабль опустился, заполнив выхлопными газами площадку. Аскайлон смотрел, как громовой ястреб, словно огромный зверь, садится на посадочные лыжи. Нисходящий поток обрушился на него, развивая длинные темные волосы. Не успел пронизывающий вой двигателя стихнуть, как посадочная рампа громового ястреба опустилась с шипением гидравлики. И группа воинов в полных доспехах и боевых шкурах спустилась на палубу. Они выглядели готовыми вступить в бой с любым противником, несмотря на то, что оказались среди равных и союзников. Но считают ли космические волки равней себе хотя бы один легион? Аскайлон устоял перед искушением скрестить руки на бочкообразном нагруднике богато украшенного доспеха. Вместо этого он стал внимательно рассматривать сынов Русса, которые изучали отсек с края рампы. От него не ускользнуло, что ни один из них не сошел на палубу корабля Кровавых Ангелов. Волк во главе стаи заговорил первым, кто здесь командует. Воин носил знаки отличия капитана и сложные племенные руны на нагруднике, которые указывали на множество битв в его прошлом. С плеч свисала черная шкура, а в кобуре у бедра покоился широкий болтер незнакомой модели. На груди капитана были прикреплены короткие ножны, направленные вниз, давая возможность быстро выхватить боевой нож. Они были усеяны кусочками кварца, а рукоять ножа обмотана багровой кожей. Легионер сошел с рампы и приблизился, оглядываясь так, словно оказался в зоне боевых действий. Аскаэлон понимал, что волчий капитан отлично осведомлен, кто командир. Значение золотого доспеха сангвинарной гвардии было очевидным, и тем не менее гость для шестого легиона были типичны такие незначительные проявления высокомерия. Они были похожи на псов, рычащих и лающих при первой встрече, чтобы выяснить, кто вожак, пока он будет подыгрывать. Я Аскаэлон, избранник сангвиния, можешь обращаться ко мне? Конечно, произнес капитан, снимая шлем. Под керамитом оказалось грубое, иссеченное шрамами холодное лицо. Череп был брит, но отсутствие волос восполняла косматая борода, отмеченная сединой. Рад встрече командир гвардии. Я Хелик Красный Нож. Он больше не добавил никакой информации о себе, великой роте или почестях, словно для окружающих одного имени было достаточно. Аскаэлон оглянулся, отметив, что кровавые ангелы поблизости не расслабились, реагируя на его позу и поведение. Также он увидел, что за армии прекратили работу и следили за разговором, а на одной из верхних платформ сангвинарный гвардеец заметил одинокого легионера в служебных одеждах, наблюдающего за ним. Аскаэлон отвернулся. Капитан Красный Нож, вам повезло, что мы не сбили ваш корабль. Подобное прибытие без предупреждения безрассудно. Орудийные расчеты оперативной группы находятся в повышенной боевой готовности. «Удача не имеет к этому отношения», живо ответил Красный Нож, «и у меня нет времени на этикет». Пока он говорил, остальные космические волки спустились следом на посадочную палубу, развернувшись неровным строем, который неопытный глаз мог посчитать небрежным, почти беспорядочным. Аскаэлон впервые заметил присутствие рунического жреца, стоящего в тени Красного Ножа. Доспех волчьего священника был украшен резными костями. Лишенный забрало шлем, очевидно, вырезали из огромного волчьего черепа. Жрец настороженно стоял за плечом своего командира. Рука постоянно находилась на рукояти зазубренного психосилового меча. Сангвинарный гвардеец бессознательно повторил жест жреца, опустив руку на эфес карминового меча. Я вижу, сказал он, что вы не только нарушаете простые правила флотского протокола, но также игнорируете эдикта императора. Кровавый ангел кивнул на рунического жреца. Ты знаешь, псайкеры запрещены среди легиона Састардес. Священник ответил на языке, который Аскаэлон не смог понять, но узнал фенрессийский говод. Красный нож коротко кивнул. Кровавый ангел, мой боевой брат Штиль не колдун, и он прощает тебя за ошибку. Это частое недоразумение. Он не может ответить мне лично на имперском готике. Нет, ответил капитан, мой скальк говорит только на нашем древнем языке. Это традиция, понимаешь? Нет, тона Скайлона стал холоднее. И я снова повторяю, никейский эдикт запрещает использование психических сил. Твоего жреца следует вернуть в строевые части и больше не разрешать ему иметь дело с варпом. Штиль издал шипящий звук, но красный нож усмирил его одним взглядом. Его сила чиста, она идет от Фенриса, как и моя. Это единственное объяснение, которое ты получишь от меня. Он взмахнул рукой. Будем продолжать в том же духе или перейдем к делу? Что выбираешь, командир гвардии? А Скайлон мгновение размышлял над идеей отправить наглых волков в корабельный карцер Гермии или вышвырнуть их вместе с громовым ястребом в космос. Тогда у меня вопрос, космический волк. Почему вы прервали наш переход? Эта флотилия должна была ответить на очень важный вызов. А ваше неожиданное прибытие задержало нас. Я прекрасно осведомлен о ваших планах, ответил ему красный нож. и материум становится неспокойным, а вы единственный контингент кровавых ангелов в непосредственной близости, до которого мы могли добраться. Он прикрепил шлем к поясу. Мое подразделение получило приказ о переходе во временное подчинение вашему примарху Сангвинию. Капитан протянул руку. Один из его воинов открыл сумку из высушенной звериной кожи. Достал тубу с посланием и протянул ее аскайлон принял предложенный документ и просмотрел его. Его внимание привлекла термическая печать, выжженная на полупрозрачной бумаге. Узор печати напоминал странный математический символ с глазом посередине, обращенным вверх. Этот приказ исходит непосредственно от лорда Малкадора Сигелита, регента Терры. Мой повелитель лорд Руст подтвердил его, пояснил волчий капитан, и он не может быть отменен. Вы доставили его с самой Терры, сказала Аскайлон, не поднимая головы и вчитываясь в каждое слово. Нет, нам поручили это задание, потому что мы были ближе всех к вам. Мы отправимся вместе с вами на красную слезу, ко двору ангела. Как можешь увидеть из слов Сигелита, главное это время. Тем не менее, в переданном красным ножом документе было много неясного, и помимо то, что документы приказы были подлинными, не вызывало сомнения. Фотопергамент был телекинетически расшифрован связанным специалистом-астропатом, и все составляющие коды и цифровые фразы были на месте. Но в нем почти не объяснялось, почему Малкадор вдруг решил отправить группу космических волков сопровождать великого ангела. Наконец-то Скайлон поднял глаза и встретил холодный взгляд красного ножа. А какова твоя задача, служить императору человечества и защищать империум от всех угроз? Благородное лицо Скайлона нахмурилось. Был бы признателен за более подробное объяснение. Не сомневаюсь. С каждой секундой терпение сангвинарного гвардейца истощалось. Он приблизился и понизил голос, чтобы его не услышали другие. Думаешь, я смирюсь с тем, что эта информация вне моей служебной необходимости? Я командир избранных ангелов. В этом легионе нет никого выше меня по званию, за исключением самого примарха. Красный нож кивнул, не реагируя на растущее раздражение кровавого ангела. Я знаю это. Все, что могу сказать тебе, мы здесь. Космический волк замолчал, подбирая нужные слова. Мы здесь, чтобы наблюдать. Вы наблюдатели? Эта мысль казалась абсурдной. Представить сынов Русса в качестве стражников в то время, как где-то шла война, было невозможно. Это противоречило всему, что Аскайлон знал о них. Мы согласны называть это таким образом, ответил Красный нож. У меня нет желания и дальше задерживать отправку флотилии. Если ты предоставишь нам временное жилье, я со своим отделением не стану вмешиваться в твои дела. Аскайлон пытался разглядеть в непроницаемом выражении лица капитана, хоть какие-то признаки отговорок, но не смог. И как бы он не хотел еще больше расспросить космического волка, огромный флот ангела будет ждать в назначенном месте гермию и остальные силы оперативного соединения Игнис. Дальнейшая задержка была непозволительна. Позаботьтесь о запросах капитана Красного ножа, приказал наконец сангвинарный гвардеец, подозвав серва легиона коротким жестом. Аскайлон отвернулся от космических волков и пошел прочь. Обеспечить безопасность корабля отдал он резкий приказ. Свяжитесь с Игнис и приступайте к процедуре входа в Имматериум. Он поднял голову и увидел, что легионер все еще наблюдает с площадки наверху. Мерас тот, кто получил ранение. На лице воина читался вопрос и Аскайлон поморщился, разделяя его сомнения. Он здесь! Он здесь! Помощник маршала Заубера ворвалась в кабинет, находясь в состоянии близком к панике и восторгу одновременно. Ее звали Розин, и маршал принял девушку на работу как по причине компетентности, так и заопрятной внешности. В его профессии последнее было редкостью, потому что запутанная политическая система колонии состояла в основном из стариков и отмеченных шрамами ветеранов войны. Они были людьми, которые, казалось, возвели в ранг искусства свою непривлекательность, несмотря на пышные наряды, высокие должности и звания, присваиваемые друг другу. Большинство из них были уже мертвы. Маршал откинул все мысли и выбрался из-за стола, не обращая внимания на накопившиеся груды инфопланшетов, которые он мимоходом подвинул. Заубер направился к двери и широкой лестнице, которая вела спирально вдоль стен зала заседаний на первый этаж. По стенам и ковру струился насыщенный красноватый свет, похожий на старую кровь, придавая знакомым коридорам и ступеням призрачный и нереальный облик. Нет, не призрачный, это было неверное слово. Кошмарный. Все было таким. Свет, стены и пол, все было неправильным. Розен следовала по пятам, и Маршал понял, что она тоже была неправильной. Ее голос был высоким и нервным, не таким, как прежде. Словно она постоянно находилась на грани истерики. Звучал ли голос Заубера так же, как и ее? Он хотел спросить, но боялся, что она скажет, да, вы действительно говорите так, словно сходите с ума. Он хотел спросить ее, слышит ли она те же самые звуки на границе сознания, похожие на шепот или шелест переворачиваемых страниц. Видит ли краем глаза странные отблески, призраков в зеркалах и отражениях? Было ли ей тяжело подавить желание заколоть людей? Мучили ли ее кошмары все это время? Хотела ли Розин без остановки кричать, пока горло не наполнится кровью? И... Заубер тряхнул головой и произнес короткое нет, что девушка, возможно, заметила, но не прокомментировала. Они пересекли Атриум и Заубер посмотрел на застекленную крышу. Сквозь прорехи в наносах золы, покрывавших стекла из кристалла флекса, пробивались лучи искаженного света. Пепел продолжал падать уже много дней и этому странному феномену не было видно конца и края. Он был всюду, похожий на горячий снег. Его частицы тлели и не сгорали, собирались в кучи и разносились по улицам внезапными обжигающими порывами ветра. Происходящим был бы смысл, если бы поблизости находился вулкан, извергавший дым в небо. Такое Заубер смог бы понять, но ничего подобного в колонии не было. Падающий из низких зловещих облаков бесконечный дождь пепла не подчинялся законам метеорологии. Другие планеты в скоплении сообщили о том же самом или же метались между объявлением тревоги и требованиями к столице сделать что-нибудь. Сначала Заубер и другие члены совета отмахивались от первых происшествий, считая их розыгрышами или ошибочными донесениями. В конце концов неохотно стали считать их некой организованной демонстрацией недовольны. Глупо, подумал он. Эта природа обратилась против них, не люди. Альдерман Ии за несколько часов до того, как вставил лазерный пистолет между тонкими губами и выжег свой череп, навел на мысль о другом источнике проблем. Ии происходил из семьи вольных торговцев. Когда-то много путешествовал, пока любовь и женитьба не прельстили его вести оседлую жизнь колониста. Они обратились к нему, когда впервые прозвучало предположение о причастности ксеносов. Старый космонавт сказал что-то о Варпе, но Заубер не понял, о чем он говорил. Родившийся и выросший на колониальных мирах, Маршал никогда не путешествовал через Имматериум, даже никогда не ступал на борт межзвездного корабля. Заубер попытался вспомнить, что именно сказал Ии, но все мысли крутились вокруг последнего воспоминания о Бальдермане. Его обезображенное тело согнулось вокруг длинного дуэльного оружия, припав к стволу, как новорожденный груди матери. Список того, что ученые нарекли аномальными явлениями рос с каждым днем. В фермерских регионах на 500% вырос уровень врожденных мутаций, которые теперь перекинулись от домашнего скота на детей в младенческих центрах города Улья. Исчезла связь с целыми населенными пунктами. Некоторые укреплялись и обрывали все внешние контакты, другие просто опустили. Загадочные передачи по видеоканалам, которые вызывали тошноту и беспричинных страх у всех, кто их слушал. Резкий рост уровня самоубийств и убийств. Мертвые птицы. Появление огромного числа странных геометрических фигур на стенах жилых башен, шоссе, даже вырезанных на холмах. Ни один мир не избежал этого. Необъяснимые события распространялись как волна, увеличиваясь в масштабах, и маршал Заубер не имел представления, как справиться с ними. Ответственность легла на него согласно порядку преемственности. Другие члены совета либо покончили с собой, либо погибли во время непонятного поджога, уничтожившего здание парламента. Только благодаря капризу судьбы Заубера не было там, когда это произошло. Его задержала авария на магистрале. Сначала он подумал, что это была удача, но сейчас он склонялся к противоположной точке зрения. На него легло бремя ответственности, и оно давило на него всей своей тяжестью. Колонисты обратились за помощью сначала к соседям, а затем к имперскому администратуму, армии, легиона Састартес, ко всем, кто мог услышать. Но ни один из посыльных кораблей, направленных к ядру сегментума, не вышел на связь, а все астропатические сообщения остались без ответа. Был момент, когда им показалось, что ответ пришел, но сигналом оказалось искаженное эхо первого сигнала бедствия, после этого сигналы больше не отправляли, передачи стали невозможны. Астропаты начали поочередно умирать от болезни, которые не псайкеры были невосприимчивы. Последнее, что слышал Заубер, медик на одной из орбитальных платформ держал несколько оставшихся в живых телепатов в полной изоляции. Маршал полагал, что они вслед за своими родичами медленно угасали. Когда Заубер подошел к дверям, они открылись автоматически. За ним по плиточному полу цокали туфли розин. Двое солдат с валившимися глазами, давно не отдыхавших людей, встали по бокам от них и подняли лазерные винтовки, остерегаясь кружащегося тумана снаружи и того, что он мог скрывать. Горячий воздух с сернистым запахом сразу же высушил горло и ноздри Заубера. Декоративный фонтан в огромном внутреннем дворе покрылся затвердевшей пылью, а водоем под ним превратился в жижу серой грязи. Окаемлявшие площадь сады стали коричневыми и сгнили. Трава и цветы были засыпаны пеплом, который затмил солнечный свет. В обычный день маршал мог видеть пространство за большой аркой внутреннего двора и дорогу посадки в первую магистраль колонии. Но жилые кварталы, которые тянулись вдоль широкого бульвара, растворились. Сквозь непрекращающуюся пепельную бурю угадывались только намеки на их каменное великолепие. Он услышал хриплый грохот мощных двигателей военной машины. Там Розен ткнула пальцем на дорогу и Заубер увидел мигание фар, которые усиливались по мере приближения машин. Они ехали со стороны космического порта, но это определенно были нелегкие полугусеничные машины сил планетарной обороны, которые размещались там. Заубер вспомнил, что больше суток не получал доклада от людей, которых он направил охранять порт. Неизвестные машины превратились в тени, затем в угловатые силуэты. Они быстро перемещались широкими металлическими бамперами, отбрасывая со своего пути брошенные автомобили. Массивные гусеницы заскрежетали паракриту, когда конвой бронемашин замедлился, перестроился клином и остановился. Это были бронетранспортеры, модели, которую Заубер прежде не видел. Огромные металлические коробки, украшенные орудийными спонсонами, броневыми башнями и антеннами, которые раскачивались на ветру. Слязгом открылись люки и из машин, войдя по сторонам тупыми мордами дыхательных масок, высадились солдаты в пурпурно-черной униформе. Заубер попытался пригладить волосы и поправить перчаткой пепла. Из кормовой части самой большой машины появился гость, которого они ждали. Он был высоким и худым, и первая мысль, пришедшая на ум Зауберу, когда человек приблизился, вызвала у него отвращение. Неизвестный напоминал нечто змеиное. «Я, маршал Заубер», представился он, выбросив из головы образ. «Это моя помощница Розен». Маршал говорил без остановки. «Сэр, вы не представляете, как мы рады видеть вас». Человек вяло кивнул. Широкополая шляпа на его голове дергалась под порывами ветра. «Меня зовут Бруха, эмиссар Империума». Глаза скрывались под зеркальными солнцезащитными очками, которые выглядели неуместными в пасмурный день. «Ваш призыв был услышан». Одежды гостя с труящимся конусом не спадали от шеи до самой земли. По ним вился серебряно-золотой узор, напоминавший то ли извивающуюся реку то ли змею. «У вас есть корабли?» выпалила Розин. Ее волнение достигло предела. «Сюда меня доставило небольшое судно». Голос Брухи был хриплым, как у заядлого курильщика. «Другие корабли в пути, флот». Из-под складок мантии появилась бледная рука с длинными пальцами. Бруха держал круглый медальон из отполированного до зеркального о помощи. И я явился в роли посланца тех, кто внял вам». Медальон вращался в руке Брухи и Заубер понял, что не может отвести взгляд. Он отчетливо видел узоры на сторонах диска. На одной волк и полумесяц, на другой зловещее око, око Хоруса. «Воитель» не сдержался он. Бруха кивнул. «Я несу печать Хоруса Луперкаля и таким образом представляю самого магистра войны. Он услышал сигналы бедствия с этого и соседних миров и отправил меня временно принять командование. Я буду руководить вами на период этой чрезвычайной ситуации». Заубер почувствовал огромное облегчение. Он всегда был политиком поневоле и не стремился к нынешней должности. Джентльмен с безупречными манерами и небольшими амбициями, но не лидер народа, не обрушились на его колонию. Более всего он хотел, чтобы кто-нибудь вмешался и забрал у него эту ношу. Бруха был таким человеком. Он сосредоточился на этом, отбросив мучившее чувство тревоги, которое вызвал у него эмиссар. Рядом кивала Роузи, вытирая слезы. Наверняка она чувствовала то же самое. «Происходят такие ужасные, необъяснимые события», верещала женщина, когда они возвращались в зал заседания Совета. Порядок рухнул лорд Бруха. Поведение эмиссара было спокойным и размеренным, словно они прогуливались милым летним днем. «Равновесие будет восстановлено», заверил он их. «Клянусь вам». «Это... это вторжение чужих?» Заобер заинтересованно наклонился ближе. «Эти аномалии выглядят как попытки развязать против нас психологическую войну». Бруха долго смотрел на него, затем кивнул. «Маршал, ваша проницательность делает вам честь, вы правы, но мы не должны разглашать эту истину. Возникнет массовая паника». «Да-да, конечно». Естественно, вспышки паники уже случались, но в ограниченном масштабе, и с ними можно было справиться. В словах эмиссара был смысл, не так ли?» Заобер отчаянно ухватился за них, стараясь договориться с гостем. Несколько солдат брухи возились в задней части широкого транспорта и с внезапным лязгом подняли листы корпуса наподобие крыльев чайки, открыв внутренности машины. Эмиссар хрипло откашлялся. «Мне понадобится это оборудование, маршал, вы понимаете? Нужно разместить моих людей и выделить мне место, где я смогу приступить к работе». «Будет сделано», кивнул Заобер. «Наши ресурсы в вашем распоряжении». Розин снова указала «Что это?» Заобер обернулся. Солдаты извлекали из транспорта капсулу. Она была прямоугольной и размером с большую наземную машину, а борта сделаны из материала, похожего на непрозрачный кристалл. Маршалу показалось, что он увидел линии необычных знаков, выгравированных на панелях. Из основания контейнера вырвались небольшие струйки красного дыма и растворились наполненным пеплом в воздухе. Вдруг Заобер почувствовал запах озона и чего-то еще, слабую вонь протухшего мяса. «В распоряжении магистра войны есть несколько необычных технологий, это одна из них, ее источник во всяком случае». Бруха не остановился, вынудив их отвернуться и следовать за ним. «Я вас не понимаю», сказал Заобер, «Это оружие?» «Технология», повторил Бруха, «Не стоит беспокоиться насчет ее назначения». Двери зала заседаний и впервые посмотрел вверх на покрытое тучами небо. Заобер не был уверен, но ему показалось, что он увидел на лице человека едва заметную улыбку. Розен нервно рассмеялась. «Лорд Бруха, простите меня, но вы выглядите таким невозмутимым, несмотря на происходящее. Вы слышали наши сигналы бедствия. Вы знаете масштаб обрушившихся на нас явлений». Она «Вас это не беспокоит?» Бруха остановился на пороге зала и обратил на нее внимание. «Нет, на планете, где я родился, такое небо считается вполне обычным». На Терри поинтересовался вслух Заобер. Эмиссар покачал головой. «На далекой колонизированной планете, но я сомневаюсь, что вы слышали ее название. Мало кто в этом секторе знает о Давине». Это было правдой, ее название ничего не «Если вы так издалека пришли к нам на помощь, это красноречиво свидетельствует о вашем». Ответ маршала прервал зловещий шлепок густой капли, упавший на землю у его ног. Он поднял голову, когда на его черный китель упали новые. Одна капля попала ему на лицо, маршал сдрогнул и поднял руку, чтобы вытереть жидкость. Рука Заобера стала красной, и он туч лился темный поток, шипя при соприкосновении с каменной кладкой. Розин издала пронзительный крик и бросилась в Дания. По ее лицу и одежде бежали красные ручейки. Заобер, пошатываясь, последовал за ней, чувствуя тошноту. Кровь! Дождь превратился в кровь, такую теплую, словно ее только что пролили. «Что происходит?» Он задыхался. Бруха медленно подошел, не обращая бояться, сказал он. «Вы будете спасены! Все эти миры будут спасены!» «Спасены!» выдавил слово Заобер. Его охватил такой страх, который он никогда в своей жизни еще не испытывал. Эмиссар кивнул, между губ мелькнул, кончик черного языка. «Сигнус прайм переродится, и вы все будете частью этого!» 4. Радостная встреча Несущий свет Ангел Боли Корпус штормового орла резонировал пульсацией двигателей, а отраженные лучи чужого солнца вспыхивали и гасли в иллюминаторах, когда корабль направлялся через флот Кровавых Ангелов. Подняв фиксирующую раму, брат Мерас осторожно прошел вдоль погрузочных трапов штурмового корабля, внимательно прислушиваясь к приводам силового доспеха и тихому вою искусственной мускулатуры под керамитовой оболочкой. Он был рад снова облачиться в боевой доспех. Технодесантники легиона полностью восстановили боеготовность брони. На ней не осталось и следа от прямого попадания эльдарского душеискателя, которое едва не стоило ему жизни. Впервые за долгие недели Мерас чувствовал себя хорошо, настроение было приподнятым. Вид за смотровым окном сильно улучшил его настроение. Далеко во тьме на пределе усиленного зрения плыли космические корабли. Величественное зрелище пробудило эмоции в глубине двух сердец. Словно огромные скульптуры воинственного мастера в космосе парила армада из багровой стали и черного железа. Громадные боевые боржи, построенные на гигантских орбитальных заводах фосса, проплывали мимо с величественной угрозой. Сравнимые по размерам с городами, они ощетинились рядами орудий, достаточно мощными, чтобы очищать поверхность планет, а их пусковые отсеки были заполнены эскадрильями истребителей, бомбардировщиков и десантных кораблей. В корпуса были встроены башни, борта сверкали тысячами огней, и даже Мерас разглядел металлические скульптуры и декоративные кованые узоры на широких молотоголовых носах этих грандиозных творений. Меньшие капитальные корабли двигались в тени более крупных, но их размеры на фоне барж вводили в заблуждение. Многие гранд-крейсеры и линкоры в 3-4 раза превышали длину Гермии, что было более чем достаточно, чтобы продемонстрировать грозную мощь Империума. Некоторые были созданы на основе из мегаоружия и двигателей. Отсеки личного состава концентрировались вокруг нуклонных лазеров, бомбардировочных установок и батарей лазерных орудий. Такие корабли, в свою очередь, сопровождались эскортниками, канонерками и эсминцами, плывущими сомкнутым строем. Штормовой «Орел» заложил вираж, пролетая над группой фрегатов типа «Нова», которые шли фронтом уступов. Мерас их борта украшал гордый символ Легиона. Под светом одинокого пульсара в регионе, где не было не только колонизированных систем, а вообще ничего, собрались сотни кораблей. Встреча состоялась на краю одного из спиральных рукавов галактики, и в одном из направлений раскинулась почти полностью лишенная света бесконечность межгалактического космоса. Кого-то это зрелище могло угнетать, но не Мераса. Вокруг себя он видел живое доказательство силы Легиона Кровавых Ангелов и символ способности человечества сдержать мрак. Эти корабли и воины на их борту являлись отпрысками Ваала и Теры, беспрестанно бросающими вызов звездам. Быть частью этого великого стремления значило быть одним из миллионов, и тем не менее Мерас никогда из-за этого не чувствовал себя подавленным. Наоборот, такая грандиозная миссия, как Великий Крестовый поход вдохновляла всех. С прибытием Игнис и ее оперативной группы сбор войск Кровавых Ангелов завершился, и могучий флот начал готовиться к отправке в конечный пункт назначения. Мерас Мерас ощущал предвкушение предстоящей битвы, словно это была осязаемая энергия, наподобие статического заряда на коже. Он знал, что его братья чувствуют то же самое. Тупой нос штормового орла повернул, и вдруг перед ним возникла адамантиевая стена. Это было сердце флота, красная слеза, флагман и колесница самого его взгляд упал на группу легионеров в дальнем конце грузового отсека. Их серая броня сливалась с металлическим цветом палубы. Ни один из космических волков не отреагировал на пристальное внимание, хотя не заметить его было трудно. Сыны Руса тихо общались друг с другом. Их капитан самозабвенно точил боевой нож, который носил в ножнах на груди. Оружие шелестело об оселок, отражая свет при движении. Мерас не знал, чего ожидать от фенресийцев. Он никогда не сражался рядом с ними. И все, что Кровавый Ангел знал о репутации космических волков, это разные небылицы, про их варварство и жестокость. Но Апотекарий был заинтригован. Он считал, что лучше составить свое мнение о человеке, чем выслушивать чужое. Он задумался, будет ли у него возможность поговорить с волчьей родней. Говорят, что легион Руссо убивает и ест своих раненых. Возле Мераса появился Сарга, его собрат по отделению. Резкий свет ламп грузового отсека обесцветил узкое лицо и копну светлых волос. Я мог бы поверить в это. Мерас взглянул на него. Как думаешь, что они говорят о нас? Он оскалился, резкий свет отразился от его клыков, что мы пьем кровь врагов и кто будет прав? Губы Сарге растянулись в знакомую кривую улыбку. Проведи немного времени с ротой капитана Амита и получишь ответ, не так ли? Внимание апотекария было приковано к руническому жрецу по имени Штиль. Тот склонил голову и напряженно работал маленьким тонким инструментом над чем-то похожим на кусок челюстной кости. Штиль вырезал крошечные руны и символы линии надбеленной поверхности. Зажатый в толстых пальцах боевой перчатки гравировальный стержень был миниатюрным. Тем не менее космический волк водил им с большой ловкостью. Другие подобным образом вырезанные фетиши и амулеты висели на кожаных ремешках вокруг шеи воина. Имера задумался об их предназначении. У доспеха Кровавого Ангела были свои декоративные элементы. Штифты компании, красная эмблема Прайм-Хеликс, но ничего столь хрупкого и недолговечного как кость. Возможно, я должен спросить волка, сказал Мерас. В конце концов, все мы братья, служащие императору. Эмблема легиона не имеет значения. Сарга тихо фыркнул, заговорив слегка насмешливым тоном, который казался обычным для него. А Скайлон не согласился бы. Ты был там, видел, как красный нож не подчинился ему. Думаю, если командир гвардии мог, то отправил бы волков на нижние палубы. Он отвернулся, не обращая внимания Мерас. Если они не говорят, почему присоединились к нам, пусть так и будет. Они увидят, как мы победим в предстоящей войне и вернемся с триумфом в клык. Возможно, мы научим чему-нибудь этих варваров. Мерас нахмурился, думая о виртуозной работе Штиля. Они не варвары. Ваала и тоже ошибется. Если Аскайлон так считает, он должен иметь свою точку зрения. Тогда скажи ему это сам. Сарга ткнул пальцем в сторону носа. Он сейчас в кабине. Уверен, командир гвардии оценит твой ответ. Я оставлю свое мнение при себе, ответил Мерас, следуя за собратом. Если прославленный командир захочет услышать мнение настолько ниже стоящего, как я, уверен, он знает, где меня найти. Несомненно, иронично заметил Сарга. Над их головами вспыхнули красные огни и дважды прозвучал клаксон. У противоперегрузочных подвесок раздался крик сержанта Кассиила, разнесшийся по всему отсеку личного состава. Посадка, по местам и быть наготове. Это флагман примарха, и мы выкажем свое уважение. Нос штормового орла наклонился, и плавное движение сферного полета, когда корабль пересек границу воздушной оболочки красной слезы. Мерас в последний раз взглянул в иллюминатор и увидел, как мимо промелькнуло красное железо. Несколько секунд спустя все исчезло в ярком свете переносных ламп. Багровый штормовой орел был лишь одним из многих. Целые звенья штурмовых кораблей находились на техническом обслуживании или располагались на оружейных площадках, где серво-легиона подвешивали блоки Нурсов и управляемые ракеты к подкрыльевым узлам. Прибытие корабля осталось бы незамеченным, если бы не его задержка и высокий ранг одного из пассажиров. С главной площадки брат Кана наблюдал, как по посадочному трапу сошел Аскаэлон и коротко поприветствовал встречавшего его сержанта Зуриева. Их золотые доспехи резко выделялись на фоне стальной посадочной платформы. Аскаэлон не стал ждать высадки остальной группы и стремительно удалился с Зуриилом, предоставив воинам девятой роты самим искать дорогу. Кана смотрел, как уходит Аскаэлон, чувствуя, как мрачное настроение тянулось за ним, словно тень. Но затем он отбросил мысль, и на лице появилась улыбка. Среди кровавых ангелов, выходящих из-под и адъютант направился вниз, чтобы встретить друга. Мерас! Апотекарий поднял голову и тоже улыбнулся. Кана, рад встрече, брат! Они крепко пожали друг другу руки, и Мерас покачал головой. Я мог бы догадаться, что встречу здесь тебя, в центре событий. Первая рота, ответил Кана, мы всегда на острее меча. Один из соратников Мераса посмотрел на адъютанта. Просто попроси своего уважаемого капитана оставить нам немного врагов. Ага, это сорга, представил боевого брата Мерас. Он спас мне жизнь на Нортаба Октус, и ему понравилось быть героем. Кана поднял бровь. Уверен, у Ролдорона будет достаточно работы для капитана Фурио и его роты. Мерас засмеялся. Ты не изменился, брат. Небрежный комментарий его друга неожиданно кольнул бывшего библиария, но он проигнорировал его. Я бы знал, видеть только твое геносемя. Эльдар, он замолчал, когда увидел, как потемнело лицо Мераса. Нам сказали, там были серьезные бои. К ним подошел сержант отделения. Да, это так. Он посмотрел на дютанта и мрачно кивнул. Значит, ты Кана? Я Кассиил. Полагаю, Мерас пять лет назад мог погибнуть, если бы не ты. Незначительный инцидент на Брехте 9. Я просто оказался подробностей. И я в долгу у Мераса, точно так же, как он у меня. Сарга ухмыльнулся. Ты не считаешь, что для медика наш боевой брат чересчур склонен попадать в неприятности? У меня нет желания умереть, возразил Мерас. А вот слава, он усмехнулся. Во имя ангела я готов на все. Хорошее настроение от встречи немного уменьшилось, когда Кана задумался над словами друга. Если слухи, гуляющие по флоту правдивы, нам предоставится возможность заслужить и славу, и смерть, братья. Никогда не любил корабельные сплетни, сказал Кассиил, поморщившись. Сарга отреагировал на его слова. Я с готовностью выслушаю их. А разве никто не заметил, что здесь столько героев, что они затмевают звезды? Сколько нас собралось? Весь легион? Небольшое соединение Сарга прав. Я прежде никогда не видел такое количество наших кораблей в одном месте. Это произошло, сообщил Кана, по прямому приказу магистра войны. Он прислал контингент несущих слова, чтобы передать приказ и сопровождать нас. Кассиил скривился. Еще чужие? Еще? Переспросил Кана. Мера скивнул в сторону штормового орла, из которого высаживалась еще одна группа легионеров. Брови Кана поднялись, когда он увидел космических волков, которых официально приветствовал хранитель в черном доспехе. На мгновение он встретился с бесстрастным взглядом воина в черепе шлеме в тылу группы. Позади глаз начало расти старое, узнаваемое ощущение, но адъютант подавил его, прежде чем оно смогло полностью сформироваться и снова обратился к Мерасу и остальным. Зачем они здесь? Мы озадачены теми же вопросами, ответил Сарга. Пришли из ниоткуда, с приказом Сигелита присоединиться к главному флоту. Кана нахмурился. По действиям Совета Теры нельзя определить, что у них на уме. Я не могу не задуматься над решениями, которые принимаются в залах Императорского дворца и в которые нас не посвящают. Мы легион, сказал Кассиил. Наш долг подчиняться и верить людям, которые выше нас. Мы да. Сарга посмотрел на сержанта. Я последую за примархом в самое пекло, если он пожелает. Но Кана прав, регенты ему подобные. Они не легион, не такие, как мы. Или они, он кивнул на космических волков, которые направились к одному из лифтов. Или даже несущие слова. Могут политики или законодатели понять, что мы делаем здесь. Это далекий, далекий взгляд из зала Теры. Их распоряжение устраивает Ангела. Кассиил холодно взглянул на него. А значит и тебя, легионер. Меня занимает более насущный вопрос, сказал Мерас. Он посмотрел на Кана. Сколько наших боевых братьев здесь? Сотня тысяч? Больше, ответил адъютант, не задумываясь. Здесь собраны все роты, на боржах и командных кораблях. Серьезный сбор, и ручаюсь, такой редко случался в истории нашего легиона. Апотекарик кивнул самому себе. Братья, если нас собрали в таком количестве, возникает вопрос. Против какого врага мы должны выступить? Да, согласился Сарга. С такой армией мы можем организовать собственный крестовый поход. Мерас прав. Против какой угрозы требуется столь огромный молот? Очень скоро мы узнаем ответ на этот вопрос, произнес суровый голос. Кровавые ангелы одновременно повернулись и увидели, как к ним подходит хранитель в черном доспехе. Из подмрачного лика шлема их смерил взгляд. Вы интересуетесь тем, что не входит в вашу компетенцию? Кана нахмурился. Аннелус, ты не можешь ожидать, что воин будет собираться на войну и не захочет узнать почему. Со спины он сначала не узнал доспех неприятного хранителя. Бывший библиарий задумался, как долго Аннелус слушал их разговор. Мы не бездушные машины. Мы оружие, возразил хранитель. Все мы, клинки в руке ангела, которые поклялись исполнять его приказы. Я никогда не отрицал этого. Мераса разозлил язвительный тон хранителя. И если мне суждено сражаться и погибнуть за сангвиния, я не отступлю. Но все, что я прошу, знать с кем буду сражаться. Кана смотрел, как Анелус подошел к Мерасу и внимательно посмотрел на него. В рубиновых линзах шлема отразились темные глаза боевого брата. Ты боишься того, что не знаешь? спросил капеллан. Сарга тихо фыркнул. Мерас сердито взглянул на хранителя. Не сомневайся в моей решимости. Я хранитель легиона, ответил ему Анелус. Вопросы решимости входят в мои обязанности. Прежде чем кто-то успел ответить, хранитель отвернулся от Мераса. Его взгляд на мгновение задержался на Кана, а затем скользнул далее. Если мы задаем вопросы, когда в этом нет необходимости, то подрываем решимость. Этим сеем семена поражения до того, как прозвучит первый выстрел. Его рука опустилась к Розиусу, который был прикреплен цепью к бедру. Верьте своим командирам. Знайте, понял, в чем дело. Капеллан прослушивал вокс-сообщения по закрытому каналу. Если ты не возражаешь, хранитель, сказал Сарга, я подожду, чтобы услышать это из уст ангела. Анелус поднял голову. Тебе не придется ждать, брат, он указал наверх. Смотри. По всему боевому флоту кровавых ангелов в триумфальном хором загремели золотые вокс-рупоры, установленные в каждом зале. По коридорам и палубам прозвучали первые несколько тактов гимна сангвинатуса. Каждый на борту корабля, от раба легиона до командира роты знал, что эти звуки значили. Примарх собирался обратиться к ним. На мгновение все замерло. Только неразумные сервиторы и модули кагитаторов продолжали выполнять свои задачи, не обращая внимания на огромный поток входящих данных, автоматически передаваемых с красной слезы на остальные корабли флота. Включились пикт-экраны на переборках жилых палуб и в открытых столовых. Автоматически заработали интеркомы. Облаченные в доспехе легионеры обнаружили, что их вокс-каналы переориентированы, а там, где были установлены головки голопроекторов, появился мерцающий свет. Один из многочисленных гололитических модулей красной слезы был вмонтирован в потолок посадочного отсека, в сотнях метров над ними. Со вспышкой захваченных фотонов появилась проекция огромной фигуры, затмевая воинов, желавших посмотреть на нее. Великолепный примарх Сангвини, сверкающим доспехи и обрамлений белых крыльев, которые исчезали за пределами сферы проекторов, предстал перед своим легионом с уверенным и внимательным выражением лица. «Мои сыновья», начал он. Его голос разнесся по километрам погрузившихся в тишину коридоров. «Добро пожаловать! Мое сердце переполняет гордость при виде такого великолепия в ваших рядах. Великий крестовый поход никогда не видел ничего подобного». Гордый и решительный даже в своей виртуальной ипостаси, ангел излучал столь сильную уверенность, что все тени сомнений в его сыновьях в мгновение ока были изгнаны светом примарха. Деталировка замысловатого выкованного силового доспеха была выполнена особенно тщательно. Отчетливо были видны рельефные грани золотой брони вместе с великолепной граюровкой на наручах, на плечниках и на груднике. На груди покоился массивный декоративный медальон, высеченный из огромных рубинов меглодаре. Драгоценный камень в центре был вырезан в форме сердца и помещен в оправу из золотых языков пламени, символизируя пылающую над основным камнем были расположены еще четыре рубиновых круга. Каждый посвящен одному из миров, где легион пополнял свои рябит. В первую очередь Тера, затем Ваал и две его луны. Через одно плечо ангела был переброшен церемониальный боевой плащ, белая с черными пятнами шкура карнодона, внешне похожего на вымерших снежных барсов древней земли, но намного большего по размерам. Сангвений убил ледового охотника во время усмирения Тегара Пентарус первой битвы после объединения с отцом. Нам поручили миссию, сказал он им, которую может выполнить только наш легион. Мой брат Воитель возложил на нас долг, который имеет жизненно важное значение для будущего империума. Он поведал об отданных ему Хорусом приказах, мрачно сообщив о возвращении старых сеносов врагов, фактах вторжения нефилимов населенного имперского доминиона. В скоплении Сигнус свет просвещения погас. Те миры, что по-прежнему хранят верность имперской истине и союзу с Террой, вероятнее всего, считают себя покинутыми и лишенными надежды. Так не может продолжаться, мои сыновья. Благородный облик стал суровым и непреклонным. Однажды мы уже сражались с нефилимами и сразили их. Мы считали, что они низвергнуты истреблены, но подобно язве они выжили и снова стали чумой для человечества. Это не вселенная мифологии и ложной истины. Примарх поднял руку и сжал кулак. Мы не прячемся в темноте от страха перед призрачными силами и сверхъестественными иллюзиями. Мы не поклоняемся ложным богам. Есть только разум и просвещение, а мы несущие свет. По всему флоту легионеры подняли бронированные кулаки и ударили по нагрудникам в знак приветствия, выразив одобрение ревом голосов. На борту красные слезы Мерас и остальные воины присоединились к ликованию. Шум достиг каждого отсека боевой боржи. Сангвини слушал звук множества воодушевленных голосов, разносящихся по палубам и признательно улыбнулся. Вокруг него на командной палубе флагмана стояли на вытяжку серво-экипажа, а командир Аскаэлон и его сангвинарная гвардия склонили головы. Возле трона повелителя стояла адмирал Дюкейт, не двигаясь, словно вырезанная из мрамора. Примарх, оценивающий, смотрел на них, определяя, готовы ли они к предстоящей войне. Как он и предполагал, недостатка желания не было. Гололитическая панель удерживала его в своем сиянии, передавая малейшие движения крыльев, лица, закованного в броню тела. Сангвини смотрел вперед и словно обращался к каждому воину легиона лично. Мои сыновья, не сомневайтесь, это будет нелегкая компания. Нам хорошо известна природа этих мерзких чужаков, и победа достанется тяжело. Нефилимы загнаны в угол и будут сражаться до последнего, сопротивляясь исчезновению своего вида. Некоторые из нас больше не увидят песков ваала, но мы будем сражаться, зная, что не можем потерпеть неудачу. Хорус призвал наш легион на эту войну, и мы ответим ему победой. Ради будущего человечества нефилимы должны быть истреблены, а поскольку мы разбивали их прежде, разобьем их снова. Мы не можем оставить этих существ в живых, эти мерзости должны быть переданы мечу, а рабы освобождены. Он умолк и прижал крылья. Мы сделаем это. Мы кровавые ангелы и ничего не боимся. Мы гордые человечества. Мы ангелы смерти и гнев императора. Снова раздались крики, и в этот раз красная слеза почти задрожала от энергии стольких воинов, охваченных воинственным пылом. Примарх кивнул и отвернулся от Гололита. Трансляция закончилась. Ралдорон стоял рядом, лицо первого капитана напоминало застывшую маску. Сангвиний подошел к доверенному офицеру. Твой голос не присоединился к остальным капитанам. Можно спросить почему? Ралдорон ответил тихо, чтобы его слышал только повелитель. Я согласен, сказал он, но эти приказы и скрывающиеся за ними правда тревожат меня. Улыбка ангела погасла. Он открыл часть сообщения Хоруса ближайшим соратникам, тем, кто знал горькую правду о потерянных. И сейчас на мгновение он задумался, не совершил ли ошибку. Говори пойти против ваших приказов, милор, сказал офицер. Но это операция и развязка, которая может ждать нас в скоплении сигнус. Должны вы по-прежнему скрывать это от ваших сыновей. Ралдорон отвернулся. Повелитель, вы можете разочароваться во мне, но клянусь, бремя этого знания тяготит меня, всегда тяготиво. Знаю, кивнул сангвини. Оно тяготит всех посвященных и больше всех меня лично. Ралдорон колебался. Но оно наступит, милор, и невыбранный вами момент, если только вы этого не сделаете раньше. Сангвини снова кивнул. Я тоже понимаю это и признателен тебе, Ралд, за то, что напоминаешь мне. Верь, когда я говорю, что мы разобьем наших врагов. Он снова улыбнулся. Всех, как внутренних, так и внешних. Примарк повернулся к центральной операционной платформе и встретился с ожидающим взглядом адмирала Дюкейт. Ваш приказ, милор, спросила она. Все корабли готовы к переходу в имматериум. Мы ждем вашего слова. Приказ отдан, ответил Сангвини. Запускайте двигатели и ведите нас в вард. Когда к нему подошел Ралдорон, он указал на бронированные окна, которые тянулись вдоль всего ходового мостика. Полный вперед к Сигнусу. Врата реальности открылись и флот ринулся в имматериум. Сотни навигаторов, связав мысли воедино, повели корабли Кровавых Ангелов из тьмы космоса в совершенно иную бездну. Их приняло вопящее безумие непространство. Самые опытные из навигаторов почувствовали некое изменение в переходе. Нечто столь смутное и неуловимое, что они едва заметили его. Путешествие через вард всегда было нелегким делом. А учитывая недавно начавшиеся штормы и психическое возмущение в имматериуме, спрогнозировать перед дислокацию было непросто. Были известны случаи, когда корабли разрывало на части прямо во время прыжка в вард. Пробить брешь в пространстве на временном континиуме не то же самое, что открыть дверь. Для этого необходима колоссальная энергия. Во время переходов случались трагедии, и это была общеизвестная сторона путешествия, необходимый риск. Чем выше мастерство навигатора, тем меньше вероятность инцидента. Но при прыжке такого огромного флота существовала большая вероятность того, что некоторые корабли получат повреждения или даже погибнут. Ничего этого не произошло. Ни один корабль из флота Кровавых Ангелов не получил ни малейшего ущерба от воздействия варпа, словно и материю принял их с легкостью, с которой клинок входит в воду. На борту темной страницы Акалит Крит почувствовал короткий шепот контакта. Когда корабль несущих слова совершил переход вместе с флотом Кровавых Ангелов и тихо рассмеялся. Прикосновение материума к душе было подобно нектару. Затем оно исчезло, принеся отголосок печали. «Однажды я почувствую это прикосновение и оно останется со мной», сказал себе Крит. «Однажды я буду благословлен безмерно». Акалит отвернулся от бурлящего багрового неба по ту сторону окон просторного светилища и вернулся к центру комнаты, взглянув на капитана Харакса. В то время как Крит снял доспех и облачился в официальной одежде, Харакс был по-прежнему в своем великолепном облачении. Выгравированные на броне тексты исказились и нарушились, и он выводил новые слова и символы, которые толковали нечестивую летанию. Если бы в этот момент капитана озарил свет, можно было увидеть сложенную сеть восьмиугольных звезд, скрытых в сиянии брони. Улыбка Акалита стала шире, и он откинул капюшон. Приблизившись к фигуре, лежащей посреди комнаты, Крит позволил себе поразмыслить о своем будущем и данных ему обещаниях. Крит облизал губы и осмелился задаться вопросом, каково это проживать каждую секунду каждого дня с частицей варпа внутри себя. Эта мысль пробудила ощущения, которые он не смог понять, но в то же время не хотел, чтобы они исчезли. Сахзё взглянула на Акалита из-под согнутой руки и захныкала. Она рыдала черными слезами и дрожала под прозрачной сорочкой. Крит вспомнил, что люди находят температуру, которая была в светилище дискомфортной, но не стал акцентировать на этом внимание. «Встань», сказал он Сахзё, призывая ее подняться. «Поторопись, ты должна установить связь до того, как переход завершится, или же другие астропаты на флоте смогут ее почувствовать». Сахзё, покачиваясь, неуверенно выпрямилась, словно была пьяной. Женщина прикоснулась к животу. «Оно сжет меня», пожаловалась она Акалиту. «Сколько еще я должна нести эту ношу?» Крит. Когда астропат произносила его имя, оно звучало, как протяжный кошачий вой. Несущий слово внимательно посмотрел на нее. Варп-сосуд, вживленный в тело астропата, пожирал ее изнутри, и боль была сильной. Но ей еще многое нужно было сделать, и Крит сказал об этом, не обращая внимания на рыдание. «Дай мне поговорить с ним», приказал Крит. Астропат вздрогнула, когда сосуд внутри нее открылся. Без необходимости притворяться перед несущими слова, женщина завопила от боли и извергла эктоплазму клубами белого пара и розового тумана и слюны и крови. Сахзел снова рухнула на колени, крики стали рычащими и гортанными. Крит прислушался к треску ее суставов, когда женщина забилась в конвульсиях. В дыму сформировалось лицо, и оно напоминало Хоруса Луперкаля. Рот открылся, мутные губы зашевелились. «Докладывай», приказал призрак. «Мы в пути», сказал Крит, низко поклонившись. «Собранные силы огромный воитель». Почти весь девятый легион ответил на зов своего примарха. «Остальных соберем, когда завершим это дело», пообещало лицо. «Вал снова сгорит, и в этот раз окончательно». «Сангвини принял на веру ваши слова», продолжил Акалип. «Он призвал на войну своих сыновей, и они безоговорочно последовали за ним». «Естественно, туманное лицо изменилось, став жестким и плоским. Он доверяет мне». «Величайшее орудие, которое отдают по собственной воле». Появилась и исчезла холодная усмешка. Легкость этого, стоит раз переступить через ужас предательства, оно столь могущественно». Вдруг лицо повернулось, и на Крида обратилась вся мощь его испытывающего взгляда, которому не было помехой огромное расстояние между ними. «Пойми», несущий слово, Сангвини лоялен, но не глуп. Если, когда он заподозрит, что станет самым опасным врагом для нашего дела, Крит напрягся. У него нет для этого причин. Все до единого кровавые ангелы верят, что идут сражаться с ксеносами. К тому времени, как они поймут, что их легион столкнулся со всем иным врагом, будет слишком поздно. «Проследи за этим», приказало ему лицо, превращаясь в ледяную дымку. Келья Кана, как и все подобные комнаты, была достаточно просторной, чтобы приютить пару неофитов. Она оставалась неизменной со времен его прежней службы в библиариуме. Компактное и скромное жилье на нижних палубах красной слезы со стенами из толстого железа, удобной постелью и оружейной стойкой в дальнем углу. До того, как Никейский декрет запретил использовать психические силы в легионе кровавых ангелов, подобным Кана воинам, лексиканиям, эпистоляриям и кодициям представляли такие кельи. Здесь, в месте относительного покоя, легионеры могли медитировать и оттачивать свои таланты. Такие святилища, несмотря на малые размеры, весьма ценились. И хотя воины, лишенные способностей Кана, также могли пользоваться ими, они не достигали той же умиротворенности, которую вселяли кельи. После принятия дикта бывших псайкеров объединили вместе с обычными боевыми братьями. Но кельи медитации по-прежнему были открыты для них. Кана не сомневался, что хранители внимательно наблюдали за бывшими членами избранного братства в кельях. Пока он сидел здесь, успокаивая дыхание, часть его задалась вопросом, среагировал ли Анелус или один из его товарищей на появление Кана. Он отбросил мысль, мнение Ясона Анелуса его не волновало. Кана отрешился от событий последних нескольких дней. Он закрыл глаза, позволив имплантированному каталептическому узлу свести на нет всякую потребность во сне. Затем вошел в альфа-состояние и там внутри своего успокоенного разума обрел безмятежность. В грядущие дни сказал кровавый ангел себе, мне нужно будет вспомнить этот миг успокоения, чтобы сосредоточиться и обратить всю силу своей ярости на ксеносов. Эту мантру он мысленно повторял снова и снова, когда палуба под ногами раскололась подобно хрупкому льду, и он упал в лишенный пола зал из черного воздуха. Сила тяжести схватила Кана и потащила невидимыми цепями, в то время как зловонные ветра хлистали его тело. Воздушные цепляясь за одежду, словно собираясь содрать сначала ее, а потом и плоть до самых костей. Он падал целую вечность, а трещина в палубе, которая проглотила его, исчезла. Теперь не было ничего, кроме зияющей, воющей тьмы и хлопья в пепло, которые зависли, как снежинки в восходящем потоке. Часть разума Кана, так же далекая от происходящего, как и тело от обширных пустынь его родины Ваала, знала, что ему это снится. Его одолевали приступы видений, вырванные из плоти и спроецированные в царство духов и символов, которое было не менее реальным и смертельным. Это был Варф. Внутри космического корабля, несмотря на огромные площади адамантия и энергию защитных полей Геллера, невзирая на его личные ментальные барьеры, чистая психическая сила имматериума привела Кана в чувства. Прикосновение Варпа заблекло его разум в места, которые он отверг, заставило заново разжечь угасший и превратившийся в холодную золу огонь. Он отчаянно старался освободиться и вернуться в реальность из плоти и крови. Сон не отпускал его. Пепел расплавился в кровавой капле, а Кана продолжал падать во тьме. Все быстрее и быстрее, превзойдя истинную скорость и превратившись в комету из плоти. Интуитивно он понимал, что где-то внизу был конец всего этого, громадная поверхность, в которую он врежется, как фарфоровая кукла. Он разобьется. Но космодесантник мог остановить падение мыслью. Все, что ему было нужно сделать, нарушить указ, позволить пламени его разума снова разгореться. Кана понимал, что мысль пришла ему в разум извне, настолько могучей она была. Она отразилась во тьме, предлагая надежду и спасение. А если он сделает, что тогда? Он дал клятву отречься от своих сверхъестественных сил. Эхо этого обета было по-прежнему сильным, скрываясь под поверхностью мыслей. Он не мог нарушить клятву, он не мог позволить себе быть слабым. Грохот воздуха вокруг Кана изменился, стал громче, оглушительным. Падение закончилось, он был уже очень близок. Это скоро закончится, и он умрет здесь, дрожа на полу железной келью, сокрушенные стены собственного разума. Умереть во сне значило погибнуть в реальности. В эти последние мгновения он увидел фигуру, человеческую или пытающуюся быть таковой. Она поднималась из тьмы прямо к нему и кричала. Это был человек, воин в тяжелом доспехе, который блестел влажным багрянцем и излучал адское красное сияние. За головой развивались черные волосы, а все тело было окутано ореолом сверкающей молнии, сыпавшей искрами тошнотворного искаженного излучения. Растущие спины огромные крылья удерживали его посреди ядовитой бури. Они были пропитаны кровью. Каждое перо истекало каплями багровой жидкости, и Кана знал, что это оскверненная кровь, льющаяся из вен вопящего красного ангела. Сорвавшийся с его губ виск пронзил душу Кана, проник внутрь разума и потряс рассудок. Они летели по спирали навстречу друг другу, от столкновения их отделяли секунды. И в этот миг их взгляды встретились. Космодесантник увидел страх в этих глазах, страх и ненависть, и другие более темные эмоции. Затем крики стали его размытая фигура приблизилась. Кана проснулся. Он перевернулся, темная кожа блестела от пота, а в сверхчеловеческом келе бушевал адреналин. В глазах обрели четко стены кельи, и легионер моргнул, пытаясь понять, где находится. Брат Кана произнес безжизненный голос. Он повернулся и обнаружил в дверях горбатого сервитора, одного из обслуживающих рабов, который работал на этом ярусе. Тот тупо уставился на него. Меня встревожили звуки физического недомогания. Вам не здоровится, нужен медик. Вон, рявкнул космодесантник. Выполнение, ровным голосом ответил механический раб. Он развернулся и вышел. Кана осторожно поднялся на ноги и подошел к крану, чтобы умыться и выпить воды. Он не мог заставить себя посмотреть в зеркало. Когда все же сделал это, то не увидел ничего необычного. Но позади глаз притаился полусон полувидения, которое не собиралось так просто уходить. Красный ангел боли. Что значил этот образ? Пытался ли его разум осмыслить какой-то фрагмент варп-эха, который проник в его мысли? Может он почувствовал некий знак? Кана фыркнул и попытался выбросить видение из головы. Знамения и предвестия были прерогативы примитивных и религиозных людей, но не рационального воина светского империума. Они были, они были. Он моргнул и снова посмотрел на свое отражение, когда кое-что вернулось к нему из видения. Глаза, они были знакомы ему. Штиль, позвал боевой капитан, ко мне, или мои слова мало значат для тебя? В резких словах было много прерывистых фрикативных звуков. Воинственному языку Фенриса не хватало плавного ритма обычного имперского готика. Провидец отвернулся от тусклой металлической переборки и встретился взглядом с красным ножом. Прошу прощения, ярл, сказал он. Мои мысли наполнил тревожный переход в призрачное царство. Убедись, что наши ангельские хозяева не знают об этом, предупредил красный нож. Тот в черном доспехе подозревает тебя в колдовстве. Штиль натянуто улыбнулся, из-за чего дернулся черный неровный шрам через все лицо. Мои поступки так же непонятны, как и слова. Они ничего не увидят, пока я этого не пожелаю. Капитан не разделял его веселье. Ты недооцениваешь кузенов, скальп. Их золото и драгоценности скрывают души убийц, и нам следует помнить об этом. Рунический жрец встал и начал медленно ходить по каюте. В отличие от спартанских условий, на кораблях космических волков каюты на борту корабля кровавых ангелов были обустроены с долей эстетизма, который Штиль нашел занятным, но абсолютно излишним. Он взял со стола кубок с водой. Даже этот обычный предмет был украшен без всякой на то необходимости. Мы знаем, что должны сделать, братья. С этого красный нож вернулся к наставлению своих воинов. Волки собрались с тесной группой вокруг капитана. Только один стоял в стороне, охраняя дверь, ведущую в коридоры. Легионер кивнул Штилю. Ни одного кровавого ангела или серва легиона не находилось в пределах слышимости их разговора. Хотя они пользовались практически неизвестным наречием старого языка, было важно, чтобы их не подслушали. Как только красного ножа, проверил ее на наличие подслушивающих устройств. Это приказы Малкадора, уточнил Штиль, пока он не отменит их. Если отменят, ответил красный нож. Рунический жрец остановился, и в голове возник вопрос, который не давал ему покоя с момента, как они отправились в систему Нортаба. Задумывался кто-нибудь, если мы полностью выполним отданные нам приказы, что будет с нами? Это очевидно, молодой воин по имени Валдин. Мы умрем, они убьют нас всех. Думаешь, будет иной исход? Штиль проигнорировал замечание. Он захочет увидеть нас, Ангел, он задаст те же вопросы, что и командир гвардии. Я отвечу Сангвинию то же самое, сказал ему красный нож. Ты будешь лгать брату Русса, спросил Псайкер, в лицо? Глаза капитана стали жесткими. Я не говорил, что это будет почетно. Я сказал, что сделаю. Это приказ Малкадора по распоряжению императора и согласия великого волка. Он встал и подошел к Штилю. Ты понимаешь, брат, я знаю, на что согласился. Знаю, что это значит. Если руны упадут неудачно, мы потеряем честь, и все закончится кровопролитием. Но я все равно сделаю это ради всеотца. Он вздохнул. Мы наверняка погибнем, но мы должны сделать то, что нужно. Если этот момент настанет, мы должны быть готовы применить в отношении Сангвиния высшую меру наказания. Штиль покачал головой. Ты приказываешь, я повинуюсь, но я не могу представить себе, что мы можем попытаться убить. Он запнулся, не в состоянии закончить мысль. Смысл невысказанного тяжело повис в воздухе. Капитан медленно протянул руку и положил ее на плечо Скальда. Мы единственные, кто может выполнить этот долг, сказал Красный нож, и в его голосе неожиданно послышалась печаль. Это ноша космических волков, по этой причине нас создали по образу Русса. Мы сыновья палача, обученные творить немыслимое, сражаться в невозможных битвах. Вот почему мы здесь. Он огляделся, мрачно всматриваясь в лица своих людей. Вот почему наши боевые братья последовали за великим волком, против Алого Короля, чтобы осудить его за колдовство. Штиль вдруг понял смысл слов своего командира. Лорд колдун Магнус не подчинился, и мы здесь, чтобы удостовериться, что Сангвини не поступит так же. Если сын может не подчиниться отцу, красный нож тевнул, опустив руку. Вот в чем дело, Скальд. И знай также, что мы не единственные. Есть еще ярлы на других кораблях или же в пути, которые собираются взять под наблюдение всех сынов императора, чтобы быть наготове, наблюдать. Одна мысль о подобном, о настолько глубоком предательстве вызвала тошноту у рунического жреца. Но он подавил ощущение. Кровавые ангелы разорвут наши глотки за один только намек на подобную вероятность. Верно, поэтому мы будем хранить молчание и пребывать в готовности. А что с Магнусом Красным? Спросил Валдин. Мы были слишком далеко от Проспера, когда эти приказы дошли до нас. У нас нет известий о том, что случилось после выволочки, устроенной волчьим королем колдуну. Да, пробормотал Штиль, следует ли нам молчать о злодеяниях тысячи сынов? Что мы можем сказать? Спросил у него Красный Нож. Что Сигелит на Терри скрывает правду? Если она станет общеизвестной, начнется хаос. Нет, Валдин прав. Мы не ведаем в полной мере того, что произошло, и почему Проспера навлек гнев Императора. Он снова кивнул. Пока же неповиновение Магнуса будет скрыто от кровавых ангелов. Мы будем в боевой готовности и будем ждать. Капитан отвернулся. И во имя Фенриса я молю судьбу, чтобы нам ничего не пришлось сделать. 5. Видение Нечто похожее на имя. Останки Он падал целую вечность. Прежде этого не случалось ни разу за столетия войны. На бесчисленных мирах, в тысячах разных небесах он никогда не падал. Это было невозможно, противоречило реальности. Я не могу упасть, сказал он себе. Но не успели слова сформироваться в разуме, как он почувствовал их горькую ложь. Гнетущая, как скорбь гравитация, превратила его в своего пленника, затягивая все дальше в бездну. Кругом была бездонная тьма, столь мрачная и бесформенная, что даже его сверхчеловеческие чувства не могли различить ее границ. Неистовые, оглушающие порывы воздуха били по лицу, рукам, ногам и телу. Часть мантии превратилась в плети, хлещущие по его коже. Изысканные медальоны, награды и боевые знаки сорвались и унеслись прочь в отблесках золота, жемчуга и красного нефрита, хлопая пергаментными лентами. Невыносимое падение пыталось сорвать с него роскошное облачение, обнажить до самой сути кожи, костей и души. Его чувства наполнились ураганным ревом ветров и омерзительным запахом в воздухе. Часть разума непроизвольно отсеяла вонь, разбив ее поток на элементы и субкомпоненты. Нестерпимый запах застарелой крови, густой и грязный, как неочищенное масло. Гнилостная вонь выгребной ямы и тухлого мяса. Характерная для поля битвы смесь фуцелина и отработанного прометия, смрад мертвых цветов и сожженного песка. Каждый вдох грязного воздуха вызывал тошноту у него, заставляя подавлять рвотный рефлекс мышечной судорогой. Он проносился мимо частичек влажного пепла, словно зависших в вонючем воздухе, или это был не пепел. От его прикосновения частички распадались на капли жидкости. Когда он развернулся, пытаясь стереть с обнаженной кожи жгучие маленькие пятна, его руки с длинными пальцами окрасила насыщенная, ярко-багровая и теплая на ощупь кровь. И он по-прежнему вращался, вертелся, падал. «Я не могу упасть», твердил он себе. Звук стал громче, не слова, но гневный рык неповиновения. Руки вцепились в одежду на груди и спине, намотали лоскуты и оторвали их. Ткань разошлась так, словно лопнули мышцы, а неистовый восходящий поток унес ее прочь во тьму. Он знал, что это сон, и в то же время не был уверен в этом. Эти две противоречащие истины существовали в его разуме одновременно. Каждая тянула в свою сторону, но ни в реальность находился высоко вверху, в пределах досягаемости, если только, если только, он испытал шок, обнаружив только обломки костей, выступающие из лопаток. На спине, где когда-то росли два величественных крыла, рассекающие небеса, оставшиеся жалкие останки сочились лискими струйками костного мозга. Он коснулся обнаженных нервов и разорванных артерий. В груди закипел вопль, пытаясь сорваться с губ. Он подавил его, и зрение затуманилось. Неожиданная тошнотворная истина наполнила его ледяной уверенностью. Сражаясь, он обратился внутрь себя, пытаясь найти способ вырвать свой разум из пыпки, которую сотворил. Сон не отпустит его. Все быстрее и быстрее, пока скорость не стала громадной, он летел сквозь бесконечную пропасть гибели, которая должна была скрываться далеко внизу. «Я не могу упасть!» Теперь эти слова звучали глупо и бессмысленно, подобно настойчивости первобытного человека, который верил, что солнце не взойдет, пока он не принесет жертву. Без крыльев он был кем? Таким же, как и остальные, жалкой пародии самого себя, призраком, бессильным предостережением. В груди, подобно взрыву, полыхнул гнев. Теле вскипел красный туман мгновенно вспыхнувшей ярости, и он увидел ее в венах, невидимые струйки, сливающиеся со спиралями генов. Гнев высвободил нечто темное и чудовищное в его душе. Две огромные тени устремились вперед. Одна быстро поднималась, увеличиваясь в размерах, красная, словно из самой преисподней, и вопящая о своей жажде крови. Другая кружилась на расстоянии, все еще бесформенная и черная, как сам космос, ослепленная ужасным безумием своего гнева. Нет! Крик повторялся бесконечно. Он поднял руки, чтобы остановить их, отвергнуть их. Я не могу упасть! Эхо отразилось от фигуры внизу, стремительного и извивающегося существа, которое озаряло маслянистую тьму и приближалось к нему на крыльях, рассекающих зловонный воздух. Оно поднималось, кричало, истекало кровью. Воин, облаченный в железо, из ног до головы, измазанный кровью. Его окутывало сияние мертвых сингулярностей и погибших звезд. Тошнотворный свет вытекал из сочленений трещин в расколотом доспехе. Вокруг завывающего, непостижимого лица резко выделялись пепельные локоны, а из спины росли костяные крылья падальщика, борясь с восходящим потоком отравленного воздуха. Каждое перо крыльев было пропитано оскверненной кровью. Ее потоки тянулись за ним в новую бурю. Вопящий красный ангел приближался к нему, охваченный ненавистным упреком и обвинением. Он знал, что эта ненависть заслужена. В своих сердцах он знал это без сомнений и компромиссов. Крики ужасной боли полоснули по душе, подогревая рост черной и красной теней. Он не мог остановить падение. Они падали, кружась, рядом друг с другом. Столкновение было не избежать. И в этот миг их взгляды встретились. Он увидел страх и ненависть и другие более темные эмоции. Он увидел красного ангела. Глаза примарха резко открылись. И если Аскайлон или другой сангвинарный гвардеец в этот самый момент посмотрели бы на него, то уловили бы едва заметное выражение, которое исказило прекрасные черты. Ангел сконцентрировался и его безупречное чувство времени сказала ему, что между тем, как он закрыл глаза и снова открыл прошли считанные мгновения. Самое большее несколько секунд, но линейное время ничего не значило во снах и в варте. В этом оба этих мира были сходны. Сангвини не в первый раз задумался, насколько близкой была связь между царством снов и материумом. Сон. Не было совпадения в том, что он пришел к нему здесь и сейчас, вне обычного режима медитации и размышления. Они находились глубоко в варп пространстве, окруженные со всех сторон растущими грозовыми фронтами призрачной энергии. Навигаторы легиона старались изо всех сил, направляя флот на такое огромное трансгалактическое расстояние, а нестабильный характер эфирного царства не помогал делу. На краткий миг ангела охватила печаль, а возможная ярость и сжатые кулаки расслабились. В конце концов, командир гвардии почувствовал что-то и поднял голову, на лице появилось недоумение. Милорд, сколько еще? Сангвини наклонился вперед на своем троне управления и указал на иллюминаторы, предотвращая дальнейшие вопросы. Дальняя наклонная стена зала была частью огромной верхней башни красной слезы, а через громадный купол из бронестекла и рифленой пластали открывался вид на космос. По другую сторону прозрачного барьера, засияющей оболочкой полей Геллера, боевой боржи вечно бурлил и кипел океан безумия, набрасываясь на корабли огромного флота, которые пересекали его владения. В любую минуту, господин! Аскайлон внимательно посмотрел на монитор, встроенный в наруч боевого доспеха. Сангвини не поблагодарил за ответ и сразу отвлекся на что-то еще. Сон закончился, но ощущение вцепилось в примарка, словно ангел принес его частицу в реальность. В мыслях сохранились воспоминания о ветрах и их смраде, а самым худшим был ужасный отголосок пустоты, которую он испытал после утраты крыльев. Кое-кто мог и забыть сон, как беспорядочный набор невинных образов, созданных отдыхающим разумом, но не ангел. и предзнаменовений. Образ Красного Ангела обеспокоил Сангвиния, и он подумал о своем брате Ангроне, потому что этим именем иногда называли командующего пожирателей миров. Но как только эта мысль возникла, примарк понял, что она ошибочна. Он ощутил в своем видении нестихийную ярость Ангрона. Это было нечто иное, нечто личное. То, что он не знал, кто это был, сильно обеспокоило его. Сангвиния поднял голову и пристально посмотрел Варх. Казалось, им матерем закручивался вокруг треугольного носа Красной Слезы, образуя пульсирующий туннель, по которому летел флот Кровавых Ангелов. Нет, не туннель, яму. Образ расплылся, и примарк стиснул зубы. Когда его восприятие изменилось, флот внезапно нырнул в зияющее бездонное небытие. Я не могу упасть. Он не был уверен, действительно ли произнес эти слова тихим шепотом или просто подумал. Затем, это стало неважно, прозвучал звон. Он исходил из решеток громкоговорителей, скрытых подрифленными лицами серебряных херувимов в углах покоев примарха. Всему экипажу, это адмирал. Голос Дюкейт был тверд и звонок, но скрытое напряжение, вызванное сильной усталостью, не ускользнуло от внимания ангела. Приготовиться к возвращению в реальное пространство. А Скайлон еще раз взглянул на наручный ауспик. Все корабли докладывают о готовности, наша цель лежит перед нами. Командир гвардии посмотрел вверх, когда пелена сверкающей изумрудно-зеленой вспышки омыла нос красной слезы. Гигантский, размером с планету вихрь туманный, нематерии сморщился и разошелся перед флотом, открыв черное пространство и далекие звезды. Затем варп исчез быстро растаявшим воспоминанием и армада Кровавых Ангелов вернулась в реальное пространство. Отбрасывая громадные носовые волны из чуждых частиц и критических энергий, флагман и его собратья развернулись в огромный строй клином. Сангвини встал с командного трона и прошелся к куполу, наблюдая сложный танец своих кораблей. Каждый капитан действовал безупречно и флот принял форму гигантского клинка, плывущего держать межкорабельные вокс-каналы открытыми, чтобы слышать переговоры капитана. Ангел мысленно представлял перемещение соединений флота в форме игры вреди цит на дюжине досок. Одна поверх другой, где каждый корабль находил свое место в предстоящей битве. Сложность и мастерство этого процесса умиротворяли его, как музыка прекрасной симфонии. Во всем этом была необыкновенная красота, если только знать, куда смотреть. Посреди бархатной темноты висела багровая звезда, горевшая холодным светом. Сигнус Альфа была красным гигантом без явных аномалий, ориентиром для многих колонистов в конце путешествия на край галактики. Из-за расстояния далекое синее солнце Сигнус Гамма казалось небольшим, а рядом с ней был едва виден белый карлик Сигнус Бетта. Эта система, как и точка сбора флота, находилась на краю спирального рукава, но дальше по его изгибу. С выбранного красными ангелами угла сближения звезды и их планетарное скопление словно раскинулись на полотне сплошной абсолютной черноты. Вверху и внизу сияла призрачная гала облака Оорта. А кое-где мерцала сильная Альбедо. Свет трех солнц, отраженный от планет, вращающихся на своих вытянутых записи вокс-пробников и гололитических регистраторов, которые документировали операции Красной Слезы. Объединенная экспедиционная флотская группа начала входа. Эта запись сделана во имя Империума и 9-го легиона Астартес. Сангвиний произнес в вокс-бусину, скрытую в горжике доспеха. «Адмирал, начинайте стандартные протоколы передачи данных, глубокое сканирование на предмет наличия кораблей и пограничных дронов. Как прикажете?» ответила она. «Визуализатор!» приказал примар. Из потолка опустился тонкий медный стержень со стеклянным наконечником голографического излучателя. С шепотом микроскопических линз устройство спроецировало сферу призрачного синего света диаметром несколько метров. Это была тактическая карта системы Сигнус, повторяющая в миниатюре текущее положение планетарных тел в скоплении. «Семь планет, пятнадцать лун», задумчиво произнес Аскайлон, приблизившись сзади к повелителю. «Скорее всего все они в руках врага». Пока он говорил, Гололит прокрутил ряд параметров атаки, показав оптимальные векторы перехода для экспедиционного флота. «Мои поздравления навигаторам», ответил Сангвини. «Мы вышли именно там, где и рассчитывали». Примарх протянул руку к изображению, и оно слегка колыхнулось, словно ангел коснулся поверхности неподвижного озера. Указательный палец проследовал по орбите самой дальней планеты. «Если мы продолжим следовать этим курсам, то через день пересечем орбиту Форуса». Визуализатор среагировал на название колониального мира и развернул виртуальный свиток текста над прозрачной сферой, отмечающий текущее положение Форуса. Побежали геологические данные по скалистому лишенному атмосферы аванпосту, отчеты о переписи населения и другая информация. Аскайлон изучил тактическую обстановку. «Если флот останется сосредоточенным, мы сможем близко пройти от одной, возможно, двух планет, прежде чем достигнем столицы». «Я не разделю флот, не сейчас», сказал Примарк. «Но передайте резервные планы развертывания командующим эскадр и командиром авиагруппы». «Если возникнет необходимость разделения или оцепить систему, я хочу, чтобы мои боевые корабли были готовы выполнить приказ в любой момент». Адмирал Дюкейт подготовила несколько вариантов. Сангвиний кивнул, по-прежнему изучая изображение. «Не сомневаюсь в этом». За орбитой Форуса, вплоть до холодной сферы Холста, протянулось огромное пространство в несколько световых минут. В отличие от пустынной, покрытой кратерами поверхности самой далекой планеты, Холст полностью колонизировал Империум. Окруженный кольцом сине-белый мир был богат на насыщенный газом лед. А под покровом тонкой азотной атмосферы поверхность планеты усеивали нефтехимические заводы и громадные города Улья, заселенные рабочими. Благодаря их тяжкому труду получали легкие сплавы для машин Империи. Останки третьей планеты, которые разведчики Механикум считали тяжелым ядром и расколотыми лунами погибшего газового гиганта, образовали астероидный пояс, разделявший плоскость эклиптики Сигнуса надвое. У местных было обиходное название для него. Они называли его Белая река из-за высокой отражательной способности астероидов, которые образовывали пояс. К внутренним планетам скопления, соответствующим допустимым параметрам для ничтожного или незначительного атмосферного изменения относились три мира соразмерных с Террой. Две планеты были житницами, продуваемая ветрами сельскохозяйственная колония Сколтрум и подверженный штормам океанический мир Талок. Третье густонаселенный столичный Сигнус Прайм и конечный пункт назначения флота. За зоной жизни ближе к Красному Солнцу лежал Сигнус 3 и внутренняя планета Кол. Оба мира населяли люди, но это были насыщенные радиации скалы, где располагались только небольшие аванпосты и шахты. Сангвини и его командиры много дней изучали карты и данные по скоплению Сигнус, обдумывая, как нефилимы могли захватить каждую планету. Ангел предположил, что они сначала сосредоточились на центральных мирах, захватив столицу и добывающие планеты. Потом закрепились там, пока каждый им человеческий голос на поверхности не умолк, или же не стал молиться на них из-под отвратительных масок из плоти. «Магнитное поле Сигнус-Гамма частично замаскирует наше приближение», сказал Аскайлон. «Если у ксеносов есть патрульные корабли, будет отличный шанс приблизиться на убойную дистанцию, прежде чем они заметят нас. Прикажи передовым разведывательным соединениям выдвинуться на дистанцию атаки внешней планеты», ответил Сангвини. «Все чужие корабли должны считаться вражескими, пока не будет установлено обратное. Я хочу, чтобы меня поставили в известность, как только противник будет обнаружен». Снова раздался звон. «Милорд». Сангвини тут же расслышал изменения в тембре голоса адмирала и бросил взгляд на Аскайлона, который также уловил перемену в тоне. Анализ слов был рефлекторным и таким же мгновенным, как дыхание. Примарх сразу перешел к делу. Что случилось? Дюкейт не стала спрашивать, как он догадался. Она служила ему достаточно давно и знала, что Кровавые Ангелы все воспринимали быстрее обычных людей. Первоначальное сканирование местного космоса не выявило факелов двигателей и энергетических выбросов, соответствующих имперским кораблям и известным силовым сигнатурам нефилимов. Брови Примарха поднялись. Он понял, что это еще не все. Дальше. Сенсоры дальнего действия показывают дрейфующие на левом траверзе металлические объекты недалеко от Форуса. По своему усмотрению я отправила на разведку корабль. Ваши предположения? Это скорее всего брошенные корабли Лорд Сангвиний. Энергетические и жизненные показатели отсутствуют. Мы отслеживаем в этой зоне следы интенсивной стрельбы и... Дюкейт замолчала, словно старалась подобрать правильные слова. Некие аномальные энергетические показания. Что насчет автоматических сигналов? Спросил Аскайлон, когда его повелитель прошел через мерцающий гололит к изогнутым окнам купола наблюдения. Не обнаружены. Скрытый в словах адмирала подтекст был непонятен примарху и командиру гвардии. Они переглянулись, обдумывая ее слова. В любой колонизированной звездной системе, даже находящейся под полным военным управлением, должна быть сфера ВОКС-переговоров между кораблями и орбитальными станциями, утечка информации из торговых сетей, даже низкочастотный поток гражданских радиопередач. Заглушить голоса даже одной планеты было практически невозможно, не говоря уже о семи. Я бы посоветовал астропатам найти их родичей, предположил Аскайлон. Захватчики могли подавить ВОКС-связь по всей системе. Когда Дюкейт снова заговорила, Примарх понял, что заметил в ее тоне нечто, о чем она не говорила открыто. Она боялась. Согласна, каналы связи, они включены, но по ним ничего не передают. Она раздраженно произнесла, простите меня, господа, я никогда прежде не сталкивалась с подобным. Дайте мне послушать, сказал Сангвини, сию минуту. Затем поток шума, медленного и зловещего, исходящего из губ среброликих херувимов. Это были помехи мертвого космоса, нейтральные звуки фонового излучения, испускаемого в пустоту звездами Сигнуса и бесконечными триллионами других радиоактивных источников, которые формировали шум Вселенной. И все же это был неон. Тональность совершенно неверна. Слова произнес Мендрион, который стоял в стороне. Он многие часы был безмолвен и неподвижен на своем посту у командного трона. Но звук из громкоговорителей тут же заставил его высказать свои мысли вслух. Сангвини кивнул. Да, в потоке помех было нечто призрачное и неуловимое. Примарх прислушался изо всех сил. Его острый разум и улучшенные чувства оценивали шум способом, неподвластным такому неаугументированному человеку как Дюкейт. В звуке было что-то, спрятанное так глубоко, что даже Сангвини не мог полностью уловить это. Никто в покоях не осмелился дышать, пока ангел старался по-настоящему услышать. Оно ускользало от него, растворяясь и отступая каждый раз, как Примарх пытался на нем сфокусироваться. Что он слышал? Шепот, имя, паракустическое шипение, такое далекое, словно выстрел на другой стороне мира. Губы Сангвини раздраженно сжались, и наконец он сдался, проведя ладонью по горлу. «Достаточно, адмирал», произнес Аскайлон, и сигнал резко отключился. «Что вы об этом скажете, джентльмены?» спросила Дюкейт. Ее обычное хладнокровие вернулось. «Я хочу, чтобы группа Вокс-перехватов поддерживала постоянное наблюдение до обнаружения изменений», сказал ей «Нам стоит держать ухо востров». «В то же время действуем по плану». «Слушаюсь, Дюкейт, отбой». «Что это был за звук во имя Ваала?» тихо спросил Логос. «Клянусь, у меня от него мурашки по коже пробежали». «Какой-то вид подавления средств связи, вот и все», твердым тоном произнес Аскайлон. Сангвини посмотрел по очереди на каждого воина почетной стражи, изучая их реакцию на только что услышанное. Его взгляд остановился на Миндрионе. «Ты согласен?» Сангвинарный гвардеец застыл, тут же позабыв о своих размышлениях. «Да, повелитель. Как сказал командир гвардии, должно быть это тактика подавления нефилимов». Примарх отвернулся, хотя было непонятно, удовлетворен ли он ответом. «Аскайлон, свяжись со всеми командирами авиакрыльев и капитанами Легиона. Мне нужен полный отчет о ситуации от всех соединений флота до того, как мы выйдем на орбиту Форуса и тактические оценки от разведывательных кораблей». «Аскайлон» четко отдал честь, и остальные гвардейцы повторили за ним. Сжатый кулак Мендриона поднялся к груди всего на долю секунды медленнее других, и его лицо окаменело. Вок-шум было непросто забыть. Даже сейчас он таился в подсознании, застыв в голове, как заноза. Небольшим усилием гвардеец отогнал его, заглушив воспоминания о военной симфонии, которую слышал на концерте много лет назад, во время смотра на Ванахейме. «Глупо», подумал он. «Искать сходства там, где их нет». На миг Мендриону показалось, что он услышал голос в океане белого шума, похожий на хриплое бормотание или змеиное шипение. Голос произнес нереальное, несуществующее имя. Кровавый ангел позволил воспоминанию о музыке заглушить ощущения. Следуя за командиром, Мендрион выбросил слово из головы, и через несколько секунд имя было забыто. Крейсерский отсек левого борта в нижнем крыле красной слезы был очищен, что позволило фрегату «Нумитар» пристыковаться. В качестве мер предосторожности весь обслуживающий и гражданский персонал перебросили на другие работы. Разведывательный корабль завис посреди огромного пространства. Яркие лучи света омывали его борта. Экипаж «Нумитара» согласился оставаться на корабле, пока группа медицинских сервиторов, ведомая хранителем «Берусом» в герметичном доспехе, осматривала каждого гардемарина и собирала детальные отсчеты о том, что они обнаружили в зоне крушения. Мерас остановился у широкого воздушного шлюза и надел шлем, застегнув его нашейным замком доспеха. Он услышал пронзительный звук воздушного давления, а в периферийном зрении вспыхнула колонка активных значков. Воздух из помещения вытек, заглушив звук до слабого гула внутренних систем доспеха и скрежета собственного дыхания апотекария. Он бросил взгляд настоящих рядом кровавых ангелов. В переходном шлюзе его ротный командир капитан Пурио беззвучно общался с одним из апотекария в красные слезы. Их беседа шла на отдельной чистоте. Здесь находилось несколько космодесантников из отделения брата-сержанта Мадидуса, но большую часть группы составляли медики, срочно вызванные из дюжин частей почти без объяснений причины. Мерас задумался, зачем флагману примарха понадобились вооруженные боевые братья для сопровождения медицинской группы. Но оставил вопрос при себе. По легиону уже распространились слухи, что Миттер и другие разведчики нашли что-то необычное среди погибших судов, дрейфующих за границами скопления Сигнус. Дальний люк воздушного шлюза медленно и бесшумно открылся. По общему каналу раздался голос Фурио. Задействованы протоколы работы в условиях вакуума. В доках включены гравитационные системы, но не подходите слишком близко к фрегату. Мерас оглянулся и увидел Нумиттер, застывший в центре просторного открытого отсека, подобно огромному красно-серебряному кинжалу на оружейной стойке. Фалы и мостики удерживали корабль на месте перед зияющим выходом в открытый космос. С этой точки апотекарий Мерас видел высоко вверху только часть носа красной слезы, но его внимание немедленно привлекли ряды полипластовых контейнеров, расставленных аккуратными рядами на служебной палубе. Мерас узнал знакомые формы разборных гробов. Ему много раз приходилось закрывать павших внутри подобных контейнеров. Наши братья произнес по общему каналу один из апотекариев, колец. Бесстрастный шлем капитана Фурио отрицательно качнулся. Эти погибшие не из числа наших, потерь не было. Он позволил осознать сказанное и продолжил. Каждому из вас отведено определенное количество тел. Вы изучите их и суммируете полученные сведения. Придерживайтесь процедур при биологической опасности. Немедленно докладывайте о любых аномалиях. Приступайте. Мерас последовал за собратьями на служебную палубу и обнаружил четыре гроба, предназначенных для осмотра. Остановившись и перепроверив замки доспеха, он активировал медицинскую перчатку на правой кисти и включил головки сканера. Апотекарий Минорис, который необдуманно высказался, был неподалеку от своей группы покойников. Он посмотрел на Мераса и в ушах последнего раздался щелчок, когда легионер обратился к нему по отдельному каналу. «Зачем они это делают?» спросил он. «Зачем принесли эти тела сюда, если боятся какой-то заразы?» «Стандартная рабочая процедура, на красной слезе самые лучшие медицинские лаборатории и техническое оборудование во всем флоте», ответил Мерас. Второй апотекарий ничего не сказал и открыл один из гробов со звуком вытесняемого воздуха. Мерас услышал по открытому каналу сдавленный вздох. Он осторожно повторил процедуру. Крышка контейнера скользнула назад и Мерас уставился на то, что казалось грудой одежды, странным образом уложенной в форме человека. Фонарь на ранце включился и изгнал тени внутри гроба. Сначала показалась крупная розово-серая маска, которая пародировала форму человеческого лица, слегка мерцая налетом кислородного льда. Мерас осмотрел гроб сверху донизу. За оптикой шлема прищурились глаза, когда он попытался понять, на что смотрит. Первой мыслью было, что это Эльдар, и в ответ на нее заныла зажившая рана в животе. Маска из плоти напоминала ему ксеносов-грабителей и кровожадную забаву, которой они предавались со своими жертвами. Мерас видел, как они отрезали лица у своей добычи и пришивали их к плащам в качестве трофеев. Но это было не то же самое. Тело перед ним было целым. Космодесантник протянул руку и разорвал одежду, открыв труп женщины, что обнаружилось не сразу из-за его состояния. Ауспик медицинской перчатки тикал и стрекотал, выполняя сканирование. И внутренние базы данных устройства также оказались незнакомы с родом этой смерти. У тела отсутствовала форма. Оно было настолько обмягшим и чахлом, что наводило на мысль о специфической форме разложения. И тем не менее Ауспик настаивал, что труп хорошо сохранился в космическом вакууме. Мерас предположил, что тело было раздавлено очень сильным ударом. Мне сообщили, что разведчики нашли обломки более дюжины разных кораблей, дрейфующих в гравитационной тени Форуса, сказал другой Кровавый Ангел. Гражданские буксиры, мониторы сил обороны, шаттлы. Многие из них даже не могли совершать вар-переходы. Траектория говорит, что они бежали из внутренних миров. Мерас наклонился к гробу, чтобы осмотреть руку мертвой женщины. Корабли были разорваны на части. Он кивнул. Нефилимы используют смещающее оружие, очень эффективное на близкой дистанции. Рука Мераса коснулась трупа. Пальцы женщины были как лоскуты ткани, мягкие и скомканные. Нет, возразил другой апотекарий. Я имел в виду, буквально разорванные на части, словно некая сила разрубила их. Мерас слушал полуха, потеряв кожу на руке трупа. Она легко мялась, мышечное окоченение отсутствовало. На ум пришла необычная мысль. Он осторожно вытянул боевой нож и разрезал предплечье женщины, прямо над кистью. Клинок легко прошел сквозь плоть, не встречая сопротивления. Апотекарий пристально рассматривал удивительно бескровный обрубок. Он видел нервы, вены и артерии, мышцы. Апотекарий снова посмотрел на тело, на его странным образом опустошенную, обмякшую оболочку. У нее нет костей. Он ткнул плоть, чувствуя, как она поддается от его прикосновения. Ему пришлось повторить, чтобы осознать смысл сказанного. В этом трупе нет костей. Он положил обратно отрезанную конечность и перешел к следующему гробу, затем к остальным. Все мертвецы в них были мужчинами, одетыми в униформу корабля топливозаправщика. Их тела были такими же сморщенными, как и у женщины, руки и ноги дряблыми, а головы сдавленными. Это были мешки из кожи и мяса в форме людей, деформированные собственным весом. Он огляделся и увидел, что его братья пришли к такому же выводу. Каждый из десятков мертвецов на служебной палубе умер похожим образом. Их кровь изменена, сказал младший апотекарий. Он вытащил пузырек с кровью и поднял его на свет. Вместо багровой жидкости вещество внутри стеклянной пробирки было густым и вязким, маслянистой пастой почти пурпурного цвета. Мерас стал. Как такое возможно? Этот вопрос я хочу задать тебе и твоим братьям, раздался по вокс каналу новый голос. И к ним подошел еще один старший офицер. С ним был капитан Фурио. Мерас узнал знаки отличия капитана Ролдорона и поклонился обоим ветеранам. Милорды? Отвечай Мерас приказал Фурио. Ты для этого здесь. Мне нужно сделать более глубокие анализы. Он запнулся. Признаюсь, никогда не сталкивался с такими повреждениями. Позже потребовал Ролдорон. В данный момент мне нужны ваши первые впечатления. Входящие ранения отсутствуют, высказался другой апотекарий. Не похоже, чтобы их кто-то вскрывал, вытащил скелеты и снова зашил. Могло это произойти в результате воздействия вируса или биологического оружия? Спросил Фурио. Это могло растворить человеческие кости и хрящи? Нет, сэр, покачал головой Мерас, обдумывая эту версию. Тогда внутри тела остались бы отходы, было бы вздутие, выход токсических веществ. Он на мгновение замолчал. Теоретически сбой во время телепортации мог вызвать нечто подобное, но не настолько равномерно и не с таким количеством жертв. Мерас указал на ряды гробов. Это только те, что доставил Нумитар. Ралдорон был мрачен. Командир фрегата уведомил меня, что они нашли на дюжине брошенных судов сотни таких же бедняк. Мерас почувствовал, как скрутило живот от отвращения. Сложно было представить, какой смертью эти мужчины и женщины умерли. Были они в сознании, когда это с ними случилось. Хурио взглянул на Ралдорона. Первый капитан, мы определенно столкнулись с новым видом оружия ксеносов. Ралдорон кивнул. Я видел достаточно, нужно сообщить примарху. На них уставились холодные суровые линзы шлема. Без разрешения вашего командира вам запрещено обсуждать то, что вы здесь видели. Это понятно? Так точно, сказал другой апотекарий. Мерас долго молчал. Он вспомнил случай, который произошел много лет назад, когда после битвы с нефилимами он получил от первого капитана такой же приказ. Как прикажете, ответил он. Шесть Страх Форус Звезды гаснут Сангвиний не имел своего места на мостике флагмана. Он сам так решил. Командный трон находился в личном святилище на верхних уровнях башни управления Красной Слезы. Но фактически у него на корабле не было формального центра власти. Эта легкая скромность практиковалась на боевом флоте Кравовых Ангелов с самого начала правления Сангвиния. Примарх отказывался занимать капитанское кресло на любом корабле своего флота, чтобы не ослаблять власть командующего офицера. Сангвиний стоял, положив руку на высокую спинку трона адмирала Дюкейт, пока хозяйка корабля управляла своим экипажем. Ангел был неподвижен и безмолвен, как и воины почетной стражи, которые ждали в нишах, задрапированных багровыми портьерами по обеим сторонам мостика. Центр командования и управления Красной начинал небольшую боевую арену или круглую театральную сцену. На самом нижнем уровне находились основные операционные пульты управления, занятые Дюкейт и ее старшими флотскими офицерами. Далее поднимались тремя ярусами наподобие зрительских лож, полукруглые площадки вторичной и третичной рабочих станций остального командного состава, артиллерийских и инженерных офицеров, специалистов систем обнаружения и многих других. Вместо капитана ядром космического корабля и ведомого им флота был адмирал, возвышающийся над всеми и наблюдающий за экипажем с видом надменной королевы. Только одни существа имели право находиться выше всех. В потолке в небольшом углублении из серебристого металла, украшенном гравюрами созвездий и символов звезд, была видна нижняя поверхность обитаемой сферы, где в невесомости жили навигаторы красной слезы. Запертые за толстыми, заглушающими чувства стенами, псайкеры пребывали в бессознательном состоянии, пока корабль находился в обычном пространстве. Их кузены по женской линии, астропаты, не были столь везучи. Они жили в модуле глубоко внутри корабля, защищенные слоями тяжелой брони и энергетическими барьерами. Тайные технологии соединяли астропатов с механизмами психического проецирования мыслей, бесконечно сложными системами, которые так восхищали примарки. Сообщение из астропатического светилища не вселяло оптимизма. Сангвини приказал им дотянуться разумами до скопления сигнус и прослушать переговоры своих сородичей. Принятые автоматическими передатчиками флота помехи безжизненных воксов беспокоили его куда больше, чем он показывал. Ангел надеялся, что телепаты смогут найти какой-нибудь след в глубине звездной системы, который даст понять, что кровавые ангелы успеют спасти эти миры. Когда примарх спросил их, что они слышат, псайкеры зарыдали и заговорили синтетическими загадками. Астропаты настолько разволновались, что ангел подумал, как бы они не навредили себе. В конце концов, не получив ни оставил их под охраной и вернулся на мостик. Судя по всему, уловки, которые использовал враг, чтобы заставить замолчать Сигнус, простирались на эфирный мир так же, как и на реальный. Я не знаю, что сказать об этом, Милон. Голос Дюкейт вырвал его из минутной задумчивости. Адмирал протянула ему пик планшет, который он дал ей несколькими мгновениями ранее. На его стеклянной поверхности медленно прокручивались снимки с фотокамер перехватчиков типа Ворон, показывая стробоскопические изображения поля обломков и плазменных сгустков в космосе. Структура повреждений напоминает детонацию глубоко внутри корабля. Она подняла голову, чтобы посмотреть на примарха. Крошечная женщина, окруженная широким металлическим каркасом кресла. Он кивнул. Пряди светлых волос упали на лицо. Я тоже так думаю, согласился ангел. Но сканограммы не показывают ни признаков теплового повреждения, ни следов, подходящих для химического или ядерного взрыва. Дюкейт кивнула, нахмурившись. Как и необходимых частиц. Значит, это не могло быть редким оружием, вроде гравитационного лезвия или конверсионного луча. Адмирал повернулась и, не прерывая разговора, кивком головы отдала приказ младшему офицеру. Эти остовы выглядят так, словно были разорваны изнутри. Словно клетки, вскрытые злобным зверем. А Скайлон подошел ближе, уловив обрывки разговора. Он слегка поклонился своему повелителю. Я не могу понять, как и почему эти корабли вообще оказались в этом районе космоса. У большинства нет варп-двигателей, и они не способны развить половину световой скорости. И тем не менее, звездное пространство. Им понадобились боевика, чтобы достичь ближайшей звездной системы и еще тысячелетия имперского мира. Чтобы ответить на этот вопрос, командир гвардии, сказала Дюкейт, требуется то, чего нет у легиона Састартес. И что же? Страх. Сангвини заметил скачок в ее пульсе по микроскопическому изменению цвета бледных щек и движению тонких рук. Адмирал продолжила. Задумайтесь, люди на этих кораблях были так напуганы, что с готовностью бросились в объятия глубокого космоса. Перспектива медленной смерти от голода и по мере истощения запасов пищи, от удушья или переохлаждения при выходе из строя системы жизнеобеспечения. Возможно, они надеялись, что найдут здесь спасателя, сказал примар, на мгновение представив себя на их месте. Но здесь не было никого, кто мог бы им помочь. Кто опередил бы смерть, которая в конечном итоге настигла их? Они не так боялись этой смерти, как ужаса, что изгнал их из дома, заметил Аскайлон, поморщившись. Такая точка зрения так же чужда мне, как и любой ксенос. Адмирал, аугментированный помощник Дюкейт подошел к командующей. Носовые наблюдатели сообщают, что мы выходим на дальность прямой видимости планеты Форус. Скорость флота снижается, согласно вашим приказам. Мы пересечем границу системы Сигнус приблизительно через две минуты. Объявить боевую тревогу по флоту, ответила она, покажите мне планету. Офицер отдал честь и повернулся к передней части командной палубы. Смотровая система. По его приказу открытая носовая часть полукруглого амфитеатра разошлась, а обращенные в космос широкие порталы из армированного стекла изменились. Электромагнитные заряды ударили по молекулам прозрачного вещества, изменив плотность и структуру самого большого иллюминатора. Безукоризненного диска, установленного в эллиптическом каркасе, который напоминал человеческий глаз. Внешнее изображение стало четче, показав детально нос красной слезы вместе с эскортом. Линкоры Игнис и Завет Ваала двигались на траверзе огромной боржи, а за ними свет Сигнус Альфы огибал сферу Форуса. Смутные в красном ореоле очертания планеты с каждым мгновением становились все отчетливее. Примарк первым почувствовал нелатное. «Аскаэлон», подозвал он командира гвардии. «Ты видишь? Цвет!» Сангвинарный гвардеец метнул взгляд на ближайшую панель управления системами, за которой работала младший лейтенант по навигации. Экран показывал созданный кагитатором образ, извлеченный из обширных информационных источников красной слезы. Картинка была создана на основе данных зонда и отчетов Имперского колониального бюро переписей. Стандартный планетарный каталог, запись для Сигнус-7, местное наименование Форус. Изображение показывало непримечательный шар из камня льда, испещренный кратерами от ударов астероидов. Он напоминал сферу, сделанную из фарфора и покрытую неровными линиями, словно сброшенную с большой высоты, а потом заново собранную. «Альбедо планеты неверная», сказал ему Сангвини. Грязно-белая краска Форуса должна была резко выделяться на фоне кровавого света звезды, но вместо этого планета полностью поглощала ее свечение. Всем кораблям передового эшелона вызвало Дюкейт обследовать Форус сенсорами и доложить. Информация незамедлительно начала стекаться в буферы данных красной слезы, а Скайлон увидел, как на верхних ярусах включились дюжины вспомогательных экраном. Это кагитаторы обрабатывали новые показания. Форус был домом для 90 тысяч колонистов, сказал Примар, глядя на передний портал. Но, боюсь, в большинстве он таким не является. Посмотрите на поверхность. Острый ум командира гвардии уловил связь между тем, что он видел, и образом, который не покидал его мысли. Форус не попал, как он думал, под частичное затмение звезды, отчего поверхность планеты стала темной. Планета выглядела сожженной дочерно от полюса до полюса. Не было видно подробностей рельефа, а все остальные цвета полностью исчезли. Докладывает Игнис, сказал помощник Дюкейт. Они запустили зонд в гравитационный колодец планеты. Дроны показывают отсутствие атмосферных помех и излучения энергии окружающей среды. Они были в процессе терраформирования Форуса, настойчиво произнес ангел. Там будут следы. Да, милорд. Майор слегка поклонился. То есть нет, милорд, там ничего нет. Телеметрия зонда показывает, что мир полностью мертв, безжизнен, до микроскопического уровня. А Скайлон заметил, что его повелитель стал полностью неподвижным, только великолепные крылья, сложенные поверх брони слегка пошевелились. Лорд Сангвини, обратилась адмирал. Что нам делать? Мы пересечем орбиту Форуса через минуту. Здесь для нас ничего нет, сообщил через мгновение примар. Сохраняйте курс и двигайтесь в направлении центра системы. Командир гвардии понял, что не может отвести взгляд от мертвой планеты. Она проплывала перед носом красной слезы на одном уровне с флагманом, когда тот вошел к пределу системы. А затем, подобно глазу океанского хищника, который медленно вращался, следя за движением добычи, форус зашевелился. Черная сфера начала менять облик, оборачиваясь против обычного вращения, а выжженная поверхность покрылась рябью. На дюжине панели управления зазвучали сигналы тревоги, когда сенсорные сервиторы обнаружили явления, которые не совпадали ни с одним планетарным движением, известным или рассчитанным их программами. Сангвини шагнул вперед, подойдя к бронестеклу иллюминатора. Его руки надавили на прозрачный барьер. «Адмирал, прикажите флоту увеличить дистанцию с Форусом. Немедленно!» «Что?» А Скайлон мгновение пытался сформулировать вопрос, когда Дюкейт выкрикнула приказ за его спиной. «Что там происходит?» «Я не знаю», прозвучал ответ примарха, от которого по телу гвардейца прошла ледяная дрожь. Форус вращался и вращался на виду у каждого космического корабля флота Кровавых Ангелов, невероятно быстро проходя цикл смены дня и ночи, словно его связь с законами природы была разорвана. Наконец темная сфера обрела какое-то устойчивое состояние, повернувшись тем, что считалось ее южными полярными районами, к красной слезе и ко всем, кто смотрел через иллюминаторы и экранные трансляторы. На черной опустошенной поверхности форуса, там, где вспыхнул огонь, появился новый огненно-оранжевый цвет. Если бы на планете находились люди, они увидели бы, как покрытые сажи, обезглавленные горы погружаются в бездонные карстовые воронки, а от горизонта до горизонта расползаются громадные трещины. Высоко в небо ударили раскаленные струи магмы, выброшенные из самого ядра планеты. Это жуткое зарево было видно с орбиты, а сверху и только сверху постепенно прояснялся полный размах того, что творили с форусом. Сначала появилось впечатление внезапной и необъяснимой геологической катастрофы. Гравитация пограничной планеты возросла многократно, из-за чего по поверхности протянулись разломы шире океанических заливов. Планеты умирали подобным образом, разрушаясь под собственной массой и раскалываясь на части. С точки зрения астрономии это был обычный эпизод, но никогда подобный процесс не происходил так неожиданно и без видимых причин. Он как будто начался с появлением зрителей. Форус не умирал, с ним творилось нечто совершенно иное. По планете кинулись чудовищные трещины, которые вопреки здравому смыслу были идеально ровными. Они, пересекая друг друга, разрезали слои почерневшей горной породы и пылающего льда. Массивы суши раскалывались с математической симметрией, слишком точной и безупречной, чтобы быть творением истерзанной природы. Казалось, невидимое божество держало форус в могучих когтях, вырезая линии на разрушенной поверхности, как человек, аккуратно рассекающий кожицу созревшего плода. Процесс закончился так же быстро, как начался. Планета вначале обрела, а затем утратила новую атмосферу, когда огромный объем токсичных газов вырвался из пылающей каменной мантии в космос. Ландшафт форуса фантастически изменился. Слепленный в паутину, забитых магмой каньонов, достаточно широких, чтобы поглотить город улей. Из всего этого возник грандиозный рисунок, одновременно безупречный хвостико-красной слезы символ был отчетливо виден, пылая подобно клейму на фоне тьмы. Одновременно протянулись огненные линии и одна за другой пересеклись, образовав зловещую восьмиконечную звезду. Примарх нарушил царившую на командной палубе гробовую тишину, отвернувшись от догорающих останков планеты. Это послание. Что оно значит, голос майора дрожал. Запомните мои слова, сказал Сангвини, оскалившись. Я получу ответ на этот вопрос, даже если мне придется вырвать его из глоток наших врагов. Он произнес эти слова с холодной, жестокой решимостью. Если это было сделано, чтобы лишить нас мужества, то ксеносы недооценили волю. Милорд, адмирал Дюкейт поднялась с командного трона и нажала на вокс бусину в правом ухе. Срочное донесение с тяжелого крейсера чаша. Тот входил в состав арьергарда, следуя в нескольких сотнях километров позади. Примарх взглянул на нее и Дюкейт продолжила. И такое же донесение с нескольких других. Из медной бусины было слышно дребезжащее бормотание наслаивающихся радиосигналов. Она сняла ее, пытаясь насколько могла успокоиться, прежде чем передать новости. Примарх, капитан чаши и несколько дозорных кораблей докладывают о необычном астрономическом феномене. Сангвини повернулся к большому порталу и присмотрелся, не обращая внимания на огни опустошенного форуса. А Скайлон приблизился и услышал тяжелое дыхание ангела. Сангвини поднял руку и указал в космос. Там! Ты видишь это? Командир гвардии посмотрел и скривился. Затем у него перехватило дыхание. Звезды! Позади губительного красного свечения Сигнус Альфа и мерцания ее солнечных сестер менялись скопления звезд и туманностей, которые были видны с красной слезы. У Аскайлона возникло внезапное ощущение, словно на галактическую сцену опустился колоссальный занавес. Огромный покров, непроницаемый и зловещий заслонил все. Потрясенный безмолвный он стоял рядом с ангелом и смотрел, как гаснут звезды. Уланор Кто-то скажет, что триумф на Уланоре начался с эха первых залпов по зеленокожей орде верховного владыки Урлака Урга, другие, что он был отмечен пролитой кровью, когда Хорус Луперкаль сбросил чудовищного ксеноса с площадки могучей цитадели и тот разбился о плиты. В конце концов имели значение только победа и завоеванный в тяжелых боях путь, который миллионы солдат и сотни тысяч легионеров прорубили в сердце орочь его нашествия. Огромные орды ксеносов грозили разрушить новые связи, выкованные великим крестовым походом. Поэтому армия воинов из благородных легионов прибыла, чтобы уничтожить эту угрозу до того, как она распространится за пределы сектора, в котором зеленая волна росла с каждым днем. Лунные волки под командованием Хоруса перенесли сражение в сердце орды Урга, ведя в заблуждение армию чужаков отвлекающим маневром. В то время, как его отец император вел обычных солдат и фаланги титанов по Уланору Майорис, именно Хорус нанес смертельный удар. После убийства Урга зарождающаяся Орочья империя развалилась, и ксеносов, которых не истребили в грязи огромных полей сражений Уланора, преследовали на сотнях звездных систем, до самого Чондакса, пояса Каевос и дальше. Грубая сила помогла одержать победу, после чего прозвучал призыв прибыть на празднование триумфа. По приказу императора Уланор преобразовали в трофейный мир, обозначенный на всех галактических картах и записях десятин, как Мунди Строфиум. Он станет не только местом славы, но и зрелищем, которое закрепит эту отдельную победу над силами, выступившими против человечества, а также великим символом самого крестового похода. За 200 тиранских лет Великий Поход Императора пересек галактику, неся единство и просвещение утерянным дочерним мирам Древней Земли. Он отбросил ночь, заново выковал старые связи между цивилизациями, преодолел угрозы чужих, но, к сожалению, часто нес кару и все же приближались перемены, поворотной точкой которых стали события на Ула-Норе. Никто из ступивших на этот мир не знал, что эхо триумфа будет разноситься десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. Взводы геоформаторов механикум доставили планетарные механизмы и камни-плавилки, чтобы прорезать громадную полосу в изломанном после сражения о ландшафте. Миллионы мертвых орков похоронили под перемешанной породой и вершинами раздробленных гор. Механикум уничтожили все следы врагов до последнего и проложили поверх останков ксеносов гигантский проспект, парадный плац, равной площади некоторых городов. Они построили магистраль и установили на ней только одно сооружение – украшенный павильон из черного мрамора и гранита, который был построен по частям на Терри, а затем доставлен через космос специальным посланником. Вдоль дороги тянулись памятные шесты, украшенные черепами орочих командиров, а за ними ярко пылали огромные чаши с бездымным прометьем, непрерывно освещая магистраль сине-белым пламенем. Когда механикум закончили, прибыли избранные, чтобы засвидетельствовать свое почтение выигранному сражению, идеалу крестового похода и тому, кто был для всех них отцом. Имперская армия и легионы титанов окружили по периметру район Смотра. Солдаты стояли бесчетными рядами, их войско походило на море из боевых доспехов и парадной формы. Каждый мужчина и каждая женщина, стоявшие в этот день на земле у Ланора, были выбраны за отвагу и службу, получив до конца своей жизни исключительную честь носить на форме ониксова золотую триумфальную планку. Награда была выкована из собранных на поле боя и переплавленных болтерных гильз. Вокруг солдат построились огромные боевые машины коллегии Титаника, вздымающиеся в небо, которые сполосовали инверсионные следы тысячи аэрокосмических истребителей, а над ними выше белых перистых облаков в верхних слоях атмосферы медленно плыли боевые корабли. С их пустотных соленые потоки, когда они поворачивались бортами, подтверждая свою верность. Наконец, легионеры. Из всех генетически усовершенствованных воинств на Уланоре были представлены 14 легионов и с ними прибыли 9 существ непревзойденной силы и великолепия, 9 богов и ангелов во плоти, примархов величайших армий, когда-либо созданных людьми, Мартарион, жнец людей и повелитель гвардии смерти. Его смертоносный облик в капюшоне повторяли воины-стражники Савана. Фулгрин фениксиец, блистающий своей красотой и пышным облачением, освещенный сиянием золота и платины. Магнус красный, алый король, повелитель неизвестного, чья душа также загадочна для реального мира, как сущность варпа и его призраков. Ларгар Аврелиан, тихий и задумчивый фанатик, скрывающий глубоко в сердце огонь невероятной энергии. Он мало говорит и держится на стороже. Его полная противоположность, Ангрон, повелитель гладиатор, сын скорби, неспособный усмирить и сдержать свою кипучую, бесконечную ярость, постоянно находящийся на грани срыва и насилия. Доблестный Дорн, высеченный из камня имперский кулак, непоколебимый и сконцентрированный, тот, кто всегда повинуется, всегда готов исполнить долг. Хан, чьи, отделанные мехом одежды и искусный доспех, стали свидетелями тысяч историй о легионе Белых Шрамов. Каждый его шаг бросает вызов галактике. Затем Сангвиний из Кровавых Ангелов в окружении почетной стражи в золотых доспехах из Сангвинарной Гвардии. Его могучие крылья сложены поверх боевого доспеха. Лик обращен к небесам, приветствуя невероятное величественное зрелище. И, конечно же, Хорус Луперкаль, Хорус Лунный Волк, герой Уланора, освободитель и первый среди равных, Хорус, которому дарован новый почетный титул, выше любого пожалованного прежде. Этот титул будет вечно нести эхо его имени. Кроме команды исполнения и завершения действия, воспоминания о собственной личности отсутствовали. Если память когда-то существовала, то ее мастерски удалили скальпелями и лазерными лучами. Кусочки мозгового вещества вырезали и выжгли, превратив собственное я в ничто. Или, возможно, больше, чем ничто. Если некто был великодушен, был ли инструмент ценной вещью, достойно похвалы жизнь в рабстве? Возможно, но только если такой службе отдаваться беззаветно. Если же приковать к ней, сделать рабом во имя самой службы, то это совершенно иное. Работа устройства 8.8 Каппа-2 начиналась и заканчивалась в этом месте, в пышном шатре командира, установленном на южной стороне платформы великого триумфа. Легкий ветерок трепал пологий конус верхушки шатра, но сервитор едва зарегистрировал атмосферный эффект. Возможно, в случае изменения погоды пришлось бы модифицировать его операционные параметры в соответствии с условиями, но пока такой необходимости не было. Сервитор не обладал самосознанием, чтобы действовать согласно этим данным. Если требовались изменения, тогда новая директива передавалась в модуль имплантат, который занимал целую четверть черепной коробки устройства 8.8 КП2. Внешний покров модуля был сделан из меди, отполированной до яркого янтарного блеска, так же, как и пуговицы на парчевом плаще сервитора, пряжки на ботинках, разнообразные дополнительные пальцы на длинных руках. Устройство было даром командира моторизованного полка. После демобилизации вследствие ранений, полученных во время боев на Бракториане, офицер завещал личного слугу легиону лунных волков. Сервитор попал на Ксифос от Механикум приблизительно за 42 года до передачи. До этого устройства 8.8 КП2 было тояном Сепсое, насильником и убийцей женщин из Ульев Халанана. Но и как остальная часть его отвратительной и мерзкой первой жизни, эта информация была изъята и уничтожена. Сепсое был схвачен городской стражей, осужден и приговорен к вечному рабству. Адепты при помощи химических препаратов подавили и удалили всю его личность. Вредную индивидуальность подобно раковой клетке уничтожили, а то, что осталось от тела, изменили для использования во имя всеобщего блага. Устройство 8.8 КП2 готовило еду, убирало, стирало и прислуживало. И если не приглядываться к нему, то можно было принять за человека. Конечно, это было не так. Под военной униформой плоти-кости, которые когда-то были человеком по имени Сепсое, модифицировали более надежными керамитовыми биоорганическими имплантатами. Они позволили ему жить дольше обычного человека, обходиться без сна и употреблять в пищу огромное количество питательной каши, словно Гроксу или ездовому животному. Оно не понимало значение места, где работало. Оно не видело разницы между бараками рядовых солдат имперской армии и залами императорского дворца. Все, чем обладало устройство 8.8 Капа-2 рабочее расписание, имплантированные в ядро памяти, временные файлы, которые указывали ему, кто хозяин и какой уровень обслуживания оно должно ему предоставить. В этот момент в палатку вошел человек из этого списка и его движения выдавали раздражение. Для сервитора вошедший был гигантом, способным идти только широкой поступью. Он был облачен в силовой доспех, который гудел с каждым тяжелым шагом. Активировалась подпрограмма, заставив устройство 8.8 Капа-2 низко поклониться и пробормотать запрограммированное приветствие. Милорд Хорус, я жду ваших распоряжений, голос был хриплым. Хорус проигнорировал сервитора и шагнул в дальний конец палатки, где эластичная вставка в атмосферостойком материале позволяла выглянуть наружу. На Уланоре наступила ночь, но великий триумф продолжался. Корабли в небе сверкали, как сияющие драгоценности. Костры потрескивали непрерывным хором, над которым перекатывался шум победоносной армии, в равной степени. Они приветствовали императора и только что назначенного командующего всеми силами империума, но печалились об известии, что повелитель человечества покидает великий крестовый поход и продолжит свою работу. Хорус кинул с плеч волчью шкуру, даже не посмотрев, куда она упала. Послушный сервитор подошел и поднял ее. После заданной паузы программа устройства 8-8-капа-2 снова дала команду заговорить. Чего пожелаете, воитель? Воитель, повторил Хорус, пробуя слово на вкус. Не похоже было, что его настроение улучшилось. Он повернулся. Принеси вина. Я существую, чтобы служить. Сервитор неторопливо подошел к столу и взял круглый кувшин Айнахою, который был расписан бегущими волками под полумесяцами. Он наполнил бронзовую чашу и протянул Хорусу. В руках сервитора сосуд казался большим, в ладонях воителя хрупким. Устройство 8.8 КП2 вернулось в режим ожидания, немного склонив голову и безучастно наблюдая. Оно не обратило внимания на то, как величественные черты Хоруса омрачил сердитый взгляд, который исчез вместе с глотком вина. В этот момент хлопок откидной двери палатки заставил голову сервитора резко подняться и сосредоточиться на новом гости. Вошедший стоял ниже Хоруса в табеле рангов, но все же был высокопоставленной персоной. Устройство 8.8 КП2 следило за человеком несколько секунд, изучая его. Он был таким же гигантом, как магистр войны, но его фигуру странным образом искажали белые формы, плотно прижатые к плечам, крылья. «Брат!» произнес с улыбкой Сангвиний. «О, прости, воитель!» Он слегка поклонился. «Титул придает столько авторитета, не так ли?» Хорус выдавил улыбку в ответ, но она была мимолетной. «Стану ли я ему соответствовать?» Казалось, ангел не обратил внимания на его слова. «Это он станет соответствовать тебе, и ты будешь носить его должным образом». Мгновение растянулось в паузу, затем снова заговорил Хорус. «Как это тебе удается?» «Ты о чем?» «Постоянно находить подходящие слова в нужный момент. Я вижу, как ты обращаешься к другим, к рядовым воинам, даже к нелигионерам». Сангвиния развел руками. «У всех нас есть немного от дара красноречия отца». «Да», согласился магистр войны, «но когда я пытаюсь выразить свои мысли, то должен сначала подобрать слова, оценить их, затем подстроить. Ты делаешь это без всяких усилий». «Ошибаешься», сказал Ангел, подзывая сервитора легким движением тонких пальцев. «Я просто лучше создаю видимость отсутствия усилий». Устройство 8-8 Каппа-2 выполнило распоряжение, принеся новый кубок и вино для обоих примархов. Ни один из них даже не взглянул на сервитора, и тот снова удалился. «Я видел посадку императорского катера», кивнул Хорус в направлении посадочных площадок. Кустодианская гвардия готовится к отбытию. «Путешествие на Теру неблизкое», сказал примарх Кровавых Ангелов. Его тон был странным образом нейтрален. «Император Сомниум перешел на дальнюю орбиту. Император, несомненно, собирается покинуть нас. Он вернется в сегмент ум Солар, а мы вернемся к нашему крестовому походу». Символ Император Сомниум быстро зарегистрировался в ядре памяти сервитора. Межзвездный корабль уникального класса, допуск безопасности скромного машинного раба даже не позволял ступить на борт одного из его шаттлов катеров. Галяв среди космических кораблей, командный центр Императора был сравним по размерам с огромными орбитальными платформами Рига и Скай, которые парили над поверхностью далекой Теры, как гонимые ветрами острова. Когда корабль то частично затмил солнце планеты, а рулевой был вынужден вести боржу твердой рукой, чтобы не позволить массе корабля вызвать изменения в местной метеосистеме. «Наш крестовый поход», повторил Хорус, «теперь он действительно наш брат». Решив вернуться в Императорский дворец, отец передает его прямо в наши руки. Они на минуту замолчали. «Ты был удивлен, как и остальные», сказал наконец Сангвини. «Проводить театром необходимо крепко держать его в руках», отрешенно ответил Хорус. «И основу для этого мы создали здесь». Он замолчал, отвернувшись к окну. Сангвини снова заговорил, не дав Хорусу продолжить. «Думаю, я не вовремя, ты хотел побыть один». Он повернулся к выходу, поставив кубок на стол, так и не пригубив его. «Уделю внимание остальным». «И что ты скажешь?» спросил «А это так?» беспечно спросил Сангвини. «Я думал, этой ночью мы оставим раздумья Ангрону». «Он недоволен». Хорус кивнул. «Он все время недоволен. Это его удел». Сангвини повернулся. «Он в ярости». «Я имею в виду больше, чем обычно». Что-то блеснуло, мгновенно привлекая внимание сервитора, застывшего в ожидании. Хорус дотронулся до платиновой цепочки. На ней висел сапфир, вырезанный в форме окотеры. Медальон был символом звания и положения и был пожалован Хорусу несколько часов назад на церемонии посвящения. Ангрон не единственный, будут и другие, которых разозлит награда, дарованная мне отцом. Когда Пертураба услышит о ней, он не закончил предложение. Лицо брата на миг омрачилось. «Ему не понравится, это так. Он будет считать, что звание должно принадлежать ему и курс». Сангвиний помедлил, прежде чем произнести следующие слова. «Они будут ненавидеть тебя за это, по крайней мере поначалу». Хорус нахмурился и выпустил медальон из пальцев. «Я никогда не просил ее, но и сожалеть не буду». «И не должен». Сангвиний потянулся за кубком и снова взял его. «Брат, мантия магистра войны твоя, и так должно быть». Он улыбнулся. «Я не могу выразить, как горд и рад за тебя». «Ты», сказал Хорус, словно только сейчас понял это. «Аларгар с фулгримом», продолжил его брат. «Ты разве не слышал, как они радовались вместе со мной, когда отец назначил тебя верховным главнокомандующим?» Остальные были всего лишь эхом позади, но эти двое чувствуют то же, что и я. Уверен, если бы Рогал не был таким суровым, он поступил бы так же. Дорн пожал мне руку. Для имперского кулака это практически взрыв восторга. Хорус на миг тоже улыбнулся и слегка кивнул. Сангвиний продолжил. «Ты знаешь, почему отец выбрал тебя? Это не фаворитизм, не политика и не целесообразность, не поощрение. Ты ведь понимаешь, это то, что ты заслужил, потому что ты всегда был лучшим из нас, Хорус. Ты ближе всех душой к людям, которых мы поклялись защищать. Ты сын своего отца. И давай не забывать о том, что довольно хороший генерал». Сервитор смотрел, как ангел подошел к воителю и похлопал по наплечнику силового доспеха. Такое проявление братских чувств было необычным для существ столь сверхчеловеческой природы. Но повелитель лунных волков все еще испытывал внутреннее сопротивление, которое шло вразрез с его поведением. Хорус посмотрел на брата. «Некоторые будут считать, что это должен быть ты». Сангвини моргнул. Заявление застало его врасплох. Затем он покачал головой. «Нет, ты в это веришь? Это имеет значение». Ангел стиснул зубы. «Любой, кто считает, что я должен быть на твоем месте?» «Кто говорит об этом?» «Ни одного из нас толком не понимает». Несмотря на то, что беседа не содержала приказов для устройства 8-8 Капа-2, его внимание оставалось прикованным к двум примартам. Как будто даже механические части разума восхищались разговором. «Нет, не я, я слишком далек». Крылья ангела прижались к спине. От легкого движения зазвенели небольшие украшения из серебра и жемчуга, свисающие из перьев. Воитель может только идти по полю битвы, ни в коем случае не парить над ним. Затем, улыбкая, смех вернулись. «Эта честь могла быть только твоей. Все наши братья, в конце концов, изменят свое мнение. Позволь некоторым из них кривиться и втайне считать себя лучшими, и таким образом ты им докажешь, что их слова расходятся с делами. Ты подтвердишь правоту решения отца, Хорус. Ты уже подтвердил. Ангроны другие, им просто нужно понять это. Тебе сейчас нужно, чтобы я сказал то, что ты так знаешь». «Возможно и так», согласился Хорус. «Ты всегда был моей совестью, Сангвини. Никогда не забывай, как сильно я оценю это». Ангел вытянулся по стойке смирно с лязгом керамита, настолько громким, что сервитор вздрогнул и невнятно забармотал. Сангвини отсалютовал кубком. «Ты поведешь нас вместо отца к окончательной славной победе, к концу великого крестового похода? Я верю в это всеми фибрами души». Сангвини демонстративно осушил чашу. «Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе в этом, сколько бы времени на это не ушло». Кивнув, ангел швырнул кубок. Сфервитор плавно шагнул вперед, восьмипалая рука раскрылась и с легкостью поймала чашу. Устройство восемь-восемь каппа-два вымыло посуду и вернуло ее на тележку. Сангвини направился к выходу. «Оставлю тебя наедине с твоими мыслями, брат, и как можно лучше используй эти минуты покоя. Сомневаюсь, что у тебя останется много свободного времени после вступления в новую должность». «Подожди», позвал Хорус, «У меня к тебе вопрос, который только что пришел мне в голову. Отвечу, если смогу». Воитель не повернулся к брату, когда заговорил. «Я никогда не спрашивал тебя о твоих способностях, Сангвини». Сервитор почувствовал, что второй примарх напрягся, услышав эти слова. «Я никогда не спрашивал о твоем восприятии грядущих событий». «Ничего серьезного», возразил ангел, «намеки не более». «Развитое чувство инстинкта, которое иногда проявляет себя во снах». «Безусловно», ответил Хорус. «Тогда скажи мне, в твоих снах ты когда-нибудь видел события этого дня? Нашего отца, оставляющего крестовый поход по причинам, которыми он полностью не поделился со своими сыновьями и эти новые почести для меня?» «Наконец он повернулся, чтобы посмотреть в глаза своему брату. «Ты предвидел хоть что-нибудь из этого?» «Лицо Сангвиния похолодело». «Нет». Хорус снова кивнул. «Я тоже». Часть вторая Собор Знака 7. «Я созываю Конклав». «Лица в огне». «Мороз по коже». Когда капитан Ролдорон вошел, зал из Литокаста был заполнен воинами, которые стояли на невысоких постаментах под конусами тусклого света. Все пьедесталы занимали воины в звании не ниже капитана роты. Здесь находилось приблизительно 300 офицеров, представлявших почти все роты 9-го легиона. На фоне намеренно приглушенных песочных оттенков стен и пола доспехи легионеров резко выделялись своим кроваво-красным цветом. Опознавательная руна, вспыхнувшая на внутренней поверхности шлема, обозначила место Ролдорона, когда его взгляд упал на свободный пьедестал. Первый капитан кивнул тем, мимо кого прошел. Накир и Галлан стояли на один уровень ниже, и вместе с ними Карминус из третьей роты. Пальцы аугментированной руки которого машинально барабанили по ложу зачехленного болтера. Верховный хранитель Берус в красной мантии, скрывавший черный доспех. Почтительный оружейник Митрикулус, вечно взирающий механическими глазами. Оролдорон заметил пятна других цветов, неуместных среди моря красного. Здесь также присутствовал наблюдатель космических волков, присланный Малкадором. Рядом с воином в сером стоял еще один в аспидной черной броне. Его иссеченное лицо обрамляли белые волосы и борода, а калит несущих слова Крит даже не взглянул на него. Ролдорон поднялся на пьедестал, церемонно снял шлем и прикрепил его к поясу. Напротив одной из стен зала находились еще три подиума, установленных в форме невысокого зиккурата. Самый высокий был вырезан из красного гранита, копируя сглаженную ветром каменную глыбу. Когда из овального проема появился сангвений и поднялся на возвышенность, в помещении воцарилась тишина. Его сопровождали Аскаэлон и Зуриил. Они поднялись след за ним и опустились на одно колено. Собравшиеся кровавые ангелы сделали то же самое, и краем глаза Ролдорон заметил, как Крит и Красный нож поклонились с одинаковой учтивостью. Встаньте, приказал примар. Бросалось в глаза отсутствие его обычной улыбки. Я созываю Конклав. Мы внемлем Зоу. Голос Ролдорона присоединился к хору, отразившемуся от стен. Флот находится в полной боевой готовности, продолжил Сангвений. Решительные звучные слова ангела разнеслись в тишине зала. Наши курс и цели не изменились, но после того, что мы увидели на форусе, его благородный облик ожесточился. Я собрал вас, чтобы мы могли поговорить все вместе. Вы мои сыновья, мои мечи. Есть вопросы, на которые мы ответим разом. Говорите открыто. Милорд. Ролдорон едва не вздрогнул от удивления, когда первый воин нарушил тишину. Он мог бы поставить целое состояние на то, что капитан пятой роты не станет высказываться первым. Амит стоял, скрестив руки на груди. Темные глаза блестели. Что вы скажете об увиденном? Форус был предупреждением, капитан, ответил примар, принимая без комментариев прямой вопрос Амита. Серьезный поступок врага, несомненно задуманный вселить страх в сердца тех, кто идет против них. Амит почувствовал взгляд Ролдорона и взглянул на него. Вдруг фигура пятого капитана утратила по ней пробежала цветная рябь, прежде чем она снова стабилизировалась. Как и многие кровавые ангелы в зале, Амит не присутствовал в зале физически. В этот момент он стоял на трансляционной площадке на борту боевой боржи Виктус, которая находилась на другом конце флота. Встроенные в каждый постамент гололитические устройства позволяли всем капитанам Рот присутствовать на собрании, оставаясь при этом на своих кораблях. Работа многочисленных гололитических потоков в режиме реального времени требовала больших затрат энергии и высоких вычислительных мощностей кагитаторов. И с таким размахом система работала редко. На дистанции превышающей несколько световых дней задержка к передаче сообщений становилась серьезной и создавала проблемы. Но так как флот был сосредоточен на небольшом пространстве, зал отлично справлялся со своей задачей. Повелитель, меня волнует не этот сгоревший мир. Амед взмахнул рукой. А тень на каждом солнце. Он позволил фразе повиснуть в воздухе. Это пелена, начал капитан Накир. Странное название для теневого эффекта было придумано одним из людей Дюкейт и за день распространилось по всему флоту. Что это за оружие? Что может убить свет звезд? Звезды нельзя убить, сказал с легкой насмешкой в голосе об этом. Накир скривился, но что-то было сделано и с размахом, который превышает все, с чем я когда-либо сталкивался. Вселенная полна тайн, загадочно произнес красный нож. Так было всегда. Возможно, волчий капитан, Сангвини взглянул на воина. Но мой отец желает, чтобы мы все-таки разгадали ее. Примар кивнул Зуриилу. Расскажи им. Сангвинарный гвардеец вынул инфопланшет и прочитал с него вслух. Информация из вахтенного журнала. Дозорные корабли из арьергарных крыльев докладывают, что на расстоянии в 6,3 светового дня от обозначенного внешнего ориентира скопления Сигнус образовалась непроницаемая масса, похожая на черную тучу. Показания оптических систем дальнего действия подтверждают вывод о том, что эта пелена полностью окутала систему. Это какой-то вид перемещения, предположил Галлан. Я слышал истории о мирах, полностью попавших в имматериум после катастрофических происшествий в арп-пространстве. Могло это случиться с целой звездной системой и с нами. Неподалеку Метрикулус потер подбородок и отверг это предположение. Чтобы добиться такого результата, вероятно, потребуется больше энергии, чем во всей галактике. Это противоречит здравому смыслу. А что сейчас не противоречит ему, почти шепотом ответил красный нож. Примарх медленно покачал головой. Мы остаемся в обычном пространстве, капитан Галлан. Наши навигаторы подтверждают это, хотя они докладывают, что потеряны все контакты с варп-маяками за пределами пелены. Хронометры неисправны, доложил Зурию. И то, что касается наших средств связи. Вок-сигналы, направленные в облако, отразились назад. Астропаты он помедлил, бросив взгляд на ангела, после чего продолжил. Астропат на борту Игнес попытался отправить сообщение сквозь барьер. Он заявил, что его атаковало пронзительное, безумное эхо собственного телепатического голоса. Впервые заговорил о Скайлон. Вскоре после этого он покончил жизнь самоубийством. Ралдерон вдруг счел нужным задать вопрос, каким образом? Свернул себе шею, ответил командир гвардии, закрыв в тему. Сангвини сложил руки. Я приказал крейсеру Гелиос отделиться от флота. Он возвращается по нашему пути к скоплению Сигнус. Ему приказано тщательно изучить этот феномен. Хотя Ралдерон промолчал, он увидел в глазах примарха беспокойство, которое разделяли все братья без исключения. Нефилимы способны только на уловки, проскрежетал верховный хранитель Берус и огляделся. Многие на Мельхиоре мы видели, на что они способны. Я считаю, что здесь мы столкнулись с их новыми играми разума и теней. Он угрюмо оскалился. Вот что они делают, братья. Они напали на нас под видом сверхъестественных сил и колдовства. Такие приемы срабатывают только против слабых и доверчивых. Я видел, как горит Форус. Мы все видели, ответил Амет. Это не было иллюзией. Ралдерон согласился с товарищем. Трупы и обломки кораблей, уничтоженная планета и барьер. Мы не можем отрицать эти факты, мои братья. Ничего из того, что мы видели с момента входа в скопление Сигнус, не похоже на оружие, которым пользовались нефилимы. Или любой другой враг, коль на то пошло, добавил Галлан. Могу я высказаться? Все головы повернулись к несущему слово, чье изображение мерцало и прыгало, передаваемое с мостика темной страницы. Примар кивнул Криду и тот продолжил. Капитан Ралдерон прав, как и уважаемый хранитель. Но о чем вы не подумали, так это об образе мышления этих чудовищ. Наш легион, в отличие от вас, не получил привилегию пролить кровь этих чужих. Но то, что мне рассказывали, говорит они как об упорных врагах. И если, как мы считаем, Хан действительно уничтожил их родную планету, тогда возможно они последние представители своего вида во вселенной. Он развел руки. Откуда нам знать, какой тактикой они воспользуются, когда на кону стоит их выживание? Лицо Амито исказилось, и он ткнул пальцем, его голограмма задрожала. Ты сообщил нам об этой миссии, посланник, ты все нам рассказал? На долю секунды Ралдерон увидел проблеск неуверенности в глазах Крида, затем она исчезла, и несущие слова покачал головой. Я могу только поделиться своими впечатлениями, как сторонний наблюдатель. Кроме этого, мне нечего сказать. Мы узнаем правду. Слова Сангвиния прервали дальнейший разговор. Пока Гелиос выполняет свою задачу, я также приказал Герми взять отряд легионеров и направиться к Сигнусу-6, планете под названием Холст. Мир Улей, спросил Красный Нож, это разумно? Один корабль вместо флота, вмешался Аскаэлон. Гермия, корабль невидимка, она сможет подойти на дистанцию высадки с минимальными шансами на обнаружение. Холст безмолвствует, как и остальные миры в этой системе, продолжил Примар. Но если он невредим, мы сможем узнать больше о вторжении, Харакса и двух лучших следопытов для содействия операции. Если на Холсте есть живые, они найдут их. Красный Нож поднял брови. Следопытов с сомнением повторил он. Акалит фыркнул в ответ на скрытую колкость. Не только волки знают, как охотятся, капитан. Ангел внимательно посмотрел на них. Пока возвращайтесь к своим ротам и готовьтесь к войне. Его лицо стало мрачным. Грядущая битва не будет похожа ни на одну из предыдущих. Я чувствую это своей кровью. Нам предстоят испытания, мои сыновья. Ралдерон поднял сжатый кулак и произнес слова, входящие в обязанность первого капитана. За Ваал и Теру, выкрикнул он звучным голосом. За Сангвиния Императора. Сангвиния Император. Крик эхом разлетелся по всему флоту. Грозовая птица с грохотом покинула кормовой пусковой отсек и вошла в разворот с пикированием возле неактивных сопел двигателя Гермии. Десантный корабль обогнул крейсер Кровавых Ангелов и пролетел мимо полосы обломков, за которой укрывалась Гермия. Яркие ледяные кольца Холста когда-то усеивали орбитальные перегрузочные доки, как нанизанные на ожерелье драгоценные камни. Но теперь они были всего лишь скоплением металлических фрагментов. Обломки разлетелись по планетарным кольцам, пронизывая сверкающие полости из пыли и спутников пастухов. Это была идеальная маскировка для крейсера и десантного корабля, позволяющая первому приблизиться, а второму проскочить остаток дистанции до границы атмосферы. На ледяной мир постоянно падали обломки и грозовая птица летела под их прикрытием. Вражеская разведка не сможет отличить десантный корабль в небе от пылающих останков. Конечно, это была только теория. В реальности же, если же рулевые сервиторы грозовой птицы Дельта-25 Орел Крови не окажутся достаточно хороши, все на борту погибнут в огненном столкновении задолго до посадки на планету. Мерас отбросил эту мысль и поднялся со своего места. Он решил проверить оружие и вспомогательное боевое снаряжение. Так или иначе, они скоро окажутся на холодной поверхности Холста. Апотекарий прошел мимо Сарги, который кивнул ему. Готов? Всегда готов, ответил второй Кровавый Ангел. Мерас взглянул на Саргу и увидел, что тот смотрит на капитана Харакса и двух других несущих слова, сидящих в корме грозовой птицы. Трое воинов в гранитно-серой броне уже загерметизировали свои доспехи. Вообще-то они прибыли с темной страницы в шлемах и не снимали их на пристартовом инструктаже и взлете. Харакса и его люди наклонились вперед. Каждый из них с головой ушел в чтение маленькой книжки, соединенной адамантиевой цепью с сумкой на поясе. К цепи был пристегнут серебряный медальон, хотя Мерас не смог разобрать запечатленный на нем узор. Как ты думаешь, что они читают? Сарга пожал плечами. Может быть боевую доктрину? Знаешь, я спросил из нее. Все написано какой-то древней клинописью. Возможно, колхидский текст, на ходу предположил Мерас. Когда вернемся, ты можешь попросить Крида почитать тебе. Он взял с оружейной стойки свой болт-пистолет и проверил затвор, прежде чем вложить оружие в кобуру. Апотекарь услышал, как за спиной открылся и закрылся люк в кормовой отсек. И несколько секунд спустя на его плечо легла рука. Мерас поднял взгляд на смуглое серьезное лицо. Кана? Его боевой брат кивнул. Я решил присоединиться к тебе. Не понимаю, сказал Апотекарь, оглядев отсек, где сидели остальные кровавые ангелы. Я думал, ты должен остаться на флагмане с Ролдороном. Первый капитан некоторое время сможет обойтись без меня. На лице Кана появилась натянутая улыбка. Я попросил об услуге. Мне было нужно. Он запнулся, поправляя себя. Я хотел взглянуть на нее. Легионер кивнул в сторону планеты. Я считал себя безрассудным и вечно попадающим в передряги, в то время как ты благоразумный, педантичный и задумчивый. Мерас увидел, что Кана уже повесил болтер на плечо. Я не хочу сказать, что не рад тебе, брат, просто это неожиданно. И снова эта неуверенность, на этот раз Кана не пытался скрыть ее. Он слишком хорошо знал старого друга. Все, что касается этой операции, неожиданно. Да, не спорю, кивнул Мерас, глядя на товарища. А теперь, почему бы тебе не рассказать, о чем на самом деле думаешь? Наверняка не об этом железном черепе Анелусе. Хранитель? Нет, Кана нахмурился. Уверен, что он считает меня целью, которую нельзя упускать из виду. Но я решил держаться подальше от него, насколько это возможно. Он наклонился, заговорив приглушенным тоном. Ты ведь слышал о смертях? Астропат Сыгнис, Кана кивнул, и другие. Эти слова заставили Мераса остановиться. Были другие, другие астропаты? Нет, во всяком случае пока. Я думал, тебе сказали медики на красной слезе. Он сделал паузу. Самоубийство Мерас, не легионеры, а горстка матросов, сервов легиона. Все они покончили с собой после знака на форусе. Апотекарий задумался над этим. Горькая правда заключалась в том, что некоторые неаугментированные люди просто не выдерживали психические нагрузки длительного космического путешествия и боевых операций. Самоубийство из-за неконтролируемых эмоциональных вспышек были суровой реальностью жизни матросов. Он сказал об этом Кана. Но все одновременно. На восьми разных кораблях в одну и ту же минуту. Совпадение. Кана покачал головой. Я не верю в них. Он снова положил руку на плечо Мерасу. Ты ведь доверяешь мне, брат? На лице Мераса появилась смущенная ухмылка. Конечно же, глупец, я обязан тебе своей жизнью. Этот долг заслуживает моей преданности до самой смерти. Адъютант провел его дальше по центральному проходу грозовой птицы, где рев двигателей был достаточно громким, чтобы и беседу не слышали другие. Я должен кому-то рассказать, произнес Кана, сразу же став задумчивым. Мерас, я кое-что видел. Апотекарий молчал, его лицо оставалось бесстрастным, когда Кана рассказывал ему о ярком сне, который видел в келье медитации, бесконечном падении и окровавленном багровом ангеле. с разных сторон, ликующим в момент победы и подавленным во время долгой ночной битвы, когда смерть казалась неминуемой, неистовым и разгневанным, счастливым и смеющимся, но никогда таким, никогда неуверенным в себе. Ему понадобилась минута, чтобы осмыслить слова бывшего библиария и без того понимая, что они значат. Мерас не стал обижать Кана предположением, что это не более чем сон. Его друг был обучен искусству «Если хранители услышат об этом, тебя выведут из боевого состава, осудят». «Как минимум», горько ответил Кана. «Если бы не настойчивость самого примарха, каждый кровавый ангел с такими навыками, как у меня, мог бы разделить судьбу псайкеров и имперских кулаков, изолированных от своих братьев и запертых под замком. Если бы хранителям дали возможность, нас бы сослали на Ваал». Дельта-25 «Орел крови» с пронзительным визгом летел сквозь внешние слои атмосферы мира Улья, волоча хвост из раскаленного плазменного газа и разряженного воздуха. Вокруг корабля пылал дождь из металлических орбитальных обломков, которые на миг вспыхивали, а затем разлетались под действием невероятной температуры в пограничной зоне. Старший летный офицер Баниол сидел в кресле в задней части узкой кабины и всеми силами сопротивлялся перегрузке спуска. Как и инженер Толленс, находящийся за ним, Баниол был сервом легиона. Это значило, что он был аукселярием на флотской службе, обычным человеком в сравнении с живыми боевыми машинами в отсеке летного состава грозовой птицы. Когда-то Баниол мечтал стать одним из них, космодесантником, но его грезы давно угасли в холодном свете реальности. Его посчитали слишком слабым, слишком человечным, а недавно которые он принимал, чтобы не спать, по крайней мере поначалу. Но теперь он боялся, что его уловку заметят легионеры. В действительности он уже давно боялся, особенно когда сны начали просачиваться в яхе. Баниол совершил ошибку, взглянув через толстое стекло кабины в безумие потрескивающих плазменных сполохов, вспыхивающих под носом и передним горизонтальным оперением грозовой птицы. Он увидел существ, смотрящих на него из плазменных разрядов. Мы хотели вцепиться в него. «Эй!» окликнул Толленс Баниола. «Судя по всему не в первый раз, следи за дистанцией, ты меня слышишь? Мы сходим с глиссады планирования». Когда офицер не среагировал, Толленс выругался вслух и отстегнул ремни, повернувшись на своем сидении. «Баниол, ты что там, уснул?» С пилотом что-то произошло, и он резко отвернулся от панели управления, устаившись на инженера с такой экспрессией на бледном вспотевшем лице, что Толленс отпрянул от удивления. «Ты видишь их? Ведь так? Лица! Лица в огне!» Он ткнул пальцем в окна. «Смотри, смотри!» Озадаченный Толленс немного повернулся. «О чем ты говоришь?» «Ты видишь их?» Баниол не знал, откуда появилась внезапная жажда насилия. Но он вдруг освободился от ремней и схватил Толленса за шею. Застегнув врасплох товарища, Баниол вдавил рулевым. «Смотри!» закричал он. «Ты видишь их?» Кости хрустнули и брызнула кровь. Инженер обмяк и упал на пульт управления. Глаза закатились. Летный офицер захныкал и похлопал по голове Толленса. Его охватила паника. Он не собирался этого делать. Баниол моргнул сквозь слезы, следя за тем, как приближается ледяная поверхность Колста. Сквозь непрерывную метель были видны созданные людьми постройки. Огромные башни соемленные сооружения. Он совершил ужасную ошибку и она привела к убийству. Он не мог позволить легионерам узнать, что он сделал. Не мог вернуться. Не сейчас. Никогда. Он должен убедиться, что никто не узнает. Снаружи визжали и хихикали огни, следя за тем, как Баниол вытягивает пистолет и прицеливается в затылок сервитора. Звук был характерным и четким и был ничем иным, как выстрелом из мелкокалиберного лазерного пистолета. Глухой треск заставил Мераса повернуть голову. «Я тоже слышал», произнес Сарга, глядя из противоперегрузочной подвески. Он собрался еще что-то сказать, но Мерас не расслышал. Вдруг нос грозовой птицы опустился, и десантный корабль вошел в отвесное пике, сойдя с курса. Прежде чем Мерас смог среагировать, его сбило с ног и отбросило вдоль отсека, швыряя из стороны в сторону, как и все незакрепленные предметы на корабле. Он прикрыл голову, когда пролетел по проходу и чуть не врезался в штабель грузовых контейнеров в задней части отсека. Мерас с трудом поднялся и понял, что его падение остановил один из несущих слова. Их командир Харакс уже встал и направился к люку, ведущему в кабину экипажа. Над их головами затрещали новые лазерные выстрелы, спорадические и неприцельные. Капитан начал Мерас «Подожди!» Харакс проигнорировал его и подтянулся, каждым своим шагом борясь с перегрузкой. Несущий слово пошатываясь, подошел к панели управления люком и овальная дверь открылась. Мерас нахмурился и, цепляясь за поручни, последовал за Хараксом. Едва широкие плечи капитана протиснулись в кокпит, как к нему устремились лазерные лучи. Летный офицер неистово стрелял. Импульсы желтого когерентного света с шипением ударяли в наплечники, на грудник и шлем Харакса. Лазерный пистолет не был предназначен для поля боя, являясь скорее личным оружием и только удачное попадание в глазные линзы шлема могло быть опасным для воина. Выстрелы оставляли опалиной на толстых внешних слоях керамитового доспеха, но не пробивали его. Харакс шагнул вперед, его темная масса заполнила кабину. Мерас вошел за ним и увидел, как несущий слово выбил оружие из руки серого с треском сломанных костей. Удар был достаточно сильным, чтобы человек отскочил от фонаря обратно в хватку Харакса. В чем дело? Голос несущего слова из дыхательной решетки звучал громко и устрашающе. Мерас осмотрел кабину за доли секунды. Стремительно работающий сверхчеловеческий разум обратил внимание на мертвого летного инженера на палубе, на уничтоженных сервиторов, пронзительные сигналы тревоги аварийной системы. Он увидел, что кагитатор автопилота выведен из строя, как и регуляторы тяги и вокс-устройства дальнего действия. «Это самоубийство», сказал апотекарий. Слово отдалось в груди, словно сильный удар. «Лица! Лица!» серф выпучил глаза. Мышцы на шее вздулись, как стальные канаты. Он молотил по шлему Харакса, царапая зеленые линзы и тщетно попытался стянуть шлем, отчаянно дергая замки Горджета. «Я вижу лица! Вы тоже должны их видеть! Лица! Огонь и кровь! Лица! Лица!» Слова человека прервались с влажным хрустом, когда Харакс смял его трахею и отшвырнул тело. Несущий слово шагнул вперед и посмотрел через фонарь кабины на быстро приближающуюся землю. Острые пики ледяных гор проносились мимо крыльев грозовой птицы. «Кровавый ангел», сказал он, не глядя на Мераса. «Ты можешь управлять этим кораблем?» Мерас протолкнулся мимо него к вспомогательному культу управления. «Тебе следовало подумать об этом, прежде чем убивать серва». Он с мрачным выражением лица уселся в кресло и взялся за рычаги управления. В его гигантских руках они казались игрушечными. «Думаю, нас заметят. Дай всем команду пристегнуться. У нас не будет шанса на вторую попытку». Каждый легион Астартес проходил гипнотическую тренировочную программу, которая давала ему общее представление о работе машин. В память легионеров вводилась информация о том, как запустить наземный транспорт и обычные воздушные машины, такие как скиммеры, штурмовые спидеры и гравициклы. Но о пилотировании грозовой птицы имелись только общие представления. Мерас на мгновение забыл, что он апотекарий, уступив свои рефлексы внедренным глубоко в разум программам мышечной памяти. Он отдаленно помнил, как следует управлять грозовой птицей, подобно человеку, напевающему частично услышанную мелодию. Времени на аккуратное и осторожное пилотирование не было. Левое крыло грозовой птицы ударило в верхушку бело-синего ледяного столба, сбив снежный покров, из-за чего десантный корабль изменил курс. Внизу огромным ракритовым пространством раскинулся главный улей холста. Дюжина узких треугольных башен окружала гигантский конус. На каждом уровне соединенное друг с другом сотнями воздушных виадуков и линий монорельсовых дорог. Башни улей поднимались из низкого и плоского геодезического купола, который в свою очередь лежал на пересечении нескольких многополосных магистралей. С этой высоты не было видно ни одной пригодной для посадки площадки. А с поврежденным управлением обычный способ вертикальной посадки грозовой птицы был весьма маловероятен. Пока корабль скользил сквозь студеный воздух, уворачиваясь от сильного бокового ветра со стороны башен, Мерас выпустил посадочные лыжи. В обычных обстоятельствах магистрали и комплексы холста были защищены от тяжелых погодных условий холодной планеты энергетическими стенами. Невидимые барьеры отражали снег и ветер. Но судя по почти однообразному серо-белому покрову на дорогах, система бездействовала уже много дней. Выпуклости под метровым слоем снега скрывали застрявшие и брошенные грузовики из ледяных шаг. Мерас выкрикнул предупреждение по общему вокс-каналу и включил тормозные двигатели. Но повреждения системы управления были слишком серьезными. Грозовая птица Дельта-25 Орел Крови вынырнула из тумана к магистрали. Раскалившийся при входе в атмосферу багровый корпус все еще испускал пар. Корабль неуклюже приземлился влетев в сугроб и препятствия под ним подняв фонтаны осколков и льда. Металл раскололся левое крыло смялось а корпус завалился на бок. Грозовая птица еще целый километр неконтролируемо скользила по покрытой льдом дороге пока окончательно не остановилась. Корпус корабля заскрипел когда из него вырвались клубы пара тут же превращаясь в мокрый снег металлического оттенка. Капитан корабля Годолфан наклонился вперед в командном кресле и вгляделся в то что находилось перед носом Гелиоса словно мог таким образом получить ответы. Он потер чисто выбритый подбородок. Это чертовски странно сказал Годолфан из-за энигмейского акцента он растягивал слова. Когда крейсер приблизился к темному барьеру окружавшему скопление Сигнус на мостике воцарилась тишина. Постепенно люди замолчали и привычное ощущение профессиональной сосредоточенности уступило место чему-то другому. Это не был страх. Капитан отказывался использовать это слово. Возможно трепет. Было сложно смотреть на необъяснимую завесу из черного дыма и не чувствовать что во вселенной происходит что-то совершенно неправильное. За шесть десятилетий службы в имперских вооруженных силах Годолфан видел много всякого и куда только его не заносило. Но абсолютная неестественность странного покрова подействовала на него необъяснимым образом. По правде говоря это был всего лишь мрак. Всего лишь странный звездный феномен. Огромный космический занавес созданный врагами человечества. Да он внушал тревогу даже пугал но не был способен подавить волю человека. Дистанция до внутреннего края. Вопрос задал капитан Резнор лейтенант командир 164 роты. Громадный легионер стоял возле оружейной консоли. Его истребиное лицо обрамляли длинные черные волосы. Резнор был одним из 50 кровавых ангелов на борту Гелиоса. Отправленных по приказу примарха изучать то что сервы называли пеленой. Когда ответа не последовало Годолфан сердито взглянул на офицера. Отвечайте лейтенант Деквин. Молодая женщина работала за своим пультом и заметно волновалась. Если бы я могла сэр. Годолфан поморщился и поднявшись с кресла направился к лейтенанту. Капитан корабля родился на орбитальных сетях Энигмы и у него была походка типичная для человека выросшего в условиях низкой гравитации. Объяснись потребовал он наклонившись над Деквин чтобы рассмотреть голограф который показывал данные ее сенсора. Сэр я не могу потому что координатная сетка ауспека не регулируется. Она указала на область непонятных данных на дисплее. В какой-то момент не было ничего словно сенсоры отключили. Затем данные сканирования кажется появились синхронно сдвинутые по фазе. Другой раз я обнаружила энергетические структуры которые не соответствовали ни одной записи. Она накмурилась. Сейчас я получила данные показывающие наличие органической материи. Органической недоверчиво переспросил Годолфан. Да, сэр ответила Деквин. Капитан корабля отвернулся. Мы должны подойти ближе к капитану Резнор. Эти эффекты могут быть артефактами формирования барьера. Он оглянулся на главное обзорное окно. В космосе клубился черный туман движение и формы которого не были похожи на туманность или пылевое облако. Пелена двигалась так словно у нее была цель. Казалось ее щупальца нерешительно тянулись к тайно сжимаясь перед контактом. Героятнее всего предположила Деквин расстояние уменьшается. Рулевой приказал капитан удерживать нынешнюю позицию. Офицер за навигационным пультом ответил утвердительно но движение облака не прекратилось. Я сказал стоп машины ряфнул Годолфан. Это феномен движется а не корабль сказал Резнор. Годолфан посмотрел на черную массу в нем росло раздражение. Он верил в здравый рассудок и не нравилось все, что не поддавалось попыткам классификации. За самыми дальними слоями пелены двигались тени. Призрачные формы которые были слишком симметричными для вихрей космической пыли или радиоактивной энергии. Капитан корабля различал глаза и рты силуэты огромных лиц с клыками черное на черном. Все они скалились глядя на него. Они собрались под уцелевшим правым крылом грозовой птицы. Десантный корабль лежал на боку и массивная плоскость изгибалась над головами легионеров укрывая их от непрерывного снегопада. Из трещин фюзеляжа капала жидкость неиспользованное топливо стекало из пробитых баков в лужу на дороге. По краям она уже покрылась льдом. Невероятный холод холста был способен заморозить даже с жидкий прометий. Кана нашел Мераса когда тот оказывал помощь одному из воинов неожиданно взяв на себя управление десантным кораблем апотекарий благополучно его посадил. Хотя благополучно было понятием относительным. При аварийной посадке никто из кровавых ангелов и несущих слово Харакса не погиб. Но несколько человек получили небольшие ранения. Сержант Кассиил в данный момент оценил их состояние. Фактически все были полностью боеспособны. Поэтому началось развертывание группы. Кана еле сдержал улыбку. Наблюдая как Кассиил невозмутимо и четко оценивает ситуацию. Грозовая птица больше никогда не взлетит. Но для него это только тогда станет проблемой, когда возникнет необходимость в корабле. Мы на месте и готовы приступить к операции, сказал Кассиил. Мерас, брат Ксаган может сражаться. Кивнул он в сторону раненого воина. Прежде чем Мерас успел ответить, Ксаган оттолкнул Апатикария в сторону и шагнул вперед. Это не мое дело, если кому-то хочется летать на грозовой птице, как на десантной капсуле, брат сержант. Я готов, командир. Это значит да, устало добавил Мерас. Я не думаю, что будет мудро уйти с места крушения. Капитан Харакс и двое его людей были невредимы и категорически отказывались от предложения Мераса «Мы не можем просто отмахнуться от него». «Он спятил», ответил Кассиил. «Из-за него мы здесь. К тому же он мог убить нас. Это проблема. Но простите меня, капитан, я не вижу, как этот инцидент помешает нам выполнить миссию, порученную моим примархом. У нас нет корабля, сержант, нет вогс-связи, чтобы связаться с Гермией». Кассиил кивком головы согласился. «Да, и то, и другое верно. И когда мы не выйдем на связь в установленное время, они поймут, что-то не в порядке». Он не оторвал глаз от Харакса, но его следующий вопрос был адресован Кана. «Брат, через сколько часов будет объявлена тревога после того, как мы не выйдем в эфир?» «Десять стандартных часов». Кана посмотрел «Сейчас день». «Попытайся не уснуть, лейтео», сказал сержант и продолжил. «Десять часов, капитан. Более чем достаточно, чтобы разведать внешние районы главного улья холста». Кассил прервался и наконец дошла очередь до слов, которых все ждали. «Если только, воспользовавшись своим званием, не захотите отстранить меня от командования этой операции, тогда вы можете делать все, что захотите, сэр». Харакс ничего не ответил. Икана задумался, переговаривается ли он со своими товарищами. Затем по общему каналу связи снова раздался хриплый голос. «Приказы капитана Фурио были предельно ясны, сержант Кассиил. Вы командуете этой операцией, я со своими людьми последую за вами». Кассиил кивнул. «Вот как мы будем действовать. Итак, стрелковая цепь, интервал 15 метров. Вокс перекличка каждые 10 минут». Он повернулся и указал на магистраль. «Согласно картам, эта дорога ведет к главному атриуму верхнего города, так что нам нужно следовать по ней. Установите все термодинамические и инфракрасные сенсоры на максимальную чувствительность. Если на этом ледяном шарике есть хоть что-то живое, мы или убьем его, или спасем. Ясно?» Легионеры молча кивнули. «Тогда выдвигаемся. Ксаган, если так сильно хочешь показать себя, пойдешь впереди с одним из следопытов капитана Харракса». Кана вытащил болтер и занял свое место в строю, задержавший, чтобы взглянуть на упавшую грозовую птицу. Она уже покрылась слоем снега. «Через пару часов корабль будет полностью засыпан», сказал идущий рядом Мерас. Адъютант оглянулся на полосу на льду, которая осталась после их посадки. «Спасибо, что не убил нас», ответил Кана, пытаясь выбросить из головы произошедшее. «Мы теперь в расчете?» Мерас проигнорировал легкомысленность в тоне брата. Баниол пытался себя убить, как и остальные. Он орал, бредил. То, что он сказал, было бессмысленно. Апотекарий передал слова мертвого пилота, который смог вспомнить. «С остальными астропатом случилось то же самое?» Кана покачал головой. «Я не знаю». По коже пробежали мурашки, что было невероятно, учитывая герметичность силового доспеха и регулируемую климатизацию, которую обеспечивали системы жизнеобеспечения. Но эти случаи связаны, другого объяснения нет. Первые тела обнаружили в Атриуме при входе магистрали в столицу. Возле многоуровневой пристройки, которая включала торговый центр, ресторан под открытым небом и станцию монорельсовой дороги. В некоторых местах тело полностью засыпало, почти все они лежали одинаково. Город был за их спинами, а магистраль перед ними. Мерас увидел груды мертвых сигнусийцев, лежащих рядом с застрявшими вагонами и у дверей воздушного шлюза, которые не открылись. «Они остались там, где упали», и умерли на бегу. Бледные тела с холодными слепыми глазами, смотрящими в никуда, почерневшие губы, открытые в безмолвных криков. Их замерзшая плоть странным образом раздулась и покрыла синием. Там, где купол частично рухнул, аркологию покрывали сугробы, но холод внутри не был таким жутким, как снаружи. Всюду были видны следы структурных повреждений, но большая часть зданий уцелела. Собой ледяную могилу, и каждый шаг керамитовых ботинок кровавых ангелов по слою иния отдавался хрустам. На фоне снега грязно-белого цвета резко контрастировали доспехи легионеров. Только несущие слова казались гармонировали с ним, такие же темные, длинные тени, отбрасываемые жилыми башнями. Выполняя приказ технодесантник девятой роты Кайды документировал все, что они видели. Он управлял сервочерепами, которые медленно кружили над головами воинов и тихо жужжали, проводя пик-съемку района. Кайды последовал за сержантом Кассиилом, когда тот подошел к Апотекарию. «Мерас, что ты думаешь об этом?» Кассиил указал на груды мертвецов. Апотекарий вздохнул под дыхательной маской. Похоже, эти бедные глупцы умерли быстро. Смерть настигла всех их за считанные секунды. Мерас остановился на телом мужчины в расшитой блесками одежде, которую предпочитали торговые кланы с окраинных миров. Судя по одежде и высококачественным аугметическим амплантатам, этот человек был состоятелен, хотя богатство не очень помогло ему. Явных следов внешних повреждений нет. Мое первое предположение какой-то вид телепсихической атаки. Возможно, быстродействующий газовый или вирусный агент. Нейронное оружие, предположил Кайды, уничтожитель разума имеет подобные эффекты. Никогда бы не подумал, что он может охватить такой обширный район, сказал Мерас. Но нельзя сказать, что это невозможно. Следовательно, Кассиил скрестил руки на груди. Выходит, они умерли не так, как люди на кораблях. Мерас медленно извлек боевой клинок с фрактальной заточкой из ножа опухшие руки торговца. Сарга, подержи! Кровавый ангел крепко ухватил одеревеневшую руку и Мерас нанес плавный удар. Плоть замерзшего тела разошлась со специфическим скрипом. Нож неровно, но полностью отсек руку. Апотекарий хладнокровно повертел обрубок в руках, изучая его. Он увидел лопнувшие вены изгнившей артерии, уничтоженные неизвестной костей не было. Мерас протянул отрезанную руку Кассиилу. То же самое, мрачно произнес он. Окружающая среда здесь сохранила тела иначе, но они умерли точно так же. Только в одном этом районе должны быть тысячи тел. Хотя Кайды не поднимал головы, он получал изображение от оптических приборов механического дрона, кружащегося высоко вверху. А кроме того, есть еще целый Улей. И другие поселения тоже, добавил Сарга. Это вторая по численности населенная колония в скоплении. Должны ли мы считать, что все население Холста погибло, спросил Кайды. У тебя есть глаза в небе, брат. Кассиил был мрачен. Ты видишь что-нибудь опровергающее это? Технодесантник покачал головой, и сержант постучал по шлему, переключившись на общий канал связи. Отделение приготовится к выдвижению в следующий сектор поиска. Всем подразделениям сообщить о своем местоположении. Мер осмысленно пересчитал имена воинов, когда они отозвались один за другим. Одного человека не хватало. Ксаган, сказал Кассиил твердым и спокойным голосом. Статус. Кайды уже направлял птицу наблюдения к последней известной позиции легионера. Когда мы пересекли границы города, основной канал связи был забит прерывистыми помехами, отметил он. Плотность застройки могла повлиять на ОКС, но все понимали, что это маловероятно. Мер оспереключил визуальный режим, и на линзах шлема появилось наложение, которое показывало строку имен с указанием состояния доспеха каждого воина отделения. Зеленый нормальное, янтарный повреждение, красный критическое. Только командир и медик имели доступ к телеметрии и только на близкой дистанции. Значок Сагана сменился с зеленого цвета на янтарный, и мгновение спустя в холодном воздухе раздалась очередь выстрелов. Там Кассиил Стремглав бросился вперед, за раз перепрыгивая по три ступени аллеи. Всем подразделениям оставаться на месте и быть в боевой готовности. Он не стал ждать Мераса, зная, что апотекарий быстро последует за ним. Они бежали по обледеневшей лужайке неподалеку раздалась еще одна болтерная очередь. Мерас уловил звук, похожий на скрежет камня о камень. Когда они перепрыгнули через застрявшую машину и бросились к рухнувшему двухэтажному зданию, послышался звон разбившегося стекла. Значок с именем Ксагана из янтарного стал красным, а затем погас. Проход был блокирован. Кассиил полез первым, вбивая пальцы в стену. Сержант перебрался через балку рухнувшей крыши и соскользнул вниз. Оба этажа сложились вместе, образовав небольшой атриум избитого камня. Мерас остановился на уровне крыши, вводя болт пистолетом в поисках противника. Внизу лежал, словно выброшенный за ненадобностью болтер модели Умбро Ферракс. Его ствол еще дымился. Следов Ксагана не было, но в полу здания был колодец водостока с неровными краями из искореженной арматуры и потрескавшегося камня. Кассиил осторожно приблизился к краю и посмотрел вниз. Он вытащил из сумки на поясе светящуюся палочку и встряхнув зажег ее, а затем бросил в отверстие. Мерас следил за ее падением, пока она не исчезла на огромной глубине. Казалось, в разломе нет дна, а выступающие из стен колодца зазубренные металлические балки придавали ему вид глотки какого-то чудовища. Кассиил еще раз выкрикнул имя пропавшего воина, но по поникшим плечам было видно, что он смирился с потерей. Если колодец достигал нижних уровней уля, которые тянулись вниз почти так же глубоко, как башни ввысь, то шансов пережить такое падение даже в полном доспехе у легионера не было. Сержант подобрал болтер и рассмотрел его. Это была не случайность, задумчиво произнес он. Ксаган в кого-то стрелял, мы оба слышали это, магазин на две трети пуст. Едва Кассиил сказал это, как над крышами раздался рев гнева и боли. Мерас резко поднял голову, среагировав на звук, и увидел, как прозрачный шпиль галереи рухнул в облаке снега и каменной пыли. На юге, сказал он, там люди Харакса, кивнул Кассиил, «Не жди меня, вперед!» Мерас пробежал вдоль балки и, добравшись до ее края, прыгнул. Механизированные фибромышцы доспеха превратили прыжок в мощный скачок, позволив пересечь короткое расстояние до следующей низкой крыши. Камень раскололся от удара при приземлении, но апотекарий не обратил внимания. Он уже перешел на бег, выбирая маршрут, который привел бы его к упавшему шпилю как можно скорее. На бегу он услышал голос Кассиила по Воксу. «Всем частям, контакт с противником, направление неизвестно, быть на готове!» Апотекарий совершил последний прыжок и оказался посреди бывшего паркинга для автоматических такси. Ярко окрашенные кабины машин были частично засыпаны обломками рухнувшего шпиля, а в воздухе висело густое облако пыли. Мерас включил тепловизор шлема и оттянул местность ястребиным взором. Он тут же заметил ярко-белый свет, исходящий из дюжины объектов неправильной формы на расстоянии нескольких метров. Переключившись на обычный оптический режим, Апотекарий направился через рассеивающееся полевое облако, выставив перед собой болт-пистолет. Несущие слова не были подключены к веренице значков состояния, но у Мераса был ауспик и он воспользовался им, проводя сканирование для поиска жизненных показателей. Полученные данные казались запутанными и бессмысленными. Мерас остановился и сориентировался. Каким-то образом стальной каркас упавшего шпиля не раскололся при падении. Вместо этого он изгибался над ним. Балки по всей длине разошлись наружу, как цепкие металлические пальцы. Невероятно, но некоторые стекла из кристалл флекса не разбились. Их острые края нависали над головой апотекария, как полок из топоров палача. Многие стекол были испачканы темной маслянистой жидкостью, которая также растекалась вокруг ботинок апотекария, испаряясь при охлаждении и окрашивая инии в пурпурно-черный цвет. Он наткнулся на первый объект, излучавший тепло, и грудь сдавила от отвращения. Неправильной формы куски были останками легионера. Голову и конечности отсекли ровными линиями. Керамид, плоти, кости были разрезаны невероятно острым клинком, а спидного цвета доспех несущего слова был единственным, что идентифицировало его. Имерос сразу распознал в пурпурной жидкости кровь легионера. Несмотря на весь ужас зрелища, все его мысли и чувства сосредоточились на странной жидкости. Ее запах не был похож ни на один известный мерос увит крови, а его легион, как никто, знал многое о крови. Он постарался осмыслить увиденное. Взгляд апотекария наткнулся на половину шлема несущего слова, целиком отрезанного от шеи вместе с головой, а затем расколотого. То, что он увидел, было останками лица из шрамов и многочисленных татуировок. Но оттенок кожи был непривычным. Она была ярко красной и искаженной, деформированной. Прочь от него! Сильные руки без предупреждения развернули и оттолкнули назад кровавого ангела. Харакс прошел мимо него. Другой несущий слово немедленно встал между апотекарием и обезображенными останками. Он мертв, проскрежетал Харакс. Твои умения не пригодятся. Он поднял медицинскую перчатку, показывая редуктор. Капитан, если вы хотите, я могу помочь вернуть брата. Он замолчал. Кроме Крида и Харакса, никто из несущих слова с темной страницы не назвал своего имени. Геносемя, вашего боевого брата. Не хочу. Тон Харакса был холоднее снегов холста. Уходи, сын Ваала. Он погиб, и мы должны почтить к центральному парку Атриума, найдя Кана и других занявшими позиции. Их оружие было заряжено и взведено. Кассиил все понял по молчанию Апотекария. Мертв? Мертв. Один из следопытов Харакса, разрезан как туша песчаного быка. Ты видел врага? спросил Кана. Я ничего не видел, признался Мерас. Ничего, что могу объяснить. 8. Гелиус Живой город Экстерминатус Во тьме космоса непрестанно вращалась карусель ужасов, и Гадалфан отошел от иллюминаторов, встряхнув головой. Он попытался избавиться от призраков, иллюзий, созданных его беспокойным разумом. Попытался и не смог. Это Гадалфан на мгновение был сбит с толку, затем пришел в себя. Это неправильно. Он посмотрел на капитана Резнора, но кровавый ангел его не слушал, он принюхивался, как охотничья собака. Запах. Капитан прошел вперед и запрокинул голову, рассматривая пласталевую полусферу в потолке мостика Гелиоса, нижнюю часть жилого отсека навигатора. Гадалфан посмотрел вверх и увидел блеск вокруг круглого обода герметичного люка. Полоса жидкости медленно двигалась по окружности к самой низкой точке. Под действием силы тяжести от скопившейся темной жидкости отделилась крупная капля и упала на палубу. Командир корабля инстинктивно протянул руку, чтобы поймать ее. Густая жидкость медного цвета упала на ладонь. Отойдите, приказал капитан, подняв плазменный пистолет. Один из воинов Резнора подошел к панели управления люком и по кивку командира нажал кнопку аварийного открытия. Поток застарелой крови, больше чем могло вместить одно тело, хлынул из жилого отсека на пол. Годалфан отшатнулся, когда капли холодной вязкой жидкости брызнули на щеку. Из внутренней освещенной капсулы выпало тело в промокшей одежде, безвольно болтая руками и ногами. Падение оборвалось прямо над палубой, тело навигатора повисло на кабелях. Судя по запаху, останки сильно разложились, но это было невозможно. Годалфан разговаривал с навигатором меньше пяти часов назад, после того, как они отделились от экспедиционного флота. Раны, сказал один из кровавых ангелов, указав на труп. Похоже на порезы от когтей, слишком крупные для человеческих. Эта капсула запечатана, заверил Годалфан. Никто не мог войти в нее или выйти. Раздался пронзительный крик ужаса. Командир корабля узнал голос Деквин и резко повернулся, увидев, как подчиненная отпрянула от панели управления с побледневшим лицом. Ее пальцы были в крови. Лейтенант вскочила с кресла и отпрыгнула назад. Годалфан сначала подумал, что на Деквин тоже попали брызги, но потом он понял, что она находилась слишком далеко. За лейтенантом в панике покинули свои места другие. «Возвращайтесь на посты! Быстро!» Резнор указал закованной в броню рукой. «Кровь!» просто сказал он. Пульт управления Деквин, как и все остальные на командной палубе Гелиоса, представлял собой сложный и великолепно сконструированный образец. Он был сделан из меди и слоновой кости, с подсвеченными кристаллическими кнопками и многофункциональными тумблерами, и находился в таком же превосходном состоянии, как и при спуске крейсера со стапеля. И кроме того, устройство было заполнено кровью. Ручейки багровой жидкости вытекали изнутри пульта, всех пультов мостика. Командир корабля огляделся, не понимая происходящего, и увидел новые кровавые потоки, вытекающие из стыков переборок и заклепочных отверстий. Гелиос истекал кровью. Годолфан услышал странный атональный крик, наполнивший воздух. У него не было источника, даже внутри головы. Капитан, пошатываясь, подошел к иллюминатору, зрение затуманилось. Годолфан припал к бронестеклу, ощущая холод космоса, даже через толстые защитные слои корпуса. Снаружи туман осторожно окружил боевой корабль своими щупальцами и потянул к темной массе бездонной пелены. К моменту возвращения несущих слова в атриум решение было принято. Должно быть, нефилимы оставили в городе охотников, ожидая спасательного отряда. Кана наблюдал за тем, как Кассиил обращается к Хараксу. Видимо, они каким-то образом замаскировались, став невидимыми для наших ауспиков. Видимо, повторил капитан, его голос скрипел, как кремень. Сержант указал на вытоптанные лужайки небольшого парка вокруг них. В этом месте хороший обзор. Мы окопаемся здесь и выманим их. Кайде заминировал периметр растяжками и крак гранатами. Технодесантник кивнул при упоминании своего имени, не отрывая взгляда от инфопланшета. Серво-череп Кайде по-прежнему был в воздухе. Дрон кружил возле карнизов огромной крыши купола в автоматическом режиме патрулирования, следя за термальными всплесками и высокочастотными импульсами голосовых сигналов ксеносов. «Очень хорошо», только и сказал Харакс. Кана нахмурился. Он ожидал проявления от несущего слова хоть каких-то эмоций. Капитан только что потерял одного из своих людей и тем не менее вел себя так, словно обсуждал строевую подготовку на плацу. Кровавый ангел знал, что кузены из 17-го легиона были склонны к ярости и праведному гневу, но ничего подобного он не наблюдал в неразговорчивом Хараксе и его безмолвных товарищах. Если учитывать, что их поисково-спасательная операция едва справлялась с первой задачей, несущие слова, казалось, проигнорировали приказ Кассиила окопаться и ждать. Когда Кана попытался описать поведение Харакса, единственным подходящим словом было безучастное. Воин отвернулся, ему очень хотелось снять шлем, а не дышать спертым, рециркулированным Но Кассиил отдал приказ всем легионерам оставаться в шлемах. Дело в том, что токсичный воздух Холста уже после пары вдохов стал бы мучительным для дыхания. Но Кана не мог проигнорировать растущее внутри напряжение. Пограничное клаустрофобное давление на границе чувств. Мне следовало остаться на флагмане, подумал он. Это место напоминает могилу. Значит, сидим и ждем, спросил Сарга, перезаряжая болток. Мы потеряли грозовую птицу двух воинов и мы сидим и ждем? Враги хитры, ответил Кассиил. И вот он заставил замолчать боевого брата. Убивают одиночек и отходят в руины. Это их территория. Мы должны заставить их покинуть укрытие и напасть открыто. Я видел Нефилимов вблизи, заметил Лейкио. Они большие, трудно не заметить. Ты бы не смог спрятать его здесь. Верно, но они использовали людей-рабов на Мельхиоре. Сарга указал на мертвецов. Почему бы не сделать это здесь? Солдат-новобранец не может быть причастен к исчезновению Ксагана, предположил Мерас. А рабы не разрубят легионера. Кассиил глухо зарычал и направился к центру парка. Очень скоро мы увидим врага. Он взглянул на Кайды. Есть сигналы? Технодесантник не поднял головы. А похожий на порывы ветра шум статики из многочисленных каналов данных, которые Кайды тщательно изучал, был едва слышен. Кассиил выкрикнул имя с раздражением человека, который не любит повторяться. Брат Кайды, я к тебе обращаюсь. Кана увидел, как технодесантник резко поднял голову, как будто очнулся от глубокого сна. Он слышал тот же шум, одновременно далекий и близкий. Кана не был уверен, что он исходит из вокс-канала. Сержант обратился Кайды потрясенным голосом. Он посмотрел на остальных. Вы слышали это? По воксу голос. Какой голос? спросил Сарга. Я ничего не слышал. Кайды взглянул на капитана Харакса, словно он мог знать ответ. Пять крак гранат одновременно взорвались в разных точках, когда растяжки сработали все вместе. Кровавые ангелы рефлекторно приняли положение для стрельбы, подняв оружие и целясь во все направления. Кана почувствовал, как под ногами прошла необычная дрожь, а грохот в ушах превратился в головную боль. Через ротовую решетку дыхательной маски проник характерный запах озона. Он видел, как Мерас и Сарга оглядываются по сторонам, пытаясь понять, куда стрелять. Кана прокрутил визуальные режимы оптики шлема, но ничего не нашел. Происходящее не имело смысла. Даже враг в камуфляже и во время маневра оставил бы хоть какой-нибудь визуальный след на фоне местности. Здесь ничего нет. Весь парк задрожал и наклонился. Земля стонала, как палуба корабля на высокой волне. Легионеры рассыпались в поисках безопасного места, но такого не было. Это не землетрясение. Холст был почти тектонически неактивным. Тем не менее, жилые дома трясло, и вокруг легионеров звенели падающие стекла. В разбитых окнах зияла черная пустота. По всему атриуму длинный пласт эстакады сломался посередине и сложился, разбрасывая машины. У Кана от удивления отвесла челюсть. Вместо того, чтобы раскрошиться, сломанные полосы дороги с грохотом быстро сошлись. Это напоминало ему захлопнувшуюся пасть огромного крокодила. Затем расколотая магистраль сместилась. Она рухнула в их сторону, словно ее подтолкнули в определенном направлении. «Рассредоточиться!» выкрикнул Кассиил приказ по Воксу, и воины разбежались, когда их накрыла тень. Пласты дороги загрохотали, рухнув на парк, и Кана увидел, как под ними исчез вмиг раздавленный кровавый ангел. Вокруг поднялось огромное облако каменной пыли и снега, уменьшив видимость до нескольких метров. Кана побрел вперед и наткнулся на соргу. Багровый доспех легионера покрылся слоем серой пыли. Когда она села, кровавые ангелы вместе направились к теням, которые оказались остатками отделения. «Контакт справа!» выкрикнул голос, и Кана услышал резкий лязгающий звук. Словно содержимое свалки тащили вверх по гранитному холму. Стальные кинжалы громко скрипели о камень. Затем началась настоящая атака. У первого существа, которое пытался убить Кана, вместо хребта был фонарный столб, а торсы конечностей состояли из дорожных знаков, обезглавленных светофоров и других менее опознанных кусков металлического лома. Это был не боевой робот, так как Кана сражался с автоматами в тренировочных клетках и в ходе длившейся год войны на ржавой луне. Какая-то невероятная сила, которая была вне его понимания, оживила это существо. Инстинкт подсказывал ему, что этой силой был гнев, и на данный момент этого было достаточно. Существо из металлолома атаковало пальцами из спиц колес, высекая земли яркие желтые искры. Оно выплевывало из зияющих постей мусорных контейнеров, сломанные болты и различные раскаленные добелообломки. Кана проигнорировал удар и прицелился в центр конструкции, разорвав ее снова на части очередью из трех снарядов. Куски рассыпались вокруг легионера, но не успокоились. Искореженные обломки металла поползли, отыскивая друг друга, заново соединяясь и сплетаясь. Кровавый ангел развернулся. Краем глаза он увидел, как что-то падает с неба, оставляя за собой хвост дыма. Дрон Кайды сбили, лишив их тактического преимущества. Из стелющейся дымки неуклюже вышло еще больше конструкций, притягивая огонь воинов. Большинство было той же высоты, что и дредноуты, но им не хватало монолитности почтенных боевых машин. Тонкие длинные существа из металлолома копировали формы обезьян, пауков и лошадей, создавая безумные образы. Впереди двигались целые дюжины и огромное количество позади. Кана моргнул, наблюдая за тем, как один из монстров соединяется, напоминая обратное воспроизведение записи разрушения. Он не видел сварочных швов или стыков, удерживающих части на месте, и не заметил электромагнитных полей. За каждой из конструкций тянулись извивающиеся кабели, похожие на поводки. Вокруг него гремели болтерные очереди, и он присоединил свое оружие к грохоту, разрушая конструкции снова и снова. Те продолжали идти, восстанавливаясь на ходу. Адамантиевые когти скребли по выложенной плитками площади, вспахивая сугробы и растаптывая замерзшие тела в грязную кровавую пасту. «Это то, что убило Ксагана?» выкрикнул ошеломленный Лейтио. «Во имя трона, во что мы стреляем?» Долгую секунду Кана терзало желание узнать ответ на этот вопрос. «Он может получить его, если будет быстро. Просто слегка прикоснуться психической силой, найти разум или цель за этими существами». Он посмотрел на боевых братьев и несущих слово. «Они увидят», подумал Кана. «Они узнают. Это запрещено». «Продолжайте стрелять», приказал Кассиев. «Уничтожьте их». Тут же передний напоминая лучников в боевой готовности. Они одновременно дернулись вперед и выпустили в легионеров копья из стальных обломков. Металлические прутья вылетели из их тонких тел. Один воин упал. Восьмиметровое ржавое копье пробило живот и вышло через охлаждающие блоки ранца. Кана увидел, как Кайде получил скользящий удар, который сбил технодесантника с ног. «Отступаем!» Остальные слова сержанта заглушил протяжный гул под их ногами. Со всех сторон ворокрите разверзлись ямы с неровными краями из отбитых кирпичей. К ужасу Кана они пытались сцепиться во все, что приближалось. Зрелище напоминало огромную стаю миног, разевающих рты. Земля под ногами содрогнулась и загрохотала. Волна колебаний прекратилась по всему атриуму верхнего города. Вмиг озырение Кана представил поверхность парка в виде покрывала, наброшенного на огромного спящего зверя в момент пробуждения. К своему неудовольствию зверь обнаружил, что по его спине ползают насекомые. Мерас выстрелил в одну из разверзшихся ям и, так как ни странно, завопило. Дыра тут же захлопнулась, извергнув жидкое и зловонное масло. Легионеров оттеснили к расколотому краю огромного Кана выбросил пустой магазин Болтера и вставил следующую серповидную обойму в паз, наводя оружие. Когда он снова открыл огонь, то увидел, что здания на другой стороне атриума раскачиваются из стороны в сторону, разбрасывая все больше осколков, стекла и камней. А затем здания начали изгибаться. Вопреки здравому смыслу, пласталевые каркасы жилых башен скручивались, как кости извивающейся змеи. Разрушенные фасады домов блестели в лучах ледяного света. Разбитые балконы и выбитые окна были похожи на злобные кричащие лица. Из-под дороги вырвались толстые кабели. Отростки из пластика и меди ударили по каменной кладке. Они двигались подобно животным, извиваясь в поисках добычи. Уходящие в скалу опорные колонны выбросили себя в воздух, а верхние уровни комплекса атриума рухнули один поверх другого. Множество зданий перемещалось, разрушаясь и образовывая новую огромную форму. В центре подземных уровней улья нижние ярусы перестроились в конструкцию, напоминающую паучьи ноги и цепки щупальца. Вся митрополия вырывала себя из скалистого основания, на котором была построена. «Трон и кровь», прошептал Кана. Его слова услышали собратья. «Дело в городе, он хочет убить нас». Дикое наваждение не прекращалось. Мерас на какой-то миг задался вопросом, что если он потерял сознание во время аварийной посадки грозовой птицы и сейчас находится в исцеляющей коме, а разум извлекает это безумие из подсознания. Нет, Мерас недавно уже был в таком состоянии, оказавшись в мире, где мысль была такой же реальной, как плоть и почти погиб там. Он знал, что это было бы слишком простым объяснением. Казалось, безумная реальность прошлых кошмаров последовала за ним. Они покинули огромный купол, когда расколотые края полусферы из кристаллфлекса превратились в губы клыкастого рта и сомкнулись за ними. На открытой магистрали неподвижные машины под толстым слоем снега вдруг ожили и заскользили вперед на скованных льдом колесах, пытаясь впечатать легионеров стены разделительной полосы. Им пришлось совершить непростой прыжок с эстакады на ледяную равнину холста, но они справились даже с ранеными собратьями. Кассиил приказал удерживать как можно большую дистанцию между ними и любым элементом городской инфраструктуры. Если враг привлечет к атаке неактивные объекты, тогда легионерам негде будет спастись. Мерас рискнул оглянуться через плечо и увидел, как дорога согнулась в ленты. Словно какое-то чудовищное недомогание охватило город, распространившись по широким мостам. Вот что напоминало ему происходящее — колоссальную болезнь. Чуждая раковая опухоль заразила главной улей холста и пустила метастазы, разлагая город изнутри. Адамантий и пласталь, кристалл флекс и камень — все было заражено необъяснимым образом. Это единственное, что приходило в голову. Рассудок не давал никакой зацепки, ни одного подходящего разумного объяснения. Но в данный момент вопрос, как это могло случиться, однозначно уступал неопределенности, как они выживут. Город искажался на его глазах, принимая змеиные формы, копируя ноги и цепкие конечности, собирая их из частей торговых улиц, жилых небоскребов и транспортных развязок. Мерас споткнулся, когда увидел, как главный улей холста вытягивает себя из огромного котлована, который был его основанием. Если Левиафана направлял разум, значит, он желал освободиться. Но более всего он желал смерти всех пришельцев. Похожий на щупальце протуберанец из вагонов монорельсовой дороги и силовых проводов протянулся медленной вращающейся дугой в ледяном воздухе и ударил по земле, чуть не задев линию фигур отсюда раскрашился лед, а сильный удар сбил их с ног. Мерас столкнулся с одним из воинов и упав они вместе заскользили к новой трещине. Апотекарий успел вонзить пилу медицинской перчатки в лед. Какой-то миг боевой брат раскачивался над краем ловушки, а затем подтянулся и с трудом поднялся на ноги. Времени на благодарность не было. Кровавый ангел помог Мерасу и они вдвоем под ледяными полями схлестнулся с камнедробильной какафонии рождения города-мутанта. Свежая изморозь проникла в трещины боевого доспеха Мераса. Наружные датчики брони зарегистрировали резкое падение температуры. Сигнус Альфа скрылась за горизонтом холста, а тепло, которое давали другие солнца, было ничтожным. Возможно, они смогут опередить это чудовище. Возможно, оно утратит к ним интерес. с ужасным холодом, который доведет нагрузку на их системы жизни и обеспечения до предела. Мерас посмотрел, как Кассиил помогает воину, которого поразил удар копья. Нарушенная целостность его доспеха означала неминуемую смерть. Затем Сарга выкрикнул предупреждение, и мысли о смерти на льду улетучились. Атака! За их спинами из-под эстакады с замерзшей земли поднялся колоссальный черт из искореженного ракрита. Отбросив в сторону опоры дороги под дождь падающих машин и сломанных конструктивных антенн. Он извивался, как змея, надвигаясь на них. Когда-то это был служебный трубопровод улья, по которому из соседних поселений тянулись вокскабели и геотермические ответвления. Теперь он превратился в змеевидное существо, продолжение титанического города-зверя. Раздробленное каменное щупальце километровой длины накрыл залп концентрированного граната, за которым последовали дополнительные взрывы к крак-гранат. Раскрашившаяся голова оторвалась и упала, но основная масса продолжала двигаться, поднявшись с земли. Из пасти сочились технические жидкости, когда чудовище дернулось, прежде чем нанести удар. «Проклятые ксеносы!» закричал Лейтиум. «Нам некуда бежать от этих тварей!» Мерас не знал, что ответить, пока два копья оранжевого каменную змею по всей длине. Энергетические сферы разорвали конструкцию на куски. Хлещущий хвост утратил целостность и рухнул на лед. На миг Мерасу показалось, что он услышал далекий вопль агонии, низкие гулки, как ветра, дующие в пещерах из камня и металла. Затем он стих, сменившись восхитительным шумом ракетных двигателей. Мимо пролетел большой багровый ястреб и завис на столбах выхлопных газов. Из-за сильного ветра грозовая птица не могла приземлиться. По воксу затрещал знакомый голос. Разведывательный отряд, это капитан Амир. Что во имя Терры вы обнаружили? Мерас прежде никогда не слышал нерешительности в голосе капитана. Я объясню позже, сэр, ответил Кассиил. Нам надо убраться с этого булыжника. Прежде чем оно вернется, добавил Сарга. Из нижней части фюзеляжа десантного корабля протянулись тросы, и легионеры соединили магнитные замки на их концах со своими доспехами. Мерас старался не думать о том, что спасательные тросы похожи на извивающиеся кабели, которые преследовали их в городе. Грозовая птица Амита полетела прочь, подняв их и устремившись ввысь. Руки в черной броне втянули Мераса в нижний люк, и он смутно распознал череполитий шлем хранителя Анелуса. Апотекарий отвернулся, вытерев иней с глазных линз. Последнее, что видел Мерас в главном улье холста, была гигантская рука из разрушенных зданий выше Титана Император. Кровавый Ангел смотрел, как она попыталась схватить корабль, и промахнулась, рассыпавшись на куски при падении. Отделение Кассиила и Несущее Слово молча сидели на палубе посадочного отсека, а тем временем грохот сопротивления воздуха уступил место плавности полета в вакууме. Мерас снял шлем и понял, что смотрит на Кана. Глаза его друга были тусклыми и отрешенными, смотрящими куда-то за переднюю переборку. На Апотекария упала тень, но он не поднял головы. Над временем из переднего люка вышел капитан Амит. Сержант поднялся и отдал честь. Сэр, вы прибыли как нельзя вовремя. Амит ответил на благодарность коротким тихом. Я привел корабли для содействия операции Гермии. Виктус был на низкой орбите, поэтому я решил сам провести поиски. Хотел взглянуть на врага. Он сделал паузу. Это то, что я видел, брат сержант? Я воин, а не ученый, ответил Кассиил. Прошу прощения, капитан, но я понятия не имею, во что мы стреляли. Размеренный гул двигателей грозовой птицы наполнил тишину посадочного отсека. Но Мерас все-таки расслышал единственное слово, которое прошептали губы хранителя Анелуса. Колдовство. По внутреннему воксу грозовой птицы раздался гул. Внимание, это кабина экипажа приготовиться к маневрам уклонения. Амит нажал комбусину на горжике. Пилот, доложить! Мы не обнаружили ни одного корабля. Что за угроза? Голос серва был напряжен. Это не корабль, капитан. Это планета. Она стреляет в нас. Она не хочет отпускать нас, тихо произнес Кана. Сангвиний прибыл к Холсту, чтобы увидеть все своими глазами. Сражение уже было в разгаре, когда корабли вышли на дистанцию прямой видимости. Гермия вместе с Виктусом и сопровождающими его крейсерами Соболь и Светлый Рыцарь на краткий миг соединились с поверхностью планеты, сверкающими красными нитями мегалазеров. Но поначалу было неясно, с каким врагом они столкнулись. Флагман приблизился. Красную слезу сопровождали Игнис и Завет Ваала. Корабли временно отделились от основных сил флота в открытом космосе. Сканеры вели поиск залпов обычных видов оружия, но засекли только выстрелы с находившихся на орбите крейсеров. Ответный огонь с холста выглядел как хаотичная масса интерференционных узоров. Затем из гравитационного колодца планеты Улья вылетел метательный снаряд из плотной горной породы. Вероятнее всего зоне холста. Единственное невероятное извержение вулканической энергии выбросило массу на орбитальную траекторию светлого рыцаря. На такой скорости термоядерные двигатели крейсера не смогли изменить курс. Столкновение на краткий миг зажгло небольшое солнце над ночной стороной холста. Верхняя часть корпуса корабля тут же раскололась и он развалился в облаках вытекающего воздуха и плазменных крейсера планета продолжала выбрасывать расплавленную ненависть в небеса. Выстреливаемые тучи камней ненадолго превращались в пылающие метеоры, которые пронизывали тонкий атмосферный покров ледяного мира и вопреки здравому смыслу неслись кораблям кровавых ангелов. Виктус получил попадание в борт, а Гермия потеряла огромные куски обшивки, когда выброшенные скалы сминали толстую носовую броню. Ангел плотно прижал крылья к спине, наблюдая, как светлый рыцарь пронесся мимо и исчез с серой дымки бурлящей атмосферы холста. Сколько людей было на этом корабле? Спросил дрожащий голос на мостике. Он принадлежал младшему офицеру, который в шоке забыл о протоколе. Восемь полных отделений легионеров. Казалось, ответ сангвиния пришел издалека. Почти в сто раз больше членов экипажа. Примарх отдал новый приказ, не отводя взгляда от огромного иллюминатора. Адмирал Дюкейт, приказ всем кораблям отойти от холста за пределы дальности этих атак. Приказ передали и корабли отступили. За их кормами рвались клубящиеся кометы из магмы. Командир гвардии примарха наклонился над гололитом флагмана и поморщился. От измерительных систем потекли данные изображения, которые не на шутку его озадачили. Индекс массы холста меняется, а Скайлон прочитал невероятные слова вслух. Как и размеры планеты, она сжимается. То же, что и с Форусом, произнес рядом Зуриил. Еще один знак. Нет, Сангвини покачал головой. Нечто иное, он указал. Смотри, позади Виктуса и других кораблей синий-белый мир превратился в сжатый кулак. Из льда и камня, окутанный ореолом черных извержений такой силы, что сверкающая кольцевая система вокруг холста разрушилась. Какое оружие может стрелять такими огромными предметами с поверхности планеты? А Скайлон поднял голову, спрашивая каждого, кто встречался с ним взглядом. Разгонного двигателя, способного на это, не существует в природе. Только необходимой для него энергии требуется колоссальное количество. Никто из экипажа, ни смертные, ни легионеры не могли отвести взгляда от огромного иллюминатора. Поверхность холста была частично видна из-за туч вулканического пепла и химического тумана. Зрелище напоминало клубок извивающихся гигантских змей. Ледяной ландшафт превратился в постоянно движущуюся кожу, пораженную раком, а бурлящая форма напоминала обман зрения, напоминая вопящее и брыжущее слюной лицо. Когда командир сангвинарной гвардии снова заговорил, в каждом произнесенном слове клокотала холодная ярость. Нашу кровь не прольют те, кто трусливо прячется. Они заплатят запавших своими жизнями, клянусь в этом моим легионам. Сообщение от капитана Амита, доложил Зурию. Виктус, Соболь и Гермия присоединились к нам. Гермия докладывает о серьезных повреждениях, но все еще боеспособна. Он помедлил. Каков будет приказ, милорд? На этом все, сказал Сангвини. Адмирал Дюкейт, огонь всем кораблям по моей команде. Прикажите всем капитанам кораблей привести в боевую готовность циклонные торпеды и системы мегаоружия для масштабной бомбардировки. Цель Холст. Волна нерешительности пробежалась по экипажу от мысли, что придется применить исключительно мощное оружие. Все системы против города Улия, спросила Дюкейт. Против планеты, поправил Примарк. Синхронизировать точки прицеливания на экваторе, найти геологический разлом. Я хочу разнести на куски этот мир. Аскайлон почувствовал, как по телу прошла дрожь. Молот воли императора могучей силой и, к сожалению, в войнах Великого Крестового Похода часто необходимой, чтобы безжалостно карать целые планеты. Командир гвардии видел города, стертые с лица Земли в мгновение ока, испаренные лэнс-излучателями и макроядерными бомбами, сожженные лазерными залпами континенты и небеса. И, несмотря на то, что сила для полного и абсолютного уничтожения мира всегда находилась в распоряжении легионос Астартес, Аскаэлону ни разу не доводилось видеть исполнение такого приказа. «Все капитаны кораблей докладывают о готовности оружия», отрапортовала Дюкейт глухим голосом, словно не желая верить в то, что за этим последует. «По вашему приказу, милорд». Аскаэлон чувствовал, что гнев примарха из-за гибели светлого рыцаря ничуть не уменьшился и знал, что все люди на кораблях ощущали то же самое. Но то, что они собирались делать, все ровно приводило его в замешательство. Наконец, Сангвиний отвернулся от огромного окна и посмотрел в глаза старому другу и товарищу. На благородном лице ангела было видно огромное различие между ними, напоминавшее Аскаэлону, как далек был его повелитель даже от его исключительной сверхчеловечности. И в нем он увидел решимость, концентрированную и нерушимую, как нейтроний. «С меня довольны этих игр», сказал Примарх так, словно обращался только к Аскаэлону. Приказ отдан. Экстерминатус экстримис. Космос вокруг планеты Холст вспыхнул багровым цветом. Высвобожденная и нацеленная волна энергии из оружия массового уничтожения обрушилась на непокорный мир. Первыми ударили со скоростью света энергетические импульсы. Они испарили атмосферу и поразили азотную ледяную поверхность. Очистились и обнажились каменистые пласты, таившиеся миллионы лет под вечной мерзлотой. Несколько секунд спустя настала очередь торпедного залпа огромными ракетами с термоядерными двигателями и смертоносными боеголовками. Каждая обладала достаточной мощностью, чтобы опустошить материк, но в данном случае их объединенная сила была способна пронзить расплавленное сердце планеты. Какая бы сверхъестественная сила не подчинила главной улей холста, она сделала то же самое со всей планетой. Вероятно, на каком-то простейшем уровне мир стал живым, при помощи темной силы, почти обретя сознание. Но теперь он умирал, уничтоженный в ответ на гибель экипажа светлого рыцаря. За брата Хсагана и других легионеров. Умирал за оскорбление, которое причинял своим существованием ангелу Сангвинию. Как истерзанный зверь, планета умерла с мучительным воплем, который не смог заглушить даже вакуум. Девять Оружие трусов Библиарий Призыв Мы принесли с собой тень, сказал Мерас. Слова вырвались у него непроизвольно. Он сосредоточенно смотрел перед собой, не отрываясь от точки на пласталевой переборке. Тень Апотекарий видел первого капитана Ролдорона краем взгляда. Багровый боевой доспех капитана резко выделялся на фоне серых металлических стен. Они находились на борту Красной Слезы в хорошо охраняемой камере, которую легион использовал для содержания пленных либо заключенных. Что ты имеешь в виду? Ролдорон был в красном, слева от него в центре находился командир гвардии Аскаэлон в золотом. В гнетущем на выкованный доспех потускнел. С другой стороны верховный хранитель Берус в черном, в спешке прибывший с чаши. Эти трое воинов оценивали Мераса и его слова, а также всех тех, кто спускался на поверхность холста. Когда корабли, которые уничтожили этот губительный ад, вернулись к флоту, что-то изменилось. Он взглянул на Беруса. Я знаю, что вы заметили это. Мы задаем вопросы, брат. Тут же напомнил апотекарию он. Тем не менее, Берус ответил. Да, я заметил, согласился он. Скрипучий голос был похож на звериный рык. Прошло несколько дней с тех пор, как мы вышли на орбиту Сигнус-6 и оставили этот мир уничтоженным. Настроение легиона изменилось. Во время операции в главном улье холста с Гелиоса пришло последнее сообщение. Он замолчал, размышляя. Он погиб со всем экипажем при странных обстоятельствах. Мерас невесело проворчал. Мы окружены странными обстоятельствами с момента прибытия в скопление Сигнус-Хранитель. Он прав, заметил Ралдерон. За время крестового похода наш легион пролил больше крови, чем за этот поход, возразил Аскаэлон. Ты говоришь так, словно мы напуганы происходящим. При всем почтении, милорд, сказал Мерас, я ничего подобного не говорил. Внешне кровавый ангел оставался невозмутимым, но внутри он вибрировал на грани срыва. У каждого воина в комнате в распоряжении находилась мощь целой боевой роты. Опыт легендарных воинов охватывал сотни лет сражений, а он был обычным строевым легионером, скромным медиком тактического отделения. И все же Мерас не мог позволить запугать себя. Он рискнул взглянуть на капитана Ралдерона, бесстрастным лицом, а Скайлон держался с неизменным высокомерием. Поведение Беруса, как у его брата Анелуса, было поистребиному бдительным. Но Ралдерон, его внешний вид был таким же непроницаемым, как мрачная личина боевого шлема. Флот шел на боевой скорости в направлении внутренних планет прямым курсом на Сигнус Прайм, пересекая полупетлей над плоскостью эклиптики широкий приказ передали на каждый корабль, в каждую роту. Терпение примарха иссякло, а директивы магистра войны Хоруса об изгнании врага, захватившего скопление Сигнус, по-прежнему были их главной движущей силой. Но пока легион готовился к открытой войне, Мераса и его братьев изолировали от остальной роты. Только капитану Хараксу и его выжившим боевым братьям позволили покинуть Красную слезу и вернуться на темную страницу. Да и то из милости. Говорили, что Акалит Крит не покидал своего корабля со времени Совета командиров. Крейсер несущих слова бесшумно двигался рядом с флагманом и отделывался исключительно краткими сообщениями. Мерас вспомнил о других наблюдателях на флоте. Никто не упомянул о местонахождении космических волков Хелико Красного Ножа. «Мы выслушали твой доклад о результатах операции», сказал Берус, вынув инфопланшет. «Все, что можно сказать, он совпадает в общих чертах с отчетами братьев из твоего отделения». Мерас кивнул. Он приложил все усилия, чтобы его доклад звучал по возможности кратким и точным. Но аномальные события в главном уле Холста было непросто описать обычными словами. Его отчет вместе со свидетельскими показаниями Кана, Сарги, Кассиила и Лейтио, Каиды и остальных, даже капитана Амита и хранителя Анелуса о том, с чем они столкнулись на Ледяном мире, теперь был зарегистрированным фактом Легиона». Берус продолжил, глядя на овальный экран планшета. «Я читаю это с равной долей ужаса и недоверия, брат Мерас. То, о чем ты говоришь, нелогично и невозможно». «Я не лгал», настойчиво произнес Мерас. «И если мой разум каким-то образом был затуманен, то настолько незаметно, что я бы никогда не догадался». Он посмотрел на Аскаэлона. «Вы считаете, что произошло именно это? Вы были на борту флагмана, сэр, и видели планету». «С орбиты», поправил командир гвардии, «я не видел чудовищные сплавы, металла и камни». «Но вы слышали вопль», сказал Мерас, прежде чем подумал, и тут же пожалел об этом. Лицо Аскаэлона окаменело. «Мы все его слышали». Ралдарон опередил ответ сангвинарного гвардейца. «Еще одно психологическое оружие», уверенно произнес Берус, переданное по всем ВОКС-каналам резонансной волной, известная тактика ксеносов. «Оружие трусов», Аскаэлон поморщился и сердито взглянул на Мераса, предназначенное ослабить стойкий разум. Если командир гвардии провоцировал его, следя за реакцией, то Апотекарий не подал виду. В конце концов заговорил Ралдарон. «Ты свободен, брат медик. Возвращайся в свое подразделение и жди дальнейших приказов». Мерас помедлил, у него тоже были вопросы, и он хотел получить на них ответы. Но взгляд первого капитана сказал ему, что сегодня этого не будет. Апотекарий ацалютовал аквилы и вышел, подавив насколько мог свои сомнения. Лихтер приземлился в шестом грузовом отсеке Алова, опустившись на широкие шарнирные опоры, которые зашипели под весом транспортера. Группа сервиторов тут же направилась к кораблю, чтобы забрать груз и отнести его к пневматическим вагонеткам, которые перевозили контейнеры по проходам вдоль киля. Хотя флот Кровавых Ангелов находился в полной боевой готовности, между кораблями все еще осуществлялись незначительные транспортные перевозки. Повышенная боевая готовность не препятствовала перемещению между кораблями, но стало гораздо сложнее делать это без веской причины. Отсутствие официального разрешения влекло в лучшем случае порицание в худшем трибуналу. Тем не менее Кана справился. Он был внимательно осторожен, наметив маршрут, который проходил по всему флоту. За день совершив путешествие с красной слезы на корабли в Альфа-Квадранте. Он добирался на танкерах, грозовых птицах и шаттлах. Он стал выглядеть настолько непримечательно, насколько мог это сделать генетически модифицированный человек, оставив доспех на боевой борже и скрыв лицо под капюшоном. Флот был охвачен кипучей деятельностью, а дьютан первого капитана знал, как все это было устроено. Кана шагнул на гулкую палубу Алова и огляделся. Его не заметили, как он и хотел. Официальное прибытие вызвало бы вопросы, а кровавый ангел не был готов отвечать на них. Не сейчас. Он решительно пересек грузовой отсек и направился к одному из широких лифтов. Любой, кто бы не взглянул ангела абсолютно уместным. Двери лифта состояли из двух медных створок филигранной работы, одна над другой. Они медленно и плавно раскрылись. Пока Кана ждал, чувство, что за ним кто-то стоит, стало сильнее, и легионер невольно улыбнулся. Здравствуй, брат Кана. К нему подошел воин, также без боевого доспеха и одетый аналогичным образом. Прошло немало времени. Не так много, как кажется. Двери лифта открылись и они вошли. Платформа начала медленный подъем, который займет несколько минут. Они направились из грузового отсека у основания нижнего келя Алова к центральным палубам огромного крейсера. Их окружали узкие колонны прямоугольных контейнеров, поднимающиеся на высоту домов и расположенные попарно аккуратными рядами. Воинов скрывали тени, отбрасываемые модулями. Кровавые ангелы были абсолютно одни. Легионер снял капюшон, показалось лицо оливкового цвета, с узкими суровыми глазами. Подбородок обрамляла тонкая черная оборотка, похожая на чернильные розчерки на бумаге. Боевой брат выглядел худощавым, в воспоминаниях Кана он был совсем другим. Адъютант помнил его носящим кристаллическую матрицу психического капюшона, а не с обнаженной бритой головой как сейчас. Брат Эканус Кана откинул капюшон и протянул руку. Какая приятная встреча! Время покажет! Эканус ответил на рукопожатие. Кана заметил смущение воина. Его старый друг знал, что им не следовало встречаться тайно. Как ты узнал, что я приду? спросил Кана. Я подозревал, ответил Эканус. Не был уверен, пока не увидел, как ты выходишь из переходного шлюза лихтера. Он оглянулся, наблюдая, как мимо проносятся палубы, пока лифт поднимался все выше и выше. Если повезет, хранители не найдут нас здесь. Ты пришел поговорить. Кана кивнул. Да, с братом. До никейского указа брат Эканус служил боевым псайкером в 202 роте кровавых ангелов. И как Экана смирился с приказом на запрет использования своих навыков. Кана помнил времена, когда он сражался вместе с Эканусом. У боевого брата была исключительная способность под названием копье. Призыв мощного луча телекинетической энергии, который поражал врагов легиона. Сама мысль об Эканусе, который не мог воспользоваться своим даром, на миг вызвала у Кана приступ меланхолии. Ситуация изменилась, сказал Эканус, словно прочитав его мысли. Наш долг требует от нас иного. Он сделал паузу. Брат, как бы я ни был рад видеть тебя, мы нарушаем приказ, встречаясь таким образом, тайно. Ни одним приказом не запрещено поговорить двум боевым братьям. Формально нет. Эканус сплел пальцы. Но когда император огласил указ, легион не случайно разделил нас. Кана не смог сдержаться и нахмурился. Я не позволю относиться к себе, как к изгою, и очернять себя из-за чьей-то глупости. Эканус посмотрел на него. Ты прибыл сюда, чтобы сказать мне об этом? Проницательности ему не откажешь, подумал Кана. Нет, не из-за этого, он вздохнул. Я прибыл сюда, потому что должен рассказать о том, что только ты сможешь понять. Это связано с уничтожением планеты Холст. Слухи Кана покачал головой. Гибель планеты может быть следствием того же самого события. Нет, брат, раньше, еще до того, как мы достигли скопления Сигнус. Теперь, когда пришло время произнести эти слова вслух, Кана понял, что ему сложно сформулировать их. В горле вдруг пересохло. Мне приснился сон, признался боевой библиарий. Видение о силе, которое пришло во время медитации. Я не стремился к этому. Вспомнив о нем, он почувствовал, как участился пульс. Но оно сильное, брат, сильное, темное и глубокое. Он медленно вдохнул. Я падал, и там был. Красный ангел прошептал Эканус. Окровавленный Серафим. Он поднял руки, точно повторяя движение, которое пережил Кана. Я тоже его видел. Мерас ощутил мрачную атмосферу лазарета, проходя по его залам. В перерывах между компаниями, когда в медицинском центре не лечили раненых и не ухаживали за умирающими, здесь обычно было тихо. Сейчас также стояла тишина, но несколько иная. Воздух отягощало отчаяние, а по коридорам сновало множество незанятых матросов и сервов легиона. Тем, кто осмеливался посмотреть на проходящего кровавого ангела, демонстрировали неприкрытый страх. Мерас мысленно представил их и вспомнил замерзшие трупы на улицах Улья Холста. Они выглядели как две стороны одной монеты, мертвые и живые, тут и там. Люди такие слабые, даже не будучи ранеными. Легионер с трудом представлял времена, когда и он был таким же, до того, как прошел испытания и заслужил право на генетические имплантации и улучшения. Он жалел их, тех, кто навсегда останутся обычными. Они никогда не увидят Вселенную так отчетливо, как он. Никогда не будут такими уверенными и целеустремленными. Мысль застыла. В чем я теперь уверен, спросил себя Мерас. Его твердый, рациональный взгляд на вещи был поставлен под сомнение. Предположения, на основе которых воин строил свою жизнь, превратились в песок, осыпающийся сквозь пальцы. Я пересек огромное пространство и видел невероятное, подумал он. Это дар, полученный в обмен на мою службу легиону. Но вплоть до Сигнуса Апотекарий никогда не сталкивался с невозможным. Это была та тень, о которой он сказал. И один взгляд в глаза Ролдорона и других командиров открыл ему истину. Они тоже понимали это. Ощущение пришедшее со сознанием было странным и новым. Покалывающий холод в мыслях, пустота в груди. Может быть, это отголосок страха? Невозможно. Снова это слово. Нет мест, куда бы мы не решились ступить, пробормотал Мерас. Ему вспомнились слова из надписи в гробнице героев на Ваале. Эй, окликнул кто-то, подбежав к Апотекарию и прервав его раздумья. Лорд Мерас, это был летописец Гервин, с которым он познакомился на борту Гермии. Человек казался ниже, чем помнил легионер. А одежда была великоватой и висела на нем. Кровавый ангел кивнул ему. Значит, ты перебрался на флагман? Да. Гервин ответил таким же кивком. Его руки дрожали от нервного возбуждения. Глаза секвенталиста окружали серые тени, а лицо было бледным. Меня с остальной группой разместили в башне лебедя. Мера слышал о ней золотой минорет в верхней части корпуса красной слезы, который чаще всего использовали для церемониальных целей. Примарх милостиво передал его в распоряжение летописцев. Гервин все говорил, апотекария мало интересовала пустая болтовня о взаимоотношениях с артистами, драматургами и журналистами, которые документировали операцию флота. Мерас обратил внимание на один нюанс. Где твой графический планшет? Ты потерял его? Нет, нет, не совсем. Я, э, просто не взял его с собой. Мерасу это показалось странным. Писатель без блокнота был подобен невооруженному легионеру. Неправильный, неполный, он так и сказал. О, вы зрите в корень. Гервин немного смутился. Честно говоря, в последнее время я не могу сосредоточиться, чтобы закончить свою работу. Иллюстрации не закончены, текст готов наполовину. Он махнул рукой перед глазами. Главная причина плохой сон. Летописец вытащил из кармана маленький конверт и открыл его. Внутри были две белые капсулы. Я пришел сюда, к вашим братьям-медикам. Они сказали, что это поможет мне отдохнуть. Таблетки были сильнодействующим для обычного человека снотворным. Они действительно помогут. Гервин посмотрел на него сомнением. Я надеялся на краткое беспамятство. Он слабо рассмеялся. Уже и забыл, что такое сон. Я не сплю, сказал ему Мерас. Воины легиона Састартес не нуждаются во сне. Ага. Гервин перекатил таблетки в ладони и вернул их в конверт. Я не знаю, завидовать или сочувствовать вам из-за этого. Поясни. Летописец попятился, словно Мерас чем-то напугал его. Нет, это... это просто из-за того, что я хочу спать, но не могу. Это тяжело, после того, что случилось в каютах. Должно быть. Гервин увидел хмурый взгляд кровавого ангела. Слышали о самоубийствах, о тех, кто ни с того, ни с сего спятил. Мерас вспомнил безумие, которое мельком увидел в глазах пилота грозовой птицы. Слышал. Гервин наклонился поближе, заговорщически зашептав. Вы знаете, сколько их было? Только в одной башне лебедя больше дюжины, и их смерть не была легкой. Ужасы, лорд, кошмары не дают человеку заснуть. Было больше восьми? Восьми? Глаза Гервина расширились, и он чуть не поперхнулся. Скорее, больше восьми сотен. Я слышал от скульптора, что на чаше технопровидца наглотались смазочного масла. Они говорят, что сержант на дозорном эсминце застрелился из собственного лазгана. Он попятился, моргнул и выпрямился. Я говорю не о ваших братьях, только об обычных людях. Его бросило в дрожь, и он умолв. Я должен идти, прошу прощения за задержку. Гервин неуклюже поклонился и ушел. Мерас долго стоял в коридоре лазарета, обдумывая слова летописца. Затем он подошел к нишек агитатора в одной из вспомогательных лабораторий и запустил поиск данных. Механический рап пожил. Я существую, чтобы служить, пропищал он. Апотекарий произнес в микрофон Вокса. Некрологи, сортировать по следующим критериям. Указатель времени от прибытия в скопление сигнус до настоящего времени. Только не легионеры, нанесение самому себе травмы. Он подумал, чрезвычайное обстоятельство, приступить. Соответствие, произнесла машина. На газовой линзе экрана над кагитатором начали появляться окна данных, накладываясь друг на друга. Их было гораздо больше восьми. Кана моргнул, стараясь понять то, что сказал ему боевой брат. Стезя Псайкера была сложной и постоянно изменчивой. И он в первые годы службы легиону узнал, что его величайшее оружие также ведет к безумию и разрушению. Кана много раз сражался с телепатами-отступниками и мутантами, питаемыми губительным психическим огнем, и видел, как их уничтожала та самая энергия варпа, которую они пытались подчинить. Видение призрака с окровавленными крыльями, который напал на него в реальном сне, не забылось с течением времени. Именно этот образ заставил его искать ответ, сначала из любопытства спустившись на холст с Мерасом и другими, где Кана столкнулся с новыми знаками и безумием, а теперь привел его к Эканусу. Видение было столь сильным и личным, что казалось было вырвано из глубин души Кана. Из нити моей души, подумал он, если она существует. Как мог другой человек увидеть столь яркий сон, который так совпадал в деталях? Кана слышал, как Эканус рассказывает о своем сне, не в состоянии произнести ни слова. Каждая подробность совпадала, каждый миг был точно таким же. Отличие было только в одной небольшой детали. Глаза существа, произнес Кана, они тебе знакомы? Как будто их знаешь, но не можешь вспомнить откуда. Эканус покачал головой, я посмотрел в его глаза, но они были незнакомы мне. Кем бы ни был этот ангел Голи, я благодарен, что он не из моих товарищей. Они оба замолчали, по ним пробегали желтые, мелькающие полосы света, пока лифт продолжал долгий подъем, минуя служебные палубы и складские ярусы. Я даже не мог себе представить такого, признался Кана. Я пришел попросить твоего совета, а вместо этого нашел общую причину. Он посмотрел на старого товарища, мозг лихорадочно работал. Другие, брат Дион и брат Сальватор, Навенус и остальные, имена других библиариев, эпистоляриев, кодициев и лексиканиев всплывали в его разуме. Он задумался, где они находились и какие вопросы себе задавали. Что, если они тоже это видели? А что мы видели? мрачно спросил Эканус. Я не знаю. Когда вспоминаю этот сон, мое сердце сжимается, кожа стынет. Я чувствую запах дыма, крови и разложения. Он поморщился. А теперь ты говоришь, что видел то же самое. Я больше не могу закрывать глаза, словно это какой-то плод моего воображения. Платформа продолжала подниматься. Кана посмотрел что тот провалится и он упадет вниз. Если ты и я видели Красного Ангела и другие тоже. Что? Голос Экануса стал жестким. Следует нам рисковать и тайно разыскивать всех бывших псайкеров на флоте, а просить и собрать. А потом что? Мы пойдем к Ангелу, он выслушает нас, у него тоже дар. Эканус покачал головой. Нам никогда не позволят увидеть его. А Скайлон Как ты думаешь, что им придет на ум, когда узнают об этом намерении? Они подумают о проступке, подобном неподчинению тысячи сынов. Голос словно исходил отовсюду, грубый и отрывистый. Кана резко повернулся, рука скользнула под одежду за боевым ножом. Кто говорит? Выкрикнул он. Слова отразились от контейнеров. Покажись! Это я и собирался сделать. Из теней вышла фигура. Как и у обоих космодесантников, ее лицо было скрыто под капюшоном. В отличие от их темно-коричневой одежды, облачение новоприбывшего было серым. Огни, проносившиеся мимо палубы, осветили платформу лифта. Кровавые ангелы увидели грубое лицо с белой бородой и длинными волосами, заплетенными в косы, которые украшали каменные бусины и металлические кольца. Шея легионера из кожи и меди, которым были привязаны вырезанные из дерева и кости предметы, которые гремели при ходьбе. Сын Русса, догадался Эканус, рунический жрец. Кана прищурился и ослабил хватку на клинке. Ты Штиль, брат красного ножа. Да, ответил космический волк. Он остановился и слегка поклонился. Прошу прощения, я не хотел потревожить вас. Кана скривил губы. Когда ты прибыл, ты не говорил на высоком готике. Оказывается, можешь? Штиль небрежно пожал плечами. Как считаешь, почему я говорю именно сейчас, кровавый ангел? Он обвел пальцем всех троих, оставив в стороне отличия в родных планетах и легионах есть нечто общее, что делает нас в некоторой степени родней. Я не знаю, кто ты, заявил Кана. У меня нет ничего общего с тобой. Рунический жрец улыбнулся, продемонстрировав волчьи клыки, украшенные серебряными заклепками. Мы оба прибыли с красной слезы. Бездействие притупило твои навыки, кузен. Ты забыл, как пользоваться зрением. Кана молчал, размышляя. Во время перелета ему несколько раз казалось, что он чувствует чье-то присутствие неподалеку. Движение на периферии зрения, но не обращал на это внимания, его мысли были заняты другими проблемами. И кроме этого продолжил Штин. Образ, видение, красные ангелы падения. Эканус внимательно посмотрел на космического волка. Это твой капитан прислал тебя. Нет, это дело касается только нас. По крайней мере, пока мы не сможем понять его. Кана впервые услышал нотки сомнения в тоне рунического жреца. Я скажу то, что ты не решишься, кровавый ангел. В скоплении сигнус действуют темные силы, и мы единственные ощущаем их присутствие. Пелена и восьмиконечная звезда, вырезанная на поверхности планеты. Безумный мир, плоть без костей и сон, сон, сон. Он закрыл глаза. Мы не можем игнорировать это. Несанкционированное использование психических способностей это предательство, напомнил ему Эканус. По этой причине за нами следят, из-за того, кто мы. Тебе не нужно говорить космическому волку об опасностях неконтролируемого разума, ответил Штиль со звериным рыком. Кана продолжил. Он прав, что-то не так. Нам нужно узнать весь масштаб происходящего. Он прищурился. Клянусь троном, думаю, нам нужно быть готовыми. К чему? Эканус сбросил на него взгляд. Нарушить приказ императора и Сангвиния? Он посмотрел на Штиля. Возможно, для тебя это просто, но не для меня, не для нас. Я слышал истории о других легионах, с их презрением к протоколу, тайными братствами, ложами. Он покачал головой. Это не путь кровавых ангелов. Мы оставили позади разобщенность племен и кланов Ваала. Мы переступили через наши корни. Воин вздохнул. Мы сплотились во имя ангела. И все же вы по-прежнему разделены. Космический волк вскинул голову. Возможно, со стороны виднее. Вы сыновья Ваала, с вашими хранителями и элитными воинами в золоте, вашим крылатым повелителем, парящим высоко в облаках над красными рядами. Ты не знаешь нас, ответил Эканус. Как скажешь, возразил Штиль. Но вот что я знаю. Твои слова будут бессмысленны, если тьма ударит туда, где нет единства. Кана положил руку на плечо собрата. Это не предательство, Эканус. Речь идет лишь о разговоре братьев, делящихся общей тревогой. Другие посмотрят на это иначе. Вот почему другие не должны увидеть нас, сказал Штиль. Как Харакс предполагал, Танус Крид пришел в ярость из-за неожиданного прибытия капитана. Каждый сын легиона знал о важности ритуалов, а такой высокопоставленный воин, как он, знал об этом больше остальных. На коже Харакса, как и в его душе, были выжжены знаки, которые появлялись во время таких моментов причащения. В своем паломничестве он ощутил слабый поцелуй варпа, но через некоторое время гнев околит достиг и сменился восхищенным вниманием. Вмешательство было забыто. Крид сложил руки, забыв об окровавленном клинке в правой руке, который держал острием вниз. Командир Харакса не обращал внимания на струйки, которые стекали с меча. Тихо стучали, а черный железный пол искапливались в лужу возле голых ног. Во время доклада голос Харакса приглушал сводчатый темный коридор за стенами святилища, не позволяя словам покидать пределы помещения. Несущий слово всегда говорил отрывисто. Давала о себе знать старая рана на горле, которая плохо зажилась. Без шлема звук его скрипучего голоса был похож на треск мелких костей. Сигнал обнаружил корабль Амита Виктус пояснил он. В самом деле удивился вслух Крид. Харакс кивнул «Тебя лучше знать лорд атаколит». Планы высших чинов всегда были для капитана тайной и, как правило, без особой на то необходимости. Крид не обратил на это внимание. Они раскрыли содержимое сообщения. Легионер покачал головой. Доклад с красной слезы был ясным и точным, к счастью, лишенный обычной многословной помпезности, которой сыновья Сангвиния любили загромождать свои сообщения. Слабый вокс сигнал на флотской чистоте имперской армии обнаружен сервом свиктуса. Голосовое содержание отсутствовало, был только цифровой код, который соответствовал стандартному военному сигналу бедствия. Наиболее вероятным объяснением было то, что его передавал автоматический радиомаяк, но на очень слабой мощности, из-за чего сигнал обнаружили только сейчас. «Возможно, обнаружению помешал астероидный пояс», задумчиво произнес Крид. «Корабль», тот, что избежал отстрелов, он щелкнул языком, «небрежность». «Не из космоса», поправил Харакс. «Передача привела к пятой планете, Сколтруму. Других сигналов нет, жизненные показатели не обнаружены». «А, ну, конечно, агроколония». Капитан вспомнил то, что узнал перед началом операции. Сигнус-5 был планетой-житницей, огромной, продуваемой ветрами сферой на пригодном плодородный мир превратили в лоскутное одеяло из ферм размером с континент для обеспечения продуктами питания колонистов скопления Сигнус и увеличения запасов товаров во имя жадности испорченной Терры и центральных миров. Харакс сразу же понял, что должно случиться. Сангвений не проигнорирует такое открытие, даже если капитаны будут убеждать его в обратном. Крит тоже это знал. Сердце ангела слишком жалостливо к людям, усмехнулся он. Если есть хотя бы малейший шанс, что на планете все еще могут быть выжившие, он направит туда корабли. Это слабость заставит его поступить так, а Калит фыркнул. При всем выдающемся потенциале примарха кровавых ангелов, мне иногда трудно поверить, что он истинный брат нашего повелителя Ларгара. Это было верно. Харакс сомневался, что на повелителя несущих слова так легко подействовали бы мелкие проблемы непросвещенных. Ралдарон подозревает ловушку, продолжил он, как и Амит. Конечно, согласился его командир, но капитан Амит не позволит этому подозрению остановить себя. Не его, сказал Харакс, покачав головой. Приказ получил Накир из 24-й роты. Корабли уже перегруппированы. Хорошо, отлично. Крит играл мечом, перекатывая Эфес в руке. Лучше пусть туда отправится и погибнет Накир. Мы не хотим, чтобы расчленитель подвергал себя неоправданному риску по пустякам. Когда время настанет, Амит будет полезен. Он прошел дальше всех по алому пути. Харакс минуту хранил молчание, обдумывая сказанное. Пожалуй, это был неожиданный поворот событий. Эреб сказал, здесь не будет выживших, как это возможно? Глаза предположить, что проницательность лорда Эреба может быть не настолько совершенна, как некоторым хочется верить. Темному апостолу не понравились бы твои слова, заметил капитан. Ноздри Крида раздулись. Эреба здесь нет. Харакс поднял голову, мимоходом взглянув в глубины теней коридора. Ты уверен? В ответ на скрытую угрозу Акалит снова вскипел и несколько раз резко ткнул тяжелым эфесом короткого меча в капитана. Держи темную страницу подальше от кровавых ангелов и храни в вокс молчания. А теперь иди. И если еще раз осмелишься прервать обряд по менее важной причине, чем гибель вселенной, я вырву твои сердца. Харакс покорно поклонился, но Крит уже повернулся спиной и проследовал к двери святилища, оставляя кровавые отпечатки следов. Восьмиугольная дверь повернулась на центральном поворотном стержне и открылась. Харакс уловил запах раскаленного камня и ржавчины, а в мутном воздухе раздался глухой женский плач. Он увидел, как безголовый сервитер передал другой, идентичный меч Криту, когда Акалит переступил порог. Затем дверь закрылась и мрак вернулся. Харакс слышал шепот на пределе своих чувств, словно кому-то позволили выйти из комнаты и остаться вместе с ним. Он пошел своей дорогой, не желая оставаться там, где не могла подвернуться выгода от ритуала. «Мы начнем сначала», сказал Крит, шагая через ряды застывших в ожидании молящихся людей. Жертва совершенного им пробного убийства лежала в стороне. Над ней уже распевал летанию один из рабов, раскачиваясь вперед и назад. Многочисленные рты раба шевелились, произнося тайные беззвучные слова. По четыре человека с обеих сторон преклонили колени. У всех восьмерых на голой груди был изображен восьмиугольник. Кожа и жировая прослойка были аккуратно удалены лазером, образуя выемки, по которым текла кровь. На полу комнаты лежала остропад Сахзер. Она попыталась подняться на колени. «Я не готова», простонала она. «Пожалуйста, лорд, минуточку». Ее руки дрожали, бледные пальчики хватались «Достаточно времени», грубо ответил он. «Не разочаровывай меня, мадмуазель. Ты столько обещала и отдашь все. Отдам, но... Пелена, пелена, пелена. Я не вижу сквозь нее, ей не хватало слов, и она заплакала от боли. «Я дам тебе то, что нужно, чтобы прожечь ее», кивнул Крив, хорошо взвесив за и против. Он не взглянул на колено преклоненных людей, когда вошел внутрь арки с жертвенными клинками в руках. Для огромного, генетически усовершенствованного человека, его режущие удары были удивительно быстрыми, почти грациозными. Четыре головы слетели с плеч, затем еще четыре. Шеи превратились в обрубки, из которых ненадолго ударили фонтаны крови, прежде чем тела упали на оскверненную мозаику пола. Крит указал на них мечами, направляя движение луж крови, как дирижер, руководящий оркестром. Он улыбнулся. Акалиту понравилась метафора «оркестр из одного инструмента». Кровь растеклась и превратилась в невысокую волну. Сахзё закричала, когда поток поднялся к ее лицу, как атакующая кобра. Кровь окутала астропата, заглушив ее крик. Кипящая и испускающая пар жидкость зависла во влажном воздухе вокруг женщины. Восемь убитых матросов стали жертвоприношением. Они были старослужащими темной страницы. Их преданность кораблю выходила за рамки материальной связи. Крит воспользовался их жизненной энергией и духовной привязанностью к кораблю. Молящиеся рабы затянули новый безмолвный хор. Крит почувствовал запах сжженной плоти. Он собственными руками вшил варп-сосуд в живот сахзер в качестве непристойной и тщательно продуманной пародии на материнство. Сила крови и ее мертвых людей станет кульминацией этого ритуала. Было важно правильно начертить восьмиугольник, иначе существовал риск катастрофического провала таинства. Железные стены этой комнаты и всего космического корабля были густо покрыты символами и глифами губительных сил, глазами ада и мириадами других устройств, обращенными внутрь, чтобы скрыть все следы колдовства от псайкеров на службе кровавых ангелов. Если ритуал не удастся, все будет напрасно. Темная страница будет уничтожена в ереси варпа, и что еще хуже, их истинная цель рано откроется сыновьям Сангвиния. Но затем Сахзер выполнила свой трюк, и Крит засмеялся. С ужасным, низким, булькающим звуком, никак не подходящим для столь изящной девушки, астеропат исторгла кольца дымящейся кровавой эктоплазмы. Омерзительный туман вобрался в себя, кружа клубами ядовитого желтого пара. Сила тяжести внутри светилища изменилась, и Крит отшатнулся назад на шаг или два. Дым переместился, загустел, обрел цвет и форму. «Я вижу тебя, несущее слово», сказал аватар Хоруса Луперкаля. «Во всяком случае, очертание твоего лица». Похоже, воитель был недоволен. «А теперь говори». «Ловушка вокруг ангела захлопнулась», доложил Крит, низко поклонившись. «Он не знает об этом». «Не считай, что можешь понять ход мыслей моего брата Калхидец. Такое высокомерие ставит тебя в глупое положение и подтачивает мое терпение». В зловонной комнате разнеслись явные нотки раздражения. Сангвиний может перехитрить тебя в мгновение ока. Ты рискуешь, недооценивая его». Крит продолжил. «Среди отпрысков трех сотен род есть разногласия насчет того, во что они ввязались. Эта разобщенность скрывается под покорностью, но она станет очевидна и обратится в нашу пользу, когда будет нанесен удар». Он кивнул. Вон серо становилось сильнее, перебивая запах крови и металла. Флот на четверти скорости направляется к Сигнус Прайму и к сердцу западни. Туманный образ Хоруса увеличился, превратившись в пепельный покров, когда он прошел над неподвижным озером артериальной крови. «Ты не все мне рассказал, Крит. Ты так похож на Ларгар. Цепляешься за свои секреты, словно они дороже золота». Акалит не сдвинулся. «Спрашивайте о чем угодно, воитель». Рус направил своих волков на экспедиционный флот. «Ты решил, что это недостаточно важно, чтобы сообщить мне?» Крит не сдержался и фыркнул. «Горстка волчьих щенков, милорд. Мелкие сошки, не более того». Он вдохнул ядовитый воздух. «Если будет угодно великому Хорусу, прошу поручить мне задание. Что еще я могу сделать, чтобы великий поворот совершился?» Раздался низкий «Снова высокомерие. Надеешься добиться более значимой роли?» Бледное лицо похолодело. «Ты всего лишь вестник, Танус Крит. Раб, а теперь молчи. Я совершил этот ритуал не для того, чтобы поговорить с тобой». Не этого ответа он ожидал. Несущий слово хотел сказать, что не понимает. Но насыщенный, невыносимый смрад усилился настолько, что лишил Крида дара речи. С последним воплем, пронзившим душу Акалита, Сахзё взорвалось. Несущий слово повернулся и увидел, что плоть Астропата поглотил поток черного колдовского пламени. Испор вырвался едкий туман, превращая ее в пепел. Она осыпалась вокруг мерцающего стеклянного ужаса варп сосуда, на состояние которого никак не подействовала ее мучительная смерть. Сосуд раскачивался из стороны в сторону, словно нечто внутри него хотело освободиться. Крид решил, что не хочет знать, что это такое. Ритуал должен был немедленно прерваться, но этого не произошло. Хорус, или скорее его призрачный двойник, все еще присутствовал. По телу Крида побежали мурашки, когда зал наполнила иная энергия. Нечто намного более могущественное, древнее, изначально и злобное удерживало канал связи открытым. Воитель посмотрел вверх на тени над головой несущего слова. Он понял, что царящая там тьма была милосердием. Она зашипела на него, скрывая большую часть облика чудовища. На границах мрака были видны крылья цвета крови и ярости, но Крид не мог долго смотреть на них. Он был слепцом, пытающимся видеть сквозь катаракцию. Только здесь сама вселенная отталкивала образ. Противоположные силы реальности и иллюзии боролись за власть, мерцая и искажая видимость. Оно было здесь все это время, каким-то образом скрытое в свернутом измерении. От такой вероятности кровь в жилах Крида застыла. Он мог воспринимать разумом только фрагменты огромного зверя, отдельные детали, которые душа позволяла ему различать. И даже в этом случае это было так мучительно, что Акалит рухнул на колени. Крит увидел зубы длиной с ракету, хвосты кнуты, толщ якорных канатов, крылья и рога, цепи, выкованные из обращенных в железные звенья душ, бронзовый доспех, закаленный в чанах из расплавленной плоти, раздвоенные копыта и звенящие каскады божественных черепов. От проникновений в реальность ауры помешалось. Отголоски миллиона событий, наполненных гневом и кровопролитием, цепились в Крида. Обжигающей волной нахлынули самые разные эмоции. Мелочный, эгоистичный гнев избалованного ребенка, неистовый и бессильный страх и ярость жертвы, похоть психопата, исключительная ненависть, несущаяся в битву армии. И это были только частицы монстра, оставленные им следы. Крит бросился на пол, части надеясь, что не привлечет внимания существа, потому что инстинктивно чувствовал, оно может покончить с ним одним взглядом. Хорус Луперкаль, сказал демон, произнося имя с явным удовольствием. Самус передает привет, и да начнется игра. демон, когда refugeало cents и naj